Хидеюки Кикути Ади Охотник на вампиров Книга девятая Принцесса Росс Пролог Едва сквозь кристально чистую темноту начинало доноситься сладкое благоухание, жители деревни торопились прочь смощенных улиц и прятались в ближайших домах. Аромат всегда был частью истории этого селения. Вечером на праздновании столетия деревни, ночью, когда из столицы приехала новая учительница, вечер рождения у мэра дочери, безмолвной ночью, когда ревели белые зимние бури, всегда. Запах, так восхитительно тянувшийся вдоль дороги, заставлял людей отводить взгляд от замка на окраине деревни, потому что боль вечного проклятия наливала их глаза кровью. Зачем ветер должен был пролетать через город? Люди всерьез молились, чтобы аромат исчез и дожидались рассвета. Однако взошедшее солнце в конечном итоге закатится снова, и ночь, как вороньи крылья, накроет мир. И каждый раз, когда аромат возвращался, страдания прорезали глубокие морщины на лицах людей, а единственная местная забегаловка била новые рекорды продаж. Все окна были запахнуты, предоставляя лишь уличным фонарям тускло освещать дорогу, на которой все еще держался только запах, аромат цветов. Ветер, похоже, настаивал на поэтичности ночи, как и подобает вечеру в это наполненное теплотой время года. Обитые гвоздями ворота замка, затворяясь, прогрохотали громом в море облаков. Однако прежде чем они пришли в движение, черная лакированная карета промчалась под их аркой к центральному внутреннему двору. Колеса скрипнули при остановке, и дверь открылась. Внутри кареты сидела перепуганная до смерти девушка, ее глубокое декольте выдавало бешеный стук сердца, но округлое лицо носило все оттенки трупа. Даже когда нежный запах и ослепительные цвета ворвались в открытую дверь, девушка не шелохнулась. — К тому же, сколько мне лет? — думала она. — Семнадцать лет и один месяц. И это конец? Разве не могу пожить еще немного? Всего три дня назад я говорила с друзьями о поступлении в профессиональное училище в городе, кто решил, что это должно произойти. Кто выбрал меня? — Вылезай! — произнес похожий на сталь голос из-за двери. Должно быть, это был один из тех, кого послали доставить ее. Под воздействием зловещей ауры и повелению нетерпящим возражений, девочка направилась к двери. Ступени кареты уже были выдвинуты. Когда ноздри ее заполнились ароматом, а в глаза ударила искрящаяся волна света, она вдруг почувствовала, что ее словно проглатывает бездна. — Ступай прямо по этой дороге! — сказал ей голос, говорящий, вероятно, указывал точно вперед. Девушка неуверенно двинулась, а разум ее уже наполовину помутился. Она просто продолжила идти, однако чувствовала, как что-то покалывает щеки обнаженные руки, но это не беспокоило ее. Когда она наконец остановилась, дыхание совсем сбилось, и вовсе не из-за пройденного расстояния. Ее практически отсутствующее сознание выхватило расплывчатый силуэт, стоящий напротив. Прекрасным миражом он приблизился к ней. От вида женщины в платье девочка в страхе застыла, но к собственному удивлению испытала и смутное очарование. Она знала, что должно произойти. Когда она увидела, что платье было белым, и рассеянно разглядело лицо женщины, то прикрыла глаза. Что ей было делать, если женщина, которая пришла высосать ее кровь, являлась отвратительным аристократом? Она знала их по маскам, что видела на деревенских праздниках, они были монстрами, мысленно и физически измененными. Девушку схватили за оба плеча, и внезапно озноб льдом пробежал сквозь нее еще и этот приторный запах. Прежде чем заметить, что последнее было на самом деле дыханием, доносящимся от женщины, девушка окончательно потеряла сознание. Даже когда бледные клыки вонзились в ее гибель на тонкую сонную артерию, она оставалась абсолютно неподвижной. Когда голова девочки откинулась назад, а сама она обмякла, женщина аккуратно уложила ее тело на каменную дорогу и развернулась. Сделав несколько тихих шагов, она обнаружила присутствие совершенно неподходящее этому месту из-за внезапно раздавшегося топота позади нее. «Ты проклятый монстр!» Возможно, прошли две секунды с того момента, когда женщина обернулась, а крепкий мужчина бросился на нее. Хотя он весил почти вдвое больше и имел за собой импульс броска, женщину даже не отбросило. Вместо этого черное железо прошло сквозь ее грудь и вышло из спины. Когда человек вытащил клинок, женщина все-таки отступила на шаг. «Я сделал это!» Как в предсмертном хрипе пробормотал он, практически ребенок пятнадцати или шестнадцати лет. «Я сделал это! Действительно сделал! Надже!» Последний его возглас, должно быть, означал имя, судя по тому, как после он помчался к девочке и прижал ее к себе. В его движениях читались и отчаяние от потери любимой, и самая слабая надежда. Юноша встряхнул безжизненное тело. «Вставай, Надже!» — говорил он. «Я позаботился о той, которая укусила тебя! Теперь ты будешь в порядке, верно? Ты должна опять стать нормальной!» «Обязательно!» — произнес голос, словно окатив спину парня ледяной водой. Он поднял взгляд. Фигура в белом спокойно стояла при лунном свете. «Однако...» — продолжала женщина. «Чтобы уничтожить меня, тебе нужно было пронзить мое сердце. Но ты был немного дальше от цели». Поднявшись на ноги, молодой человек покрылся гусиной кожей. Безжизненная оболочка девушки все еще была прижата к его груди. Мертвой или нет, он не собирался отпускать ее. Это намерение, казалось, исходило от каждого дюйма его тела. «Разве ты не побежишь?» — спросила женщина. «Если нет, то закончишь точно так же, как эта юная особа. Хотя если ты любил ее, то это может быть и к лучшему. Теперь подойди ко мне», — сказала она. «Или ты предпочел бы, чтобы вместо меня тобой питалась твоя маленькая леди?» Прежде чем у молодого человека хватило времени осознать полное значение слов женщины, бледная рука обернулась вокруг его шеи. «Надже!» — в целом мире не могло быть такого душераздирающего крика, как у него. Укачиваемая на груди юноша девочка подняла веки. Он знал, что глаза ее всегда полнились надеждами о будущем. Он видел, как они искрылись мечтами семнадцатилетней. И он знал, что не его лицо, а скорее какого-то другого парня часто отражали ее глаза. Но сейчас в них отражался он. По форме и цвету они не отличались от прежних. Однако обычно ясные черные зрачки были затуманены и темны. Там, где находились воспоминания семнадцатилетней, теперь был презренный вихрь голода и жажды. «Я так голодна!» — услышал юноша слова девочки. Голос ее был словно из какого-то кошмара. «Ты ведь пришел спасти меня, да? Я так рада. Позволь мне в благодарность подарить тебе поцелуй». «Остановись, Наджи! Не делай этого!» — закричал он. Вырвавшись из обнимающих его рук, парень опрокинул ее холодное тело на дорогу. Девушка даже не вскрикнула. «О, да ты жестокий любовник». Будто подстегиваемый голосом женщины, молодой человек бросился бежать. Пусть его и охватила паника, но, по крайней мере, часть его мысленных процессов продолжала бодрствовать. Где-то среди ослепительной мешанины красок юноша уловил проблеск иного материала. Прыгая в это буйство оттенков, он оставил трепетать за собой целое множество цветков. Ему понадобилось около минуты, чтобы пристегнуть то, что он нашел там. Когда он закрепил последний ремень вокруг левого бедра, то услышал шаги, приближающиеся к нему со всех четырех сторон. Они не были похожи на шаги той женщины, с которой он только что столкнулся. У них был отзвук дурного предзнаменования. Юноша почувствовал, как сводит его желудок, когда земля задрожала под ногами, следующее, что он понял, как дрожит сам. Молодой человек оттолкнулся от земли в то мгновение, когда неистовая путаница красочных бутонов с правой стороны от него раздвинулась. За секунду до того, как летальное приспособление должно было рухнуть, за его спиной развернулись крылья. Как раз вовремя. Испытав облегчение, парень уставился в темноту перед собой. Ничто, вероятно, не может быть лучше, чем почувствовать набранную высоту. Он посмотрел вниз. Далеко под ним были разбросаны мерцающие огоньки размером с булавочную головку. И наоборот, глубокая тень легла на сердце юноши. Теперь он никогда не будет здесь в безопасности. Но куда же он сможет уйти? Удары с обеих сторон от него передались в центр спины. Тело резко потеряло высоту. Очевидно, его крылья подрезали. Вытянув шею, парень посмотрел наверх. Багровая броня, которую он там разглядел, отпечаталась на его сетчатке, хотя и было кромешно темно. Только не говорите мне, что он тоже может летать. Молодой человек отчаянно пытался оттянуть рычаг, за который держался, но провод, передающий движение на крылья, похоже, был разрублен, и снижение не прекратилось. Ты хоть представляешь, что ты наделал? Раздался голос над ним. Она преследовала его. Одной твоей жизни будет недостаточно, чтобы искупить вину за то, что ты поднял клинок на нашу принцессу. Продолжил голос. Помни впредь и смотри на результаты своих опрометчивых действий. Вдруг юноша почувствовал, как основание крыльев отстегнулось от его спины. Без предупреждения он резко полетел прямо вниз, соскальзывая в бесконечную пропасть. Ветер взвыл в ушах, он не мог даже потереть сознание, и увидел тусклую полоску серебра, разрастающуюся в поле его зрения. Это была река, протянувшаяся лентой далеко под днем. Глава первая. Дорога столбов. Часть первая. Дорога как раз была достаточно широка, чтобы пропустить две сельскохозяйственные машины, которые в этих краях были относительной редкостью. На востоке она приводила к деревне Сакри, а на западе упиралась в пульное шоссе. По обеим сторонам от дороги плескались зеленые волны, степи да ветер, высокие стебли травы, по очереди сгибаясь, казалось, передавали что-то. Имя далеких правителей этого мира, их утрачные легенды, возможная история о теперешнем диктаторе, чье поместье располагалось на окраине деревни, и о ситуации в трех фургонах, бешено мчащихся из города, и о причине страха, въявшегося в натянутые лица фермера, стягающего лошадь и всего его семейства. «Полпути преодолели!» — прокричал фермер, работая в вожжими в головном фургоне. «Если доберемся до шоссе, они не станут преследовать, ведь это за пределами их территории. Ханна, что видишь сзади? Фургоны Тумака и Джерей не отстают!» — ответила его жена, просовывая ружье с места, где она ехала, и, притянув поближе мальчишку и девочку, которых она обнимала своими пухлыми руками, добавила. «Если так пойдет и дальше, милые, с нами все будет хорошо! Рано об этом говорить! Нам еще половина осталась! Вот где мы бросим вызов адову пламени! Выдержит ли его лошадь или нет, я не знаю!» Слова фермера походили на стон, но следующее замечание оборвал виски его жены. Слева, впереди на расстоянии 30 футов из-за высокой травы, на дорогу выскочили лошадь и всадник, закутанный в багрянец. Фермер даже не сумел натянуть поводья. В попытке обойти лошадь с наездником, который будто бы пылал, упряжка из двух коней неожиданно свернула вправо. Фургон, набитый всевозможными семейными пожутками, не мог проследовать за животными по этой крутой дуге. Деревянный язычок, соединяющий его с упряжью, изогнулся, и корпус фургона накренился в сторону. Язычок подскочил в воздух, и повозка, покатившись, подняла облако пыли. Даже не оглянувшись на грохоть земли и разбросанную повсюду столовую посуду, лошади продолжили нестись к заветному краю свободы. Семьям Тумака и Джерея едва удалось уберечь свой фургон от крушения. Отчаянно хлеща по задам замешкавшихся животных и дергая за поводья, они старались вернуться на путь, которым приехали. Было совсем не похоже, что они хотя бы попытаются помочь своим друзьям, что так и лежали на дороге упрокинувшегося фургона. «Синий рыцарь!» — воскликнул сын Джерея, его безысходный крик поднялся к светлым небесам. Нужную им дорогу к дому теперь преграждал всадник на синей лошади, стоявший в футах в пятнадцати от них. Цвет всадника не был похож на оттенок ясного неба, скорее это был кобальтовый тон глубин, ведущих к потревожному морскому дну. Синий цвет застывшей холодной воды. Там, на абсолютно белой дороге, под стоящим высоко в небе солнцем, атмосфера гробовой тишины и неподвижности накрыла эти три семьи. «Куда это вы собрались?» — произнес тот, что находился перед ними, кроваво-красный всадник на лошади того же цвета. Люди назвали его соратника рыцарем, и он тоже был защищен броней от макушки до кончиков пальцев ног. Его нагрудник был широк, наплечники и наручи были толстыми, как ствол дерева, и он был настолько высоким, что людям приходилось смотреть на него вверх, неважно, был он верхом или нет. Если бы он выехал на поле битвы, на своём подобным же образом бронированном коне, то имел бы такой внушительный вид, что, возможно, сами демоны ада отпрянули бы в ужасе. За его спиной висели две пары перекрещенных полуторных мечей, итого четыре клинка. Сверкая на солнечном свете, оружие выглядело столь громоздким и тяжёлым, что даже огромный здоровяк остался бы без сил после единственного взмаха. «Полагаемо, ясно ли понять, что, согласно приказу, никто не должен покидать эту территорию?» — сказал синий рыцарь. Он был настолько глубокого тёмно-синего оттенка, что, казалось, поглощал жар лучей полуденного солнца и заставлял свет напрасно отскакивать, как мыльные пузыри. «Ни одной душе не будет позволено бежать из деревни. Где этот маленький поганец ранил вашу принцессу?» — продолжил он. «Считаете, вам повезло, что мы начисто не вырезали все поселение? Но вам теперь нет нужды беспокоиться об этом деле. Стало бы, ждут вас!» Тихий звук, словно нота сломанной флейт, расколол воздух, и низенькая толстая старушка падая ухватилась за грудь. Это была пожилая мать мистера Джерея. Остальная часть семьи состояла из самого Джерея и его жены, их девятнадцатилетнего сына, шестнадцатилетней дочери и ещё одной дочери двенадцати лет. Что касается тумаков, то их было шестеро — муж и жена, мать мистера тумака и отец, пятилетний сын и трёхлетняя дочь. Никто, казалось, не обращал внимания на старуху, с которой от испуга случился сердечный приступ. Глаза всех были прикованы к смерти, что стояло перед и за ними, преграждая путь в облике рыцарей пламени и воды. Судьба их была неизбежна. Два бронированных рыцаря развернулись к сторонам дороги и обратились к пятнадцатифутовым столбам, которые были воткнуты по обе стороны с промежутками примерно в три фута. О, они тянулись бесконечно, их было слишком много, чтобы сосчитать, и на их заточенных верхушках потрясывались абсолютные белые кости насаженных. Очевидно, столбы были довольно старыми, и не менее чем на одном из десяти ещё держались свисая костные останки. По большей части это были просто позвоночник и грудная клетка, в то время как руки, ноги, таз и черепа угрюмо лежали у основания столба, как часть довольно большой кучи костей. Но всё же трупы, насаженные на кол по обеим сторонам от семей, что стояли, словно бы их жизни уже были потеряны, оставались практически целыми. Их лохмотья плясали на ветру, а глазницы в черепах целились на дорогу, как проглатывающие души пещеры в землях мёртвых, а они хранили глубокое молчание. Два рыцаря сблизились. — На помощь! — прокричал кто-то. Багровая вспышка пресекла крик. Трава раскачивалась волнами, как будто говоря о потрясении и злом Роке. Пожилой отец мистера Тумака посмотрел вниз на свою грудь. Вороненая сталь прошла прямо сквозь него. Жена Тумака тоже посмотрела вниз. Из её груди торчало окровавленное остриё. Оружие, пронзившее двух человек, стоявших плотную, должно быть более восьми дюймов длиной, но это было не лезвие меча. Из груди старика оно вытягивалось более чем на три фута, прежде чем достигнуть гарды, которая была вдвое больше в окружности, чем кулак человека. Рукоять поднималась наклонно вверх ещё на шесть футов, и исчезала в синей латной рукавице, продолжаясь ещё три фута за мизинцем рыцаря. Хотя гигантский воин ростом был более шести с половиной футов, как же он мог так искусственно владеть пятнадцатифутовым копьём? И на острие оружия, и на его металлической рукояти был выгравирован тонкой работой узор. Вместе они должны были весить никак не меньше двухсот фунтов, а вероятные больше четырёхсот. Вдруг оружие поднялось, синее копьё направилось вверх, и две жертвы как на пружине полетели в воздух и оказались ровно на столбах, словно нарочно прицеливаясь. Когда новым жертвам пронзилось сердце, старые кости обратились в прах и разлетелись по всем сторонам. Несмотря на то, что наша принцесса приказала нам выждать, прежде чем применять какие-либо дополнительные наказания, мы, четыре рыцаря Дианы Роуз, не можем позволить этому случиться. Мы только собрались расстроиться из-за вашей удачной попытки бегства, хотя бы ради интереса вам следовало устроить маленькую диверсию. Подстёгнутые словами синего рыцаря, собравшиеся побежали, но перед ними встал красный рыцарь, порыв багряного ветра прорвался между бегущими людьми. Однако они обогнулись сторонами красного рыцаря. Они не переставали бежать, даже при том, что их головы упали пять или десять футов назад. Очередной порыв ещё более красного ветра поднялся от земли до неба, отрезая людей и рыцарей от остальной части дороги. Неблагодарные насекомые! Вот цена, что вы платите за свои глупые поступки! Перед разразившимися смехом рыцарями жена Джорей и сын Тумака повалились на залитую крови дорогу и крепко обняли друг друга. «Ну, кого из вас мне?» — заговорил красный рыцарь, когда вдруг от деревни с бешеной скоростью стал приближаться резкий гул моторов. По звуку их было больше, чем два. «Кажется, у нас гости!» — весело заметил синий рыцарь, крутя головой их стороны в сторону. Спустя пару секунд мотоциклы, приводимые в действие бензином, достигли арены жестокой резни. Пока двигатели продолжили работать, с заднего сидения головного мотоцикла спрыгнула седоволосая фигура «Старик с тростью». «Мое имя Мэр Торск». Причина, по которой его голос умолк, пока он представлялся, была в том, что он только что увидел чудовищные трупы, разбросанные по дороге. Седоки примерно на десяти мотоциклах тоже они имели. «Это что, черт возьми, такое?» Водитель мотоцикла, на котором приехал Мэр, выплевывал слова одно за другим. Находясь на расстоянии больше пятнадцати футов, синий рыцарь должно быть имел неестественно острый слух, поскольку оглянулся на водителя и пробормотал. «Женщина!» «А что, если так?» Стянув очевидно самодельный тканевый шлем вместе с защитными очками, водитель предстал красивой молодой женщиной с легким розовым румянцем. Ее волосы были чересчур коротко острижены, а глаза гневно сверкали. «Какого черта?» Снова протянула она, разворачивая свой мотоцикл передом к синему рыцарю. Слова ее прозвучили сдавлено и безжизненно. С каждой стороны от транспортного средства выпирали две стальные трубы, итого четыре. Если бы газ под давлением в баке на задней части выпустил стальные стрелы, они, несомненно, полетели бы прямо в сердце рыцаря. «А, очередная добыча, чтобы развлечь нас? Это, кажется, еще дурятся!» Одни эти слова синего рыцаря вновь накалили атмосферу. «Переостань, Елена!» — нарушил тишину мэр поселения. Повернувшись к двум убийцам, он сказал. «Я не буду жаловаться об уже мертвых, но не могли бы вы быть так любезны и проявить милосердие, по крайней мере, к оставшимся двум?» Умоляюще прокрепил он, пока ветер бил ему в лицо. Трава пела. «Остановись, остановись же, ибо они никогда не пощадят вас!» «Эти люди ослушались приказа нашей принцессы», — сказал «синий рыцарь. До тех пор, пока тот, кто пытался отнять ее жизнь, не будет схвачен, никто не покинет деревню, а также и не войдет. Любой попытавшийся уехать без ее позволения будет считаться в связи с преступником и немедленно казнен, и наш долг следить, чтобы ее слово соблюдалось». «Они пытались бежать только потому, что вы любите убивать всех просто ради удовольствия!» — вскричала Елена. «Ваша ведьма приказала далеко не только это. Если виновника не поймают в течение десяти дней после ее указа, десяток жителей будут посажены на кол, и каждый день после этого еще пятерых выпотрошит и четвертует. Для кого-то вполне естественно попытаться сбежать!» «Вполне естественно?» Два рыцаря переглянулись и захохотали. «А мы можем сказать тебе и всей твоей деревне, что наши действия вполне естественны. Хорошенько погляди вокруг на эти зеленеющие земли и щедрые пшеничные поля. Кто, по-твоему, сделал все это возможным? Человечешки, ковырявшие ржавыми мотыгами в дикой пустыне словно тупое зверье? Помнишь, что ты сказала тогда принцессе?» Елена закусила губу. Тревога волной прокатилась по группе позади нее. Судя по тому, что все они были одеты одинаково, она явно была частью этой самой группы. Однако Елена быстро вскинула взгляд на рыцаря и прокричала. «Это было давным-давно!» «Что?» — рыкнул синий рыцарь, его копье задребезжало в правой руке. «Подожди минутку!» — вклинился красный рыцарь. «Нет никакого смысла спорить об этом здесь и сейчас. Мы избавились от нарушителей правил. Забирайте тех двоих с собой!» Лицо мэра просеяло от радости. Он, запинаясь, произнес. «Я могу! Действительно могу!» «Можешь! Пошевеливайся!» «Очень хорошо! Вы двое! Идемте!» — сказал Торск, протягивая руки к обессилевшей женщине и ребенку. Но ни один из них не произнес ни слова, а ртом полилась пена. Глаза их были полны не миром вокруг, а скорее самой смертью. «Ох, ничего из этого не выйдет! Ну-ка давайте поторопимся!» С приливом решимости мэр, казалось, убеждал сам себя, пересекая кровавленную дорогу. Еще шаг, и эти двое будут в пределах досекаемости, но в этот миг взревел ветер. Трава запела еще прежде, чем брызнули фонтаны крови, подгоняя две головы, взлетевшие в воздух. «Остановись! Просто остановись! Ибо они никогда не пощадят вас!» Точно когда меч красного рыцаря в порыве кровавого ветра возвратился в ножны, затанцевало копье синего рыцаря. Живительная влага, проливающаяся из зарубков, так напрасно, на ветру превратилась в тысячу капелек, образуя бордовый занавес, ударивший в лица людей. Позади него раздался голос красного рыцаря. «Правило есть правило, и мы не делаем исключений. А теперь разберемся с сучей мартышкой, которая назвала нашу принцессу ведьмой». Просто инстинктивно Елена попыталась прицелить свою пусковую установку, но багровое пятно в поле ее зрения не давало ей этого сделать. Следовало спросить себя, что настигнет ее взамен, стальное лезвие или кровавое копье. Лицо девушки было окрашено оттенками крови и смерти. Именно тогда алая завеса разорлась пополам, как будто объявляя о начале новой истории. Даже смертоносные рыцари и их кони отвели взгляд и отступили от ветра, обдувающего дорогу. Однако причудливое явление быстро закончилось, и все, кто смотрел, потом увидели их. Черные, как смоли, лошади, всадника, пугающе продвигающихся среди трупов и столбов. Почему-то в глазах каждого все это до ужаса соответствовало картине. Посаженные на кол черепа стучали зубами на ветру, зеленая трава колыхалась, а солнце, всегда щелренный свет, в эту минуту катилось за облако. Все остальное было забыто, пока они пристально наблюдали за вновь прибывшим. Приблизительно в десяти футах от красного рыцаря всадника становился. Лицо путешественника под шляпой не принадлежало этому миру, оно было неземным в своей красоте. Даже ветер утих, словно охваченный благоговейным страхом. «Дайте дорогу». «А ты кто такой?» — осведомился красный рыцарь. «Здесь владение нашей госпожи. Никто не может войти. Убирайся сейчас же». Но разве у рыцаря в настоящий момент не было приказов убивать любых чужаков на месте? Что эти беспощадные убийцы ощущали в молодом человеке перед ними? «Впереди находится деревня Сакри, верно? У меня там дело». Ничуть не колеблись, ответил юноша. Его длинные волосы развивались на ветру. «О, так ты смерти ищешь, да?» — ответил ему синий рыцарь. «В чем дело, красный рыцарь?» — обратился он к своему товарищу. «Этот красавчик одолел тебя? Раз так, я разберусь с ним». Разумеется, он шутил. Синий рыцарь как никто ознал о способностях своего багряного соратника, а также его жестокости и бесстрашие. И вот почему он естественно оцепенел, когда красный рыцарь сказал ему. «Попробуй». «Что?» — удивился в ответ синий рыцарь. Но произошло это только после промежутков два вдоха. «Предоставляю это тебе. Пробуй!» Ответ донёсся, конечно, от красного рыцаря, и алый всадник даже отступил к краю дороги. Мэр, Елена и Байкеры просто обескураженно смотрели, а один из четырёх рыцарей Дианы Роуз уступил. Это был какой-то кошмар на его. Будто ничего не произошло, молодой человек ударил в бока лошади. Он приближался, глядя не на всё ещё обнимавшиеся обезглавленные трупы, и не на мэра, который стоял около них, а на синего рыцаря, ожидающего впереди. Часть 2 Рыцарная трава горестно клонилась, напевая песню «Стой! Я говорю, стой! Или один из вас умрёт!» Десять футов. Лошадь синего рыцаря грамка заржала, пытаясь подавить своё желание сорваться с места. Тёмные облака заволокли небо. Пять футов. Сейчас! Красный рыцарь внезапно оглянулся через плечо на покрытые травы равнины. «Постой!» — закричал он. «Его честь, чёрный рыцарь на подходе!» Другая фигура верхом мчалась к ним от самых дальних краёв изумрудного простора. Как и подразумевало его имя, рыцарь на спине лошади был облачён в чёрную броню. Даже если бы красный рыцарь не обратился к нему «Его честь!», вид того, как он стрелой летит через травяное море под громоподобный стук копыт и выскакивает на дорогу, конечно, производил впечатление, словно удар железного шипания неимоверного веса. Молодой человек тоже остановил лошадь. Склонив свой ониксовый шлем, чтобы рассмотреть побоище, рыцарь выругался. «Как жестоко! Идиоты! Это вы наделали!» Голосов был так же тяжёл, как железо. «Я возмущён вашим замечаниям, сэр!» — заявил синий рыцарь. «Молчать!» Будто отдалённый морской прибой взревел чёрный рыцарь, и по одному этому слову двое других затихли. «У меня нет к вам претензий насчёт убийства убегающих!» — продолжил он. «Это согласуется с пожеланиями нашей принцессы. Но вы взяли и отняли жизни даже самых младших из детей. Мы не бездушные демоны! Господин мэр, наша принцесса позднее, конечно же, возместит ущерб за них. Проследите за тем, чтобы никто впредь не лишился жизни подобным образом!» Старик молча склонил голову. Вдруг звук топота конских копыт достиг слуха всех присутствующих. Просто невероятно! Юноша в чёрном продолжил свой путь. Смелый, возможно, даже дерзкий. Движение это было настолько далеко от ожидаемого, что синие и красные рыцари могли только безмолвно наблюдать, как он уезжает. «Подожди!» — обратился к нему чёрный рыцарь. Путник продолжал ехать. Вероятно, на другое не надеясь, рыцарь в угольной чёрной броне без ноты гнева в голосе сказал «Я бы хотел узнать твоё имя!» «Ди». Тут единственный луч солнечного света выглянул из-за облака, чтобы осветить лицо молодого человека. Его довольно бледный цвет приобрел розоватый оттенок. Он казался таким красивым. Все на дороге дружно вздохнули, и ропот течением пронёсся среди них. Первая подала голос Елена, а её товарищи подхватили. «Я запомню то имя!» — отозвался чёрный рыцарь. Молодой человек, назвавший себя Ди, спокойно поехал дальше, как будто он не стал свидетелем этой трагедии средь бела дня. В какой-то момент рыцари исчезли. «Мы возвратим тела», — проговорил Торск. «Помогите ко мне с ними». Видно, не обращая внимания на то, как другие мотоциклисты подались вперёд на просьбу мэра, Елена одна сохранила потрясённый взгляд, обращённый к городу в направлении, куда поехал статный юноша. «Видели это?» — спросила она. Один байкер, который собирался уходить, замер и ответил. «Видели что?» «Они и пальцем не пошевелили против этого парня!» «Будто всё ещё витая в облаках», — сказала Елена. «Возможно, она и витала». «Три рыцаря Дианы Роуз. Они практически съёжились и не могли даже приблизиться к нему. Он может стать тем парнем, который сделает это. Он мог бы спасти нас всех!» — пробормотала девушка. Крепко сжатый кулак ясно давал понятие её намеренье. Рядом с ней трава шептала «Что ты такое говоришь?» Приезд молодого человека не мог не наделать столько шума в крошечной деревушке. Люди замирали на месте и глазели на то, как Ди едет вдоль по улице, и ещё долго продолжили изумлённо смотреть в том же направлении, куда он уехал. Каждый человек с обмотанным вокруг шеи шарфом начинал прижимать его в страшном замешательстве, а затем опускал голову. «Интересно, в какой гостинице он остановится?» — шептались женщины всех возрастов. «Видали этот мяч и его взгляд? Что-то с ним не так!» — говорили друг другу мужчины. Вопреки женским ожиданиям, Денис стал регистрироваться ни в одной из деревенских гостиниц. Остановившись перед домом на краине города, он спешился и постучал в дверь молоточком, сделанным из костей животных. На вывеске рядом с дверью были выжжены слова «Мама Кипш! Знахарка!» Через мгновение из-за двери раздался голос пожилой женщины. «Кто там? Путник!» — ответил Ди. «Вы, мама Кипш! Спроси любого! У меня есть сообщение от вашего внука!» Глаза на её дряхлом лице широко распахнулись, и она сказала «Этого никчёмного отпрыска! Не понимаю, как он смог это сделать! И где он вообще?» Он скончался. «Что?» — воскликнула старуха. Тело её одеревенело словно манекен, а голубые глаза говорили, что юноша перед ней являл собой красивую смерть. «Погоди секундочку!» — запнулась она. «Что ты хочешь этим сказать? Давай-ка поподробней!» Он повесился на берегу реки приблизительно в шести милях к югу от вашей деревни. Он назвал мне своё имя, а также ваше, и сказал, где вы живёте. Потом просил меня сказать вам «Берегись!» Перед тем, как умер. И теперь я выполнил это. «М-да», — сказала старуха с поклоном. К тому времени, как она пришла в чувство, человек в чёрном плаще уже оседлал свою лошадь. «Погоди-ка минутку! Эй!» — прохлепела она, окинувшись из входной двери и крепко ухватившись за одну из его седельных сумок. «Так ты недружелюбный малый! О! А ты всё-таки красавчик!» — нащупав пульс на правой руке, она добавила. «Глянь-ка! Взял и повысил пульс аж до 150 ударов в минуту! Я пережила уже два искусственных сердца, знаешь ли! Ставлять третье было бы смертью для меня! Если я умру, то это всё будет твоя вина!» — сказала она путешественнику. «Я буду являться тебе до конца твоих дней!» — я привык. После ответа Ди и мама Кипш скинула взгляд, будто только что вернулась к реальности. Похоже, когда она пристально смотрела на него, то даже забывала, как дышать. Кивнув, она сказала. «Неужто? Полагаю, что да. У тебя невероятная аура. Не думала, что так запыхаясь, пробежавшись немного. Но теперь я вижу, что ты пугаешь меня до смерти. Скольких людей ты убил этим мечом, а? Если у вас нет ко мне дела, то я пойду». «А я говорю, стой, чёрт возьми. Если ты всегда так холоден к людям, ничем хорошим для тебя это не кончится». После мама Кипш добавила. «Хотя думаю, даже если не холоден, всё равно тебя не ждёт мирная смерть. Постой же! Что стало с останками моего внука?» «Я опустил их вниз по течению реки», ответил Ди. Такими были его указания. «Ложь!» Старуха сердито топнула ногой. «Кому могло понадобиться, чтобы кто-то бросал его тело в реку? Для начала, если это случилось лишь в шести милях отсюда, то не так уж далеко было бы вернуть его. Я думаю, ты пытаешься что-то скрыть». Он сказал, что не хотел бы, чтобы вы видели тело. Судя по всему, он налетел на множество скал в течении. «Хотите узнать детали?» «Нет, избавь меня. Я буду на окраине города», — сказал ей Ди. «Найдите меня, если захотите узнать что-нибудь ещё». Едва лошадь тронулась, мама Кипш отпустила её. Как только всадник отъехал достаточно далеко, чтобы, обернувшись не увидеть знахарки, хриплый голос проговорил. «Вот так, старушенцы!» Забавный возглас исходил от левой руки Ди, державший поводья. «Конечно, если бы она не была таким упрямым старьём, её внук никак бы не смог сделать то, что он сделал». Хихикнув, голос добавил. «Пусти лова по течению, говоришь?» Тут голос зашёлся в страдальческом крике. Ди хоть и крепко сжал свою левую руку, но даже не с долей той силы, которую управлял поводьями. Направившись прямо к краю деревни и пропетляв по нескольким узким дорожкам, Ди добрался до груды загадочных руин. Возвышаясь в центре поляны, покрытой буйным зелёным деревянным ковром, стены из камня и металла выглядели так, словно в одних местах были расплавлены чрезвычайно высокой температурой, а в других осыпались. Хотя конструкции уже не хранили свои изначальные формы, намётанный глаз обнаружил бы остатки каменной кладки фундамента, мощёные коридоры и границы, очерчивающие каждую отдельную комнату. Руины посреди травы и белых цветков, покачивающихся на ветерке, достигали более 600 футов в диаметре, что в некотором смысле отлично демонстрировало тщётную природу смертного бытия и чёрствость ветров времени. Пройдя то малое, что осталось от бронзовых ворот и каменных колонн, Ди вошёл в руины. Ветер взрывёл над ним. Возможно, из-за особенностей какой-то древней архитектурной технологии ветер проносился через ворота и принимался странно и сердито свистеть, прежде чем удариться опутников чёрным. Привязав своего коня-киборга к деревянному шесту, который, похоже, был частью изгороди, а затем прихватив седло и сумки с него, Ди внимательно посмотрел на запад. Зелёные холмы тянулись и тянулись, будто сойдя с чьей-то картины, на вершине самого дальнего из них выселся внушительный замок. Здешнюю местность в принципе можно было назвать гористой, и тогда как поместья аристократов в таких местах главным образом служили крепостями, этот стал исключением. Он был выстроен с изяществом и отделан в соответствии с характером тех, кто жил в ночи. Вне сомнений, это был замок принцессы, который упомянули смертоносные рыцари. Однако Ди без какого-либо особого чувства вернул взгляд к руинам и стал обходить едва сохранившуюся крышу и бастион размеренной походкой, как будто проводя своего рода осмотр. Когда он преодолел половину пути по периметру, послышался нарочитый гул мотора в приближающейся с той же дороги, что привела его сюда. Елена и её друзья остановили свои мотоциклы перед развалинами, воздух принёс тяжёлый запах бензина. Едва байкеры собрались выйти на площадку, как застыли на месте, словно получив удар током, а затем отступили, когда появился Ди. Даже сирены, соблазняющие на погибель капитанов своими милыми личиками и сладкими песнями, наверняка с одного взгляда пали бы жертвами его красоты. Однако намного превосходила его неотразимую внешность устрашающая аура, которая ножом вонзалась плоть всех, кто лицезрел его, что дало или не почувствовать, они имеют дело со злом гораздо более могущественным, чем четыре рыцаря. «Я приехала сюда, потому что у меня есть к тебе разговор». Девушке наконец удалось заговорить, слова застревали в горле, и голос звучал очень хрипло. Какой это будет разговор. Кажется, когда молодой человек заговорил, его странная аура ослабла, и Елена смогла свободно вздохнуть. У неё слегка закружилась голова, но она смогла устоять на месте, её друзья смотрят, она не может ударить в грязь лицом. Прокашлявшись, она сказала. «Ты произвёл на нас неизгладимое впечатление, так что мы подумали разрешить тебе присоединиться к нашей команде». Глядя, как Ди поворачивается к ним спиной, члены группы обменялись взглядами. На их лицах не было ни смятения, ни гнева, они собственными глазами видели истинную силу путешественников чёрном. Молодой человек, оседлавший мотоцикл, что был немного больше остальных, поднялся с места. Судя по размеру байка, ростом он был около шести с половиной футов. «Говорил о тебе, Лена, он на это не пойдёт», — произнес байкер. «Серьёзно, зачем бы ему вообще к нам присоединяться? Как бы ты там ни думала, он намного жёстче, чем мы. Всё, что мы можем сделать, это добиться его расположения». «Я не буду кланяться и расшаркиваться с каким-то бродягой, неизвестной с какой дыры взявшимся», — воскликнула девушка. Румянец расцвёл на её щеках. Сжав губы в тонкую линию, она продолжила. «Всем направляться в бар-гро. Я собираюсь остаться и прояснить кое-что». «Эй!» — выпалил здоровяк. «Кто тут главный, Сталь?» «Ты! Я не думаю, что кто-то здесь сомневается в этом. Просто на сей раз... На сей раз я сама по себе». «Ну, хочешь высказаться?» «Думаю, ты всё время только и делал, что присматривал за мной, не так ли?» Глаза девушки сверкали злым огнём, заставившим здоровяка Стале замолчать. «Хорошо!» — убедил себя Сталь, опустив взгляд. Вновь схватившись за руль, он прокричал. «Все слышали, что она сказала?» «На едем, Гра!» Убедившись, что гул выхлопов и остальные следы их присутствия исчезли, Елена впилась взглядом в руины. Путника нигде видно не было. Положив одну руку на левую сторону груди, девушка попыталась вернуть контроль над своим дыханием. Оружие, которое она намотала вокруг талии, считалось ненадёжным, однако Елена отправилась в руины твёрдой походкой, делая один шаг с другим по брусчатке. Вскоре она нашла лошадь, но денег где не было, руины занимали довольно большую площадь, и мест, где можно спрятаться, было предостаточно. Ещё в детстве играя здесь, Елена знала местность как свой собственный двор, но найти путника с первой попытки будет непросто. «Погоди, вот увидишь. Я покажу тебе, чего ты добьёшься, избегая меня!» Пока она говорила, её правая рука, покоящаяся на бедре, взметнулась, чёрная полоса выстрелила и накрутилась вокруг одной из каменных балок руин. Через секунду Елена легко взмыла в воздух. С верхушки самой высокой балки, около тридцати футов, ей открылся общий вид на развалины, но как бы она не напрягала глаза, всё, что смогла обнаружить, это скудные пятна зелени между руинами и землёй внизу. Елена предполагала найти Ди, но тут повернула взгляд на запад, её губы скривились, а зубы скрипнули, ещё прежде, чем глаза сосредоточились на поместье. Как только гнев достиг своего пика, раздался голос позади. Даже не думая об этом. Елене потребовалось целая секунда, чтобы в изумление обернуться. Этот факт показывал, насколько рассержена она была. Металлический лёск отозвался в её правой руке, а из кулака протянулась длинная тонкая цепь с грузом размером с камушек на одном конце. Это была та же самая цепь, что позволила ей забраться сюда. Невероятно красивый юноша, что стоял позади неё, был встречен острым, как бритва взглядом. «Эти развалины не сделали тебе ничего плохого», — заговорил Ди. «Ну так я отыграюсь на тебе», — ответила Елена, поигрывая цепью в руке. Вокруг её точёной талии было намутано должно быть около пятидесяти футов цепи, «таким вещам девочек в школе не учат». Если бы в тот момент Ди не показался, то она, вероятно, сломала бы несколько балок или пробила дыру в потолке. «Ты, наверное, просто дурак», — продолжала девушка. «И чтобы кое-что прояснить, если ты думаешь, что мы боимся тех паршовых рыцарей, то глубоко заблуждаешься». «Чего ты хочешь?» — спросил Ди. Ветер трепал кромку её чёрного плаща. Некоторые нити распустились, и стала видна подкладка. Край одежды был весьма поношенным. «Сделать это!» — воскликнула девушка. Жужжащая чёрная вспышка прорвалась сквозь ветер, чтобы обернуться вокруг руки и туловища Ди. «Ха!» — выдохнула Елена, но ветер поглотил её крик. Она удивлённо уставилась на ветку дерева, который обмотал её цепь. Ди, похоже, всегда был наготове. Он, несомненно, ещё раньше понял, каким оружием она владела. Он стоял ровно на том же месте, что и прежде. «Ты хорош!» — заметила Елена. Второй бросок стрелой помчался Ди в грудь. Он развернул одно плечо к девушке и уклонился от бесконечно тянущихся звеньев. Позади него цепь резко развернулась и, ничуть не замедляясь, возвратилась в противоположном направлении, намотавшись вокруг шеи Ди. «Сопляк!» «Кажется, это первый трюк, который ты выучил саделась цепью. Но и где теперь все твои уловки?» — спросила она. «Или в прошлый раз тебе просто повезло?» «Не вполне!» Елена невольно огляделась вокруг. Она не думала, что только что услышанный ею хриплый голос принадлежал Ди. Секунду спустя чернильная чёрная фигура взмыла в воздух, движение было настолько неожиданным, что у Елены не оставалось выбора. Свет блеснул у неё над головой. Свизгом девушка вытянула вверх обе руки. Елена нашла удивительную свою реакцию, даже учитывая выдающиеся рефлексы, которыми она была одарена. Её цепь со званым остановила сталь, но она не смогла пошевелиться. Ди держал меч одной рукой, а Елена использовала обе. Принимая во внимание различия в силе полов, она всё время должна была, по крайней мере, быть в состоянии отпрыгнуть в сторону. Всё же она совершенно не могла двинуться, как будто её тело обратилось в свинец. Правда, это было не совсем верно. Руки продолжили опускаться, медленно, но верно. Когда край цепи всё-таки коснулся её лба, Елена закричала. «Я сдаюсь!» Она прокашляла слова, словно выплёвывая кровь. Часть третья Если быть до конца честными, она совсем не была уверена, что её слов будет достаточно, чтобы спастись. «Он просто убьёт меня здесь и сейчас!» Таким было её самое сильное чувство. Где-то в душе она думала, что смерть неминуемо настигнет её в лице этого юноши. Вот почему она так удивилась, когда ощущаемое ею давление вдруг исчезло. Однако сюрпризы на этом не закончились. Ди обернулся на поместье, словно вовсе потеряв к ней интерес, и девушка увидела его правую руку. «А где мяч?» Воскликнула она. Тут каждый дюйм её кожи покрылся мурашками. Она видела блеск стали, почувствовала, как она ударилась о её цепь, и даже услышала звук. Всё это отличало жестокий удар умелого клинка. Однако ей стоило спросить себя, не было ли всё это иллюзией. Мог ли удар, который она едва сумела остановить, а затем изо всех сил совершенно безуспешно пыталась отклонить, быть нанесён лишь голыми руками. «В поместье есть кто-нибудь ещё, кроме этих четырёх рыцарей?» Прошло несколько секунд, прежде чем девушка поняла, что Ди задал ей вопрос, и в течение ещё пары секунд она не отвечала. «Я не знаю. Никто не бывал внутри?» Это всё, что она сказала перед тем, как понурить голову. Она поняла, что если бы Ди держал меч, она бы ни за что не остановила его, и была бы неминуемо разрублена пополам. Потом она вдруг о чём-то задумалась. С отчаянием на лице, вновь скинув голову, она спросила. «Тебе там что-то нужно? Скажи, может такое быть, что ты охотник на вампиров, а?» «А снаружи бывало?» Спросил Ди. «Конечно, бывало. Много раз», ответила Елена, чувствуя, как в центре груди начала жечь. Кровь по капле вновь побежала в её холодное сердце. «Около стен замка нет никаких защитных систем. Раньше в блэе времена там чего только не было установлено, а теперь если что-то есть, так только внутри». «Как насчёт входов?» «Только ворота замка. То есть есть кое-что ещё. Но это было давным-давно, когда некоторые люди из деревни готовились к партизанской войне и заранее проделали дыру в стене. А недавно, возможно, дня три назад, я как раз была там и дыра ещё на месте. Не волнуйся», добавила Елена. «Она достаточно широкая, чтобы ты пролез. Но отправишься туда?» «Если у тебя нет ко мне больше дел, езжай домой». «Ни за что. Возьми меня с собой!» Воскликнула Елена, чувствуя силу, растекающуюся по телу. Всё отчаяние как рукой сняло. Молодой человек, победивший её, словно бы она была просто ребёнком, собрался драться с аристократкой в поместье. Одной мысли об этом было достаточно, чтобы заставить тело дрожать от волнения. «Я просто не выношу этих кривляк», сказала Елена. «В особенности принцессу. Ну же, ты должен разрешить мне помочь. Я забираю назад свои слова. Для меня не проблема, что ты будешь всё контролировать». Одной ненависти недостаточно, чтобы уничтожить аристократа. Холодно отозвался Ди, глядя в небо. Елена предположила, что он рассчитывал, сколько времени у него есть до заката. Фигура в чёрном небрежно наклонилась вперёд и беззвучно слетела вниз с высоты 50 футов. Его раскинувшийся плащ напомнил девушке какое-то существо. Выглядело совсем как... Когда путник направился к своей лошади, девушка окликнула его. «Я тоже поеду!» С этим криком Елена крепче жила цепь и бросилась вслед сзади. Уже через пять минут после отъезда из руин Елена обнаружила, что её захватывает новые чувства изумления. Мотоцикл предполагал быть вдвое быстрее обычной лошади-киборга, однако ей едва удавалось держаться в равен со скачущим всадником. Не было похоже, что он едет на заказные модели, так что единственный вывод, к которому она пришла, состоял в том, что такое происходит из-за его навыка верховой езды. Когда они добрались до подножья холма, Ди оглянулся на девушку и сказал «Жди здесь». «Нет уж». Елена качнула головой. «К тому же я даже не сказал о тебе, где находятся дыра. Плевать, насколько ты хорош, будешь искать её до самого захода солнца. А как только это случится, как бы тебе это не нравилось, принцесса войдёт в свою стихию. Если это не произойдёт, то днём здесь рыщат четыре рыцаря. Тебе могут понадобиться все друзья, которые у тебя есть». Ничего не ответив, Ди подъехал к мотоциклу и наклонился. Его левая рука вытянулась, и он схватился за руль. Секунду спустя отпустил его и развернул свою лошадь кругом. Он не ударил и не пришпоривал её, просто ехал, держа в руках поводья. «Что за наглость?» фрыкнула Елена, но, крутанув ручку газа, вытрущила глаза. Мотоцикл не двинулся с места. Двигатель работал, а трансмиссия не функционировала. «Да ты меня разыгрываешь!» буркнула она. «Я только этим утром наладила эту хреновину!» Едва удостоив Елену взглядом, когда-то в ярости сражалась с дросселем, чёрная пара, всадник и конь, мигом растворилась вдали. «Ты за это заплатишь, сволочь!» в сердцах прокричала Елена. Расположение территории вокруг поместья и места ловушек Ди держал в памяти. Лабиринты, трясины, топи, усаженные копьями ямы, рои чудовищных насекомых были не единственными смертельными ловушками, которые могли оказаться неизбежными для посягателей. Управляющий всем электронный интеллект непременно тоже нес свою несменную вахту круглые сутки. И даже если кому-то удалось бы проскользнуть через всю эту защиту, то его поджидали бы четыре рыцаря, в такое место не отправится тот, кто дорожит своей жизнью. Ди продвигался бесшумно. Вдруг декорации поменялись, зелень настолько тёмная, что казалась почти чёрной, была подчистую выкорчевана, оставив красновато-бурую почву голой. Простирающаяся перед ним картина, лишённой единственного камня, дерева или травинки, представляла собой незнающие жалости, разорение и гибель. Ничуть не колеблясь, Ди поехал прямо по этой земле. Вскоре он услышал приближающийся звук бегущей воды. Проехав ещё пять минут, лошадь и всадник обнаружили, что путь им преграждают мощный поток. Прозрачное, как стекло, река, похоже, сворачивала от холма на запад, где вырисовывался замок, мчась вперёд, дабы обеспечить водой весь регион. Далее, вверх по течению, приблизительно в 60 футах от местонахождения охотника, на высоте 30 футов берега реки соединял верёвочный мост. В ширину он был в три раза больше, чем в длину, и заканчивался у крутого обрыва, ведущего к воротам замка. Когда Ди оказался всего в 15 футах от моста, голос, который слышал только он, произнёс, «Здесь определённо что-то не так». Слова раздались вблизи его левой руки, держащейся за поводья. Кустарник, через который мы прошли раньше, это река, мост, всё нашпиговано всяческими ловушками. Вот что мне подсказывает нутро. «Что?» Воскликнула рука. «Но ты уже начал ехать по нему! Ты ведь не слушаешь, да?» Несмотря на все протесты и недовольства голоса, Ди пересёк мост без происшествий и подошёл к дорожке, бегущей словно тоннель, сквозь ряды деревьев с переплетёнными ветвями. Солнце погасло, а тени и свет сформировали живую мозаику на всаднике и его коне. «Смотри-ка, началась!» Сказал голос. В круглом выходе с укрытой дорожки стояла кроваво-красная лошадь с седоком. Воздух зазвенел, предвещая бой. Это была территория врага, идея окажется в совершенно невыгодных условиях. Всё же прекрасный охотник двинулся вперёд без колебаний или страха, как будто он ходил этим путём всегда. Красный рыцарь остался на месте. Несокрушимая сила и неподвижный объект, что произойдёт, когда оба они встретятся. Даже листья на ветвях, переплетённых над головой, в этот момент, казалось, прислушивались, широко распахнув глаза. Однако красный рыцарь быстро шагнул в сторону. Ди проехал совсем рядом с ним по укрытой дороге, как будто это было вполне естественно, он даже не взглянул на своего грозного соперника. «Я прибыл, чтобы встретить тебя и служить твоим проводником!» Сказал красный рыцарь голосом, похожим на скрежет металла, после того, как охотник сделал несколько шагов мимо него. «Мне не нужен проводник», — отозвался Ди. «Боюсь, я не могу этого позволить. Мы уже некоторое время знали, что ты придёшь. У меня есть приказ от принцессы встретить тебя, но ничего больше не предпринимать». Солнце всё ещё стояло высоко. Это было время, когда знать должно было спать. Однако существовали некоторые, кто просто ложился в гроб, но продолжил бодрствовать. Ударив коня в бока, красный рыцарь подъехал к Ди. «Независимо от твоих желаний», — продолжил он. «Я буду служить твоим проводником. Такова моя обязанность перед госпожой». Продолжая смотреть вперёд, Ди спросил. «Что бы ты делал, если бы я пошёл на тебя с мечом?» Редко охотник задавал такие вопросы. «У меня бы не было выбора, кроме как стоять и быть сражённым. Мне не давали распоряжение драться». Эти поразительные слова выходили из уст рыцаря, жестокость которого не имела себе равных. «Значит, ваша леди очень важна для тебя?» «Верно!» «А если бы тебе приказали сделать это, то ты мог бы стоять в стороне и смотреть, как я убиваю твою принцессу и остальных?» Спросил Ди. «В таком случае я убил бы тебя, а потом покончил с собой», ответил красный рыцарь. «Однако нет никакой нужды волноваться на этот счёт». То нам непоколебимые веры продолжал он. «Если ты думаешь, что принцессу могут убить подобные тебе, ладно, как только ты встречишься с ней, то поймёшь». Ничего больше не говоря, он продолжил ехать. Через пять минут эти двое подошли к основанию широкого обрыва с уклоном приблизительно в 60 градусов. Наверху виднелись поместья, окружающие его стены. «Этот обрыв — последняя линия обороны», сказал красный рыцарь. Его обычного голоса было достаточно, чтобы заставить детей побледнеть, но теперь в нём был странный оттенок ностальгии. «В минувшие дни», продолжил он. «Мы спускались по этому склону, чтобы встретиться в бою с нашими врагами, с теми силами, что значительно превосходили нас по численности и забрались так далеко. Однако даже самый многочисленный из противников никогда не заполучал вершину этого обрыва. Мы выстраивались в железную стену, где нападавшие волна за волной разбивались, пока враг в конечном счёте не отступал, но всё это было уже очень давно». Его голос прервался, и когда он снова начал быстро говорить, его тон вновь изменился. «Что мы сделали тогда и делаем теперь? Всегда вызвано личностью нашей принцессы, которая защищает эти уединённые земли. В здешнем мире говорят о скором конце знати, но мы не признаём, что такое случится. Мы не позволим подобных разговоров о владениях нашей принцессы, поскольку здесь аристократы всё ещё блистают в своём величии». Багряная лошадь поставила одно копыто на крутой склон, то, как она так легко поднималась, казалось, бросало вызов законам тяготения. После восхождения примерно на 150 футов рыцарь спросил. «Тяжело не отставать?» Но когда он обернулся, то увиденное заставило его глаза под шлемом широко раскрыться. Деб был всего в трёх шагах позади него. Почва, покрывающая обрыв, осыпалась бы с пугающей лёгкостью. Это должно было помешать противникам подняться выше. Забираться по нему спокойным шагом требовало от наездника навыков, гораздо превосходящих те, какими обладало большинство. Сбрасывая вниз чёрную землю, двое закончили подниматься на склон и вскоре добрались до ворот. Башни, украшающие все четыре угла поместья, переходы, связывающие все меньшие здания, и само поместье всё имело величественный вид, но тех, кто созерцал это сооружение, охватывало совершенно иное впечатление. На высоких каменных стенах тысячи трещин образовали паутину, шпили башен готовы были обрушиться, а каменная кладка была изрешечена дырками, которые изъяли, как пустые глазницы. И пока крестообразные антенны для использования силы, ветра и электроэнергии в воздухе продолжили вращаться, служили они только для того, чтобы в сравнении с ними остальная часть этого места выглядела мёртвой. Это определённо были руины. «Откройте ворота!» — гаркнул красный рыцарь. Его голос был достаточно громким, чтобы разогнать воздух перед ртом и создать вакуум. «По приказу принцессы я доставил Ди!» — добавил он. «Откройте ворота!» Скрежет железа, а железо раздался прежде, чем эхо его голоса затихло, и сверху опустилась чёрная тень. Между рыцарем-охотником и воротами пролегал глубокий и сухой ров, дверь, прикрывающая ворота, фактически служила подъёмным мостом. В то время как подобное приспособление подходило к репости, оно едва ли соответствовало поместью такой простой, но изысканной планировке, по обе стороны от подъёмного моста тянулись, исчезая в замке две массивные цепи. Когда мост опустился вниз с глухим, сотрезшим землю стуком, пара пересекла его и вошла в замок. Они вошли в передний двор поместья, Див встретил унылый вид. Кустарники и кучки скопившихся мёртвых листьев напоминали хаотичные пики, оставшиеся после размытой почвы. Крыши всех беседок были разломаны, а в части главного поместья сохранились лишь белые колонны. В немилосердно выставленном на солнечный свет окружении не было ни отое изящество, которое термин «угасание» мог бы подразумевать, и только свет подчеркивал несуразную природу обстановки, пуская мурашки по спине. «Не позволяй ничему из этого вести тебя в заблуждение! Это просто дневной образ!» Сказал красный рыцарь путнику, когда его лошадь направилась к флигелю, который по сравнению с остальным оставался более-менее в сохранности. Комната, в которую зашёл Ди, казалось, кем-то поддерживалась в порядке, поскольку в ней всё ещё хранилась роскошная золотая и хрустальная мебель из даты своего давнего изготовления. «Как ты наверняка знаешь, придётся дождаться ночи!» С этим последним замечанием красный рыцарь направился к двери, затем он остановился, а когда обернулся, то Ди стоял прямо позади него. «Да ведь ты...» Протянул рыцарь, когда самая невероятная аура ударила ему в лицо, и он впервые понял, что в действительности собой представляет прекрасный юноша. «Лишь однажды в прошлом кое-кто меня так разозлил!» Сказал рыцарь. «Ты тоже из таких... охотников на вампиров?» «Да, я охотник», ответил Ди. «Где мне найти принцессу и всех остальных?» Когда Ди задавал вопрос, обе его руки свободно лежали по сторонам, ни один мускул не дрогнул, и это действительно сбивало с толку. Вот единственная причина, почему его стоит бояться. «Ты серьёзно думаешь, что я скажу тебе?» Наконец ответил красный рыцарь со смешком. «Убьёшь меня? Пусть будет так. Будет приятно сразиться с тобой. Однако моя принцесса приказала не поднимать на тебя руку, даже если ты направишь на меня свой меч. По крайней мере, этим путём ты не пройдёшь. Ди, я встречу тебя снова в ином мире!» Рыцарь возвышался перед дверью, его грудь решительно вздымалась. Он был сущим цербером, охраняющим вход в гадост. «Разве ты не побежишь?» спросил Ди. Красный рыцарь зашёлся в громовом хохоте. «Не думаю, что прежде слышал подобное выражение». Хоть это и могло означать его собственную смерть, рыцарь, казалось, был намерен следить за каждым движением клинка Ди. Но когда глаза его широко распахнулись, в их глубине отразилась внезапная вспышка, вспышка чёрного. Увидев, что гигант теряет сознание от удара в самую тонкую часть брони, в ротнику горла, Ди развернулся, его ножны и меч по-прежнему держались на спине. «А, но он был несговорчивым малым!» Послушался восторженный, тихий голос из левой руки охотника. Красный рыцарь не упал, он лишился сознания, но всё же продолжал стоять там, как рассерженный храмовый страж. «Ну вот и всё. Не возражаешь, если я спрошу?» Продолжал бестелесный голос. «Ты собираешься его отпустить, или у тебя на уме что-то другое?» Захихикал он, но его смех оборвался придушенным схлипом. Стиснув левую руку так сильно, что можно было сломать собственные пальцы, Ди оттолкнулся от пола. Края его плаща развернулись подобно крыльям, и он, загадочные птицы, взмыл к окну под потолком в пятнадцати футах над ним». Глава вторая Поместье Рос Часть первая Спустя несколько минут Ди вступил в зал у самого поместья. Даже с находящимся без сознания красным рыцарем, у него по-прежнему оставалось здесь по крайней мере три врага. Пусть ему только предстояло увидеться с последним из квартета, судя по навыкам остальных, четвёртый рыцарь обычным противником не был. Лестничная площадка в целом оставалась неповреждённой, на потолок местами обрушился, и столбы солнечного света соскальзывали на пол. Разумеется, целью Ди была могила женщины, которую все называли принцессой. В большинстве случаев у аристократа имелась уединённая могила на краю какого-нибудь сада, но часто бывало, что такие места упокоения можно было отыскать и в подвале главного здания. На этом основании можно было рассудить, что охотник сначала обыщет поместье, а уж потом обойдёт сады. Осмотрев всё в зале, Ди направился к двери в дальнем его конце. Позади него раздался голос, похожий на звон золотого колокольчика. «Я очень рада, что ты смог прийти». Когда Ди обернулся, глаза его наткнулись на смутную фигуру, светящуюся и мерцающую. Было видно, что это женщина в белом платье, однако дрожащий свет словно проходил сквозь некую поляризующую призму, и лицо женщины оставалось неразличимым. Перед тем, как Ди столкнулся с ней, он уже знал, что найдёт голограмму. Было ли её лицо скрыто, потому что она думала, что такого качества изображения будет достаточно, или потому, что она не хотела быть узнанной, оставалось неясным. Это могло также означать, что принцесса не была уверена, на что способен Ди. «Я хозяйка поместья», сказала она ему. «Зови меня принцессой». Всякий, кто слышал о репутации леди этого поместья от жителей деревни Сакри, был бы совершенно озадачен её голосом. Манера у неё была столь же утончённой, как и у любой женщины двадцати лет, но разговаривала она словно маленькая девочка. «Чёрный рыцарь говорит мне, что ты не снимал меча со спины и всё же запугал синего и красного рыцарей. Мне нравятся сильные мужчины». «Будь любезен, подожди немного, пока я не смогу встретить тебя воплоти. Ты можешь покинуть эту комнату, если хочешь, но даже днём здесь небезопасное место для прогулок. У меня подготовлена другая комната для тебя, наведайся туда, если захочешь. Правда, если ты таков, как я о тебе слышала, я не жду, что ты будешь вести себя прилично». «По твоему приказу красный рыцарь не использовал оружие». Обратился Дик с проектированной картинки. «Если бы я направил свой меч против него, ты потерял оба ценного слугу». Надыменно засмеявшись, принцесса ответила. «Так ты принимаешь меня за какого-то бесчувственного злодея, который ни капельки не заботится о жизнях своих подчинённых? Я же говорила, я тебя знаю. Если ты такой, как я о тебе думаю, ты не убьёшь беззащитного». Мерцающее изображение женщины громко рассмеялась. «Ты можешь искать меня, но не найдёшь. И красный рыцарь умрет прежде, чем расскажет тебе что-то. Ходи, сколько тебе вздумается. Скоро здесь будет наш мир. Никак не могу дождаться этого». С её последними словами свет мигнул и исчёз. «О, она хороша». Заметно заинтересовавшись, проговорил голос из левой руки охотника. «Маш, ты говоришь, как дурочка, но всё-таки поняла, кем ты на самом деле являешься только из того, что её слуги ей рассказали. Она настоящая волковича шкуря». Хохотнув, голос добавил. «Я тоже с нетерпением жду встречи с ней». Дина это не ответила, направился к двери в дальний конец зала. По всей видимости, он вовсе не собирался бросать свои поиски. «По-моему, я велела тебе прекратить это». Раздался голос позади охотника, останавливая его. Света добросил на дверь слабую тень Ди. «Ты слишком настырный для такого хорошенького юноши. Женщинам не нравится, когда за ними подглядывают в спальне. Дождись ночи. Ведь именно тогда используют постель. Но если ты собираешься продолжить в том же духе...» Её слова превратились в короткий вскрик. Маленькое отверстие открылось на груди светящейся женской фигуры, но тут же вновь закрылось. Создаваемое светом лицо обернулось и посмотрело назад. Поспешно, снова повернувшись к Ди, она спросила, «Что это было?» Она, очевидно, не могла даже предположить, что Ди бросит в неё деревянную иглу. Похоже, совладав с собой, принцесса добавила, «Чтобы так напугать меня, когда я состою только лишь из электронов, ты должен быть невероятным человеком. Думаю, что смогу убить тебя несчетное количество раз». «Ты как-то слишком самоуверенно», сказал Ди, отвернувшись. «Ах, как мило. Ты наконец-то заговорил со мной. А мне уж стало интересно, есть ли у тебя вообще язык. Где твоя могила?» «Думаешь, я скажу тебе?» Свет мигнул, она улыбнулась, а всего несколько секунд назад была напугана атакой Ди. «Ладно», продолжила она. «Поскольку ты попросил вежливо, я скажу тебе. Будет так волнующе наблюдать, сможешь ли ты открыть крышку гроба, прежде чем придет мое время. Там». Луч света засеял из кончика светящегося пальца. Он направил взгляд Ди в центр разрушенного внутреннего двора, но там не было ничего, чтобы указывало на могилу. «Сходи, посмотри сам. Я составлю тебе компанию», сказала принцесса, «то он ее оживился». Было крайне смело показывать ему собственное место упокоения средь бела дня, ведь она знала, на что был способен Ди. Однако какая-то простота в голосе женщины создавала впечатление, что она не была ни самонадеянной, ни глупой. Стоя в указанном ею месте, Ди осмотрелся вокруг. «Ты ведь не видишь, да? Мой гроб захоронен в земле, и тебе понадобится больше, чем грубая сила, чтобы откопать его», рассмеялась принцесса. Не говоря ни слова, Ди встал на колени и приложил свою левую руку к земле. «Пятнадцать футов, плюс-минус!» Через мгновение отозвалась рука. Услушав это, светлая фигура ахнула. «Надо же!» Ди высоко поднял левую руку. Во внезапном порыве ветра светящееся изображение женщины бешено замерцало. Как будто левая рука охотника всасывала не воздух, а скорее сам рог от небес. Видела ли сияющая женщина крошечный рот, что появился на ладони? Заметила ли она синее пламя, горящее глубоко в его горле, будто разожжённое поглощаемым ветром? Если бы кто-то ещё видел это, то, конечно, подумал бы, что рука охотника проглатывала само синее небо. А потом, спустя несколько секунд, звук просто прекратился. Рот закрылся. Потеряв направление, порыв воздуха подбросил волосы Ди и обрушился на травянистую землю. Что же это было? Призрачная женщина даже не пыталась скрыть удивление и искреннего любопытства, окрасивший её голос, когда она подалась вперёд. Ди вновь опустил левую руку на землю. Она легко прошла сквозь почву до локтя. Переместив руку в другое место, он проделал то же самое. Повторив странное действие несколько раз, он проделал дыру примерно три фута в диаметре. Если Ди спустится в яму и продолжит свои действия, то сможет прорыть вниз пятнадцать футов меньше, чем за пять минут. Хитрец, сказала светящаяся женщина. Не думала, что ты прячешь какой-то козырь в рукаве. Как удобно. Прям юмористка, фрыкнула рука, о которой шла речь. Но я не стану смотреть, как легко ты добираешься до моей могилы. Боюсь, что мне придётся вмешаться. Выходите. Чистым, словно хрусталь, голосом выкрикнула она. Но ничего не появилось, несмотря на сказанное женщиной. Тишина вновь воцелилась над заброшенными руинами сада, где в солнечный свет без всяких предубеждений делился своей благодатью с аристократкой. Ди снова выпрямился, только он мог ощутить, как что-то формируется в тишине. В этом не было жажды убийства. По сути, у этого, казалось, вообще не было эмоций. Голограммы? Произнес охотник, когда почти дюжина фигур окружила его. Каждая из них находилась на расстоянии приблизительно двенадцати футов. Войны. Все они были облачены в лёгкую броню из металлического сплава, с похожими на плавник пластинами, прикрывающими плечи и подмышки. Их броня имела стиль, присущий исключительно аристократам в Северном фронтире. Кроме того, каждый воин был прозрачным. Хоть сквозь их грудь и более плотные части лиц можно было различить лишь чёрные контуры, каменные колонны и деревья вполне чётко просматривались через такие места, как их животы и голени. Эти воины не были из плоти и крови, но были просто сгустками электронов. Взгляни на стражи моего замка, убьёшь их, и они не умрут. Однако вполне смогут убить своих противников. Обидись сам. Пока сияющая фигура говорила, рыцари в доспехах прошли прямо сквозь неё и направились к Ди. Огромные дворучные мечи, которыми они замахнулись на охотника, имели шестифутовые лезвия. Изначально это оружие было предназначено для использования против бронированных боевых коней и танков. Дождавшись, когда гудящие мечи уже готовы были раскроить его голову, Ди достал свой клинок. Он явно рассек пополам туловище рыцаря, но там лишь пробежала бледная линия, да появились две или три рябины, как будто бы от электромагнитных волн, прежде чем даже они исчезли. Наблюдая, как её приспешник без усилий поднимается с места, на которое он опустился, женщина надменно расхохоталась и произнесла. «Мне всё равно, что ты являешься охотником на вампиров. Тебе никак не удастся убить скопление электронов. Зато они смогут убить тебя». Хохочущая фигура указала на ноги Ди и разрубленный на двое белый камень работа лезвия, также составленного из электронов. Туманные силуэты прояснились, когда сузили кольцо вокруг Ди, но как же ему уничтожить противников, которых он не может даже порезать? «Что же ты будешь делать теперь, охотник?» поинтересовалась женщина, откинув голову назад с очередным надменным смешком. «А вот что». Ответил хриплый голос, но было неясно, достигли ли слова слуха принцессы. Проскочив под широкий замах двуручного меча того же самого облаченного в доспех рыцаря, Ди полоснул диагонально по призрачному воину от левой стороны шеи к правому бедру. Вновь тусклый блик обозначил путь лезвия через тело, и женщина, как прежде, засмеялась, но внезапно остановилась. Синяя линия сверкнула вновь, но не исчезала, а верхняя половина тела воина медленно съехала с нижней половины. Даже после того, как туловище упало на землю, ноги продолжали стоять. Затем на зараной потянулись прожилки голубоватого света, еще ярче озаряя пейзаж позади воина, перед тем, как его тело разбилось на миллионы осколков и исчезло. «Мои глаза обманывают меня? Ты действительно хорош?» В голосе женщины проскальзывало волнение. О чем она думала? «Взять его!» закричала она. «Убейте его, наконец!» По ее приказу строжи предприняли смертельный бросок, их двуручные мечи и копья блеснули на солнечном свете. Диа встретила их лицом к лицу, непреломляемые, как предполагалось, копья были разрублены пополам, а мечи, встретившие лишь пустое пространство, полетели по воздуху вместе с державшими их руками. Вероятно, глупо было бы выяснять, какой прием позволил охотнику прорубиться сквозь скопление электронов. В считанные три секунды Ди одолел призрачных атакующих, несколько бледно-голубых вспышек молний пронеслись по саду и вновь воцарилось спокойствие. «Впечатляет! Я никогда не видела никого столь невероятного!» Заметила светящаяся фигура с неподдельным сожалением. «Если ты можешь победить иллюзии, нет способа тебя остановить. Даже не знаю, закончить ли мне сейчас?» «Ах да, у меня ведь есть и другие стражи!» Сказала принцесса, обратив свое сверкающее лицо к небесам. Черное пятно появилось на голубом небе, стремительно распадаясь на несколько частей поменьше, снижаясь и задавав духа окружая Ди. Одной из самых зловещих фраз, передававшихся со времен далекого господства аристократии, была «Стражи сверху!» Яркий пример такой защиты видели в Южном Фронтире. Во владениях знатной семьи известны как Брогданс. Их территория занимала тысячи квадратных миль, и все необходимое для ее защиты приходило с неба, стрелы, плавящие стальмолнией, разрушающие почву урагана кислотного дождя, и даже чудовищные звери, которые могли прогрызть себе путь через механизированную армию. А сейчас Ди был окружен стаей гигантских пауков, они были три фута высотой, имели тела длиной больше шести футов, от одной ноги до другой было больше тридцати футов при полности вытянутых конечностях. Зрелище их защелкивающихся, словно металлические ножи обнаженных клыков и сочащиеся из брюшка желтой жидкости пугало достаточно, чтобы сковать в страхе даже самую злобную тварь. Некоторые теории пытались объяснить внезапное появление таких существ с неба, самое правдоподобное из них предполагало, что монстры выпускались из арсеналов, летающих в сотнях миль над землей. Несколько десятилетий назад один такой корабль потерпел крушение. В дополнение к крупнокалиберным пушкам потока частиц и погодным разрушителям исследователи места катастрофы были поражены, найдя множество останков чудищ, каждая была покрыта простым видом теплоизолирующей брони и привязана к тормозной ракете. Броня должна была защитить существа от воздушного сопротивления во время спуска. Шесть пауков одновременно согнули лапы и темнота заволоклади. Внезапный прыжок пауков вскрыл солнце. Но это была необычная тьма, нигде не было ни пятнышка света, оди вмиг отняли зрение. Наблюдая, как черные тушки пауков дождем посыпались на прекрасного юношу, светящаяся женщина вздохнула. Она была уверена, что это стало его концом, однако прежде чем она смогла услышать, как пожираются мясо и кости, свет вернулся. Раздались иные звуки, стали разрубающая плоть и мучительные крики, донесшиеся от изуродованных тварей. Вот что услышала женщина. Когда сияющая фигура обернулась, Ди стоял там. Три из шести пауков лежали у его ног, в то время как другие три вернулись в исходное положение и уставились на дергающиеся тела своих соплеменников и красивого палача. «Ты вновь сделал это, не так ли?» подметила потрясенная фигура из света. «С меня довольна. У меня закончили спешки. Вы трое. Сделайте уже что-нибудь с ним!» Тем не менее, пылкого окрика женщины оказалось недостаточно, чтобы расшевелить исцелевших для атаки. Как будто вид охотника, который сжимал напитавшийся кровью клинок, а сам не запачкался ни единой каплей, совершенно лишал их сил. «Сделайте это! Вы знаете, что делать?» Закричала женщина. Пауки, кажется, поняли, что она имела в виду. Их черные тельца начали в некоторых местах выпирать, уступая место коническим бугоркам, которые беззвучно пускали желтоватые струи жидкости в воздух. Несмотря на все сходства с гигантскими пауками, эти монстры на самом деле были чем-то иным, и то, что они испускали, несомненно, являлось каким-то органическим выделением. Как только жидкость осела туманом, мраморные колонны и земля, все начало выделять белый дым. «Да, именно так!» Воскликнула торжествующая фигура из света, но тут громко ахнула и замерла на месте. Юноша в черном, казалось, был окутан смертельным желтым дождем, но в мгновение ока приземлился прямо перед женщиной. Точка, в которую он прыгнул, была самым безопасным местом, какое только можно вообразить. Пусть принцесса и была просто иллюзией, существа не могли позволить убийственному дождю попасть на свою госпожу. Блики белого светов давились между глаз, сбитых с толку чудовищ, и все трое разом повалились, чтобы лечь неподвижно. Внимательно наблюдая, как Дюв собирает оставшиеся деревянные иглы в левую руку и складывает их обратно в плащ, светящаяся женщина выдержала секунду, прежде чем высказаться. «Что ж, похоже, я не могу больше ничего сделать. Скажи, позже ты бы мог научить меня, чтобы провернуть тот трюк с бросанием иглы? Не возражаешь?» Ничего не ответив на ее ошеломительное высказывание, Ди вернулся к месту, где она предположительно была похоронена. Когда он коснулся земли левой рукой, голос воскликнул. «Это что?» Неуверенная интонация доносилась оттуда, где рука соприкасалась с почвой. «Интересные дела!» Продолжал сеплый голос. «Ее могила исчезла?» «Занятно!» «Устремилась ли она в небо или углубилась в землю?» Когда Ди обернулся, то встретился глазами с исчезающей фигурой света. «В сложившихся обстоятельствах у меня нет выбора, кроме как бежать. Могилу и все прочее. Увидимся!» «Дождись ночи!» Сказала принцесса. «Ее цвета растворились в солнечном свете». «Любопытная дамочка!» Обратился хриплый голос к Ди, когда охотник вкладывал меч в ножны. «Но все же мне интересно, стоит ли она всех этих рыцарей, рискующих своими жизнями?» «Полагай, автоматрагедия!» «Как бы там ни было, давай дождемся сумерек!» Вместо ответа Ди обратил взгляд к стене в западные части руин. Знакомый силуэт толкал мотоцикл, приближаясь с запаской. «Это была Елена!» «Что, снова хулиганка?» «Похоже, на сей раз мы столкнулись с кучкой голоделых баб, а?» Естественно, ответа не последовало. Часть вторая Даже с заходом солнца Елена вовсе не собиралась идти домой, а один истаивать не стал. Возможно, он рассчитывал, что сможет усыпить ее, если это потребуется. Внеф, присоединившись к нему в опустевшем саду, Елена проворчала. «Хватило же тебе наглости бросить меня там!» Она все же не казалась особенно рассерженной, очевидно, не была глупа, когда Ди ничего и не ответил, девушка продолжила. «Знаешь, я сейчас смотрела на твою драку с теми пауками, и я собираюсь остаться здесь с тобой на наступление ночи!» Затем она начала рассказывать ему, каких хлопот стоила починка ее мотоцикла, а после умолкла. Спустя три часа голубой цвет неба потускнел. Сидя на плоском каменном обломке недалеко от Ди, Елена принялась слегка дрожать. «Испугалась?» Спросила он. Впрочем, зачем вообще спрашивать ее о том, о чем мог догадаться каждый. «Просто волнение, подготовка к схватке», ответила Елена, обняв себя за плечи. «Тебе страшно?» спросил Ди еще раз. Елена все дрожала, потом сказала. «Конечно!» Тон ее был сердитом. «Я не охотник, я просто обычный человек, проклятие. Не может такого быть, чтобы я не боялась аристократов». «Тогда зачем пришла?» «Не твое дело!» Огрызнулась девушка, резко мотнув головой и отбрасывая волосы с глаз. «Пока эти мерзавцы здесь, наша деревня никогда не будет знать покоя. Мэра и его советники хвосты поджали. Мне бы страсть, как хотелось поколотить таких людей, как они, даже больше, чем подраться с аристократом». «Деревня выглядит достаточно мирной», произнес Ди. «И все кажутся довольными». Елена обернулась и посмотрела на него с удивлением. «Ты ведь уже понял, что здесь происходит, да?» Сказала она тихим, каким-то неровным голосом. «Жители деревни, я имею в виду всех, настолько привыкли к тому, что ими помыкают. Пока в этом замке есть аристократка, поля остаются зелеными независимо от того, насколько высыхают, и мы можем собрать столько зерна, сколько нам нужно. Куда бы ты еще ни пошел, нигде не найдешь деревню такую же богатую, как наша. Но это все обман. Когда вода летом пересыхает, обычное дело в поте лица выкопать новый колодец, а зимой совершенно естественно не спать ночами, поддерживая костры, чтобы твои поля и водоемы не замерзли. И выращивать столько еды, сколько вздумается всякий раз, как захочется, и набивать доверху кладовые, это какой-то бред». В признании Елена сквозила ненависть к самой себе. «Ты заметил, как много людей ходят с шарфами, намотанными вокруг шеи?» Они все жертвы знати. Но аристократка в этом замке наловчилась пить кровь, и она может питаться ими, не убивая или превращая их в аристократов. А еще знанами присматривает мама Кипш. Она гения в знахарстве и спасает всех от доставшихся им ран. «Ну вот, если бы это была я, и аристократка выпила мою кровь, то мне было бы стыдно жить. Но тут кругом ни у кого совсем нет гордости. Ты слышала какую-нибудь другую деревню в наши дни, где люди сидят, сложа руки, и позволяют аристократу пить их кровь?» Ничего не говоря, Ди впитывал лунный свет. Осознав, что облик молодого человека путает ее мысли, еле на поспешила перевести их на что-то другое. «Эти мрази!» Начала говорить, она вдруг прищурилась и, потянув носом, пару раз спросила, «Что это за запах?» «Розы!» Ответил Ди. Темная синева сменилась черной смолью, словно превознося наступающий мир. Легкое благоухание цветов начало смешиваться с воздухом, все еще хранившим последние яркие следы дневного света. «Ха!» Выдохнула девушка, вновь удивляясь. Повсюду вокруг нее, то есть вокруг них обоих, оживали маленькие сияющие белоснежные крапинки. И сияние это не имело отношения к свету, оно исходило от цветов. Где же они прятались? Во мраке белые бутоны роз принялись во всей красе раскрывать свои лепестки. Мало того, внутри самих цветов было свечение, эти ночные розы испускали собственный свет. Елена закрыла глаза, она думала, что это невозможно. Как могли столь прекрасные цветы расти в таком наводящем ужас месте? Она просто не могла в это поверить, и не хотела их видеть. Логово демона полагалось быть более гадким, чем это, и все же в темноте сиели яркие огни. Розы выжгли свое изображение на ее сетчатке, еле она боялась того чувства, которое они пытались в ней пробудить. Она снова открыла глаза, изумительный спектакль жизни развернулся в саду, началось роскошное цветение белых роз, и повсюду вокруг них изящные спирали красок продолжили расцветать лиловым, малиновым, синим и даже черным. Эта симфония искрящихся огней вогнала Елену в ступор, сама бы она не заметила, как час становится все более и более поздним, а существа ночи просыпаются, чтобы вмиг отыскать ее здесь. Но сильная рука легла на плечо, и голос захрипел у нее над ухом, сказав, «Но, милочка, сейчас начнется!» Когда нечто похожее на ледяную воду пронеслось от ее плеча до мозга, Елена пришла в чувство. Она поспешно повернула голову. Три фигуры внезапно объявились в зале главного здания. «Хорошо, что ты пришел!» начал рыцарь в синей броне. «Твою храбрость не выразить словами, раз после втречи с нами ты здесь по собственной воле и даже угрожал самой могиле нашей принцессы. Однако тебе никогда не уйди отсюда живым. Или ты хотел бы стать одним из нас?» Осведомился красный рыцарь в полголоса. Тонова был не настолько мощным, как у синего рыцаря, оно и понятно, учитывая, что прежде его оглушил Ди. «С твоим мастерством ты достоин стоять плечом к плечу с нами, но если тебе это не устраивает, мы можем уничтожить и тебя, и девчонку!» «Вы говорили, что есть четыре рыцаря?» Спокойно отвечал Ди. Его аура была настолько ужасающей, что на секунду показалось, будто приторный аромат в воздухе испарился. Синий, красный, черный. По-прежнему одного цвета не хватает. «А можешь считать, что тебе повезло в этом отношении?» Отозвался синий рыцарь. Два его товарища ничем не выразили своего согласия. Вероятно, четвертый рыцарь был кем-то, о ком не следовало упоминать необдуманно. «Во фронтире между жизнью и смертью проходит лишь тонкая грань», сказал черный рыцарь, до сих пор молчавший. Голосы воззвучал монотонно. «Я уверен, что как охотник ты ценишь это. И теперь, когда ты вошел в наш замок, у нас нет нового выбора, кроме как сразиться с тобой или умереть. Однако было бы жаль забирать жизнь, подобную твоей. Я не буду просить присоединиться к нам, но по крайней мере ты мог бы поклясться в верности нашей принцессе». «Ладно, хватит уже пытаться нас рассмешить!» прокричала Елена. Еще пару минут назад ее тело дрожало, но теперь она трепетала по-другому от гнева. «Этот человек подарок Бога. Охотник был послан сюда, чтобы прикончить вас всех. На кой черт он бы стал служить этой страхолюдине? Сами подумайте, нам не нужна помощь этих трусливых червяков из моей деревни. Мы с ним положим конец всем вам!» Три рыцаря погрузились в молчание, но не потому, что были поражены оскорблениями девушки. Закончив речь, Елена внезапно обнаружила, что затаило дыхание. Это была именно такая тишина. «Ты назвала нашу принцессу страхолюдиной?» произнес синий рыцарь. «Ты заплатишь за эти слова!» заявил красный рыцарь. Черный рыцарь, представлявшийся несколько более приятным в общении, чем другие два, процедил. «Их глупость не знает границ? Что такого ужасного мы сделали?» «Разве вам не была дарована жизнь в мире и благополучие?» спросил синий рыцарь. «И сколько, в свою очередь, было убито людей? Вы не можете получать что-то просто так? Это справедливая цена!» «Жизнь в мире в обмен на жизни наших друзей? Нет уж, избавьте! Остальные, может, и смогут это терпеть, но не я! Мне плевать на ваши договоры, и так будет до конца моих дней!» «В таком случае твои наплевательские дни вскоре будут окончены!» съязвил синий рыцарь, спрыгнув на землю. Одновременно с этим из выхлопных труб мотоцикла повалил дым и голубое пламя. Древний сад содрогнулся от рева мотора, едва ли подходящего такому месту. Елена была настроена серьезно. «Оскорабление нашей принцессы это тяжкое преступление! Твоя смерть не будет легкой!» А для Ди рыцарь добавил. «Не вмешивайся, охотник!» «Слова прямо с языка сорвал!» Елена силой оттолкнулась от земли и сползла на бок. Колеса ее мотоцикла могли поворачиваться на все 360 градусов. «Я и без его помощи смогу один на один разделаться с таким, как ты! Я покажу тебе, прислуга монстр, на что способен человек!» «Давай!» Вскричал синий рыцарь. Короткая фраза исходила яростью. Он опустил копье в правой руке, решительно шагнул вперед и принял внушающий страх вид. Елена откатилась на шаг назад на своем мотоцикле. Это могло показаться жестким, но на ее губах определенно играла улыбка. У девушки, конечно, хватало духу уступить. Динни шелохнулся. Он не мешал двум другим рыцарям вмешиваться. Скорее он превратился в еще одного наблюдателя за беспощадным спором Елены. Все поняли правило. «Я вызываю тебя на бой!» проговорил синий рыцарь. «Иди и получи его!» закричала Елена. В тот же миг она наклонила к земле выхлопные трубы и переключила свой мотоцикл с текущего режима разгона, чтобы активировать усилители, мотоцикл повез Елену прямиком налево. Трубы все это время забывали. Синяя фигура оставалась на прежнем месте, копье было опущено. «Я одурачила его!» думала Елена, почувствовав всплеск радости, большой палец с правой руки надавил на боевую кнопку. «Вперед!» Из хвостов ракет в пусковых трубках, оборудованных с обеих сторон от мотоцикла девушки, вырвались огни. Непрерывно искряясь трио трехфутовых орудий смерти помчалось на синего рыцаря. Легонько вращал синим запястьем, тело рыцаря целиком подернулось дымкой в тот миг, когда три ракеты свободно отклонились прямо перед ним. Простого поворота руки ему хватило, чтобы вращать копье наподобие ветряной мельницы, и это было только начало. Нечеловеческая ловкость рыцаря заставила конические снаряды на мгновение подняться вверх, а затем отправила их с ускорением обратно к Элене, повторяя тот же самый путь, которым они шли на него. У девушки, оседлавшей мотоцикл, не было шанса казалось, будто рёв байка привёл ракеты в замешательство. Три смертоносных снаряда под острым углом вошли в землю где-то в сорока футах от неё, а затем повалились, словно их собственный вес вогнал их недостаточно глубоко. «Подумать только!» буркнул сеньор рыцарь. Приблизительно в шести футах от своего исходного положения Елена сидела на своём мотоцикле ухмыляясь. Трудно было поверить, что байк и простой наклон девушки были способны на такой ловкий трюк, как непостижимая скорость. Когда она соскользнула на одну сторону, глаза синего рыцаря даже не увидели изменения в её положении. «У тебя имеются кое-какие хитрые ходы, да? Ну а сейчас ты получишь!» прокричала Елена. Палец проехался по датчикам мотоцикла, и его фара извергла малиновый луч. Примерно год назад она приобрела этот лазерный излучатель во время похода по магазинам в Северном фронтире. Изначально он предназначался для коммуникации, но на расстояниях полутора тысяч футов и меньше был вполне способен на члена вредительства или убийства. Алый цветок расцвел на левой половине груди синего рыцаря, но в считанные секунды потерял свой цвет, и броня вернулась к своему оригинальному оттенку. «Какая жалость!» протянул рыцарь, его копье посвистывало в правой руке, он не позволил бы своей добыче избежать второго удара. Елена усмехнулась ему. «Игра только началась!» «И что бы ты могла!» начал говорить синий рыцарь, но остальная часть предложения потерялась, когда он шагнул вперед в лицо ему ударил луч света. Рыцарь не закричал, однако прикрыл глаза и отступил. Елена и её мотоцикл понеслись на рыцаря, когда тот остановился, и отбросили облачённое в синюю броню тело на землю. «А теперь добивающий удар!» сказала Елена, поднимая правую руку. Заточенный конец стальной трубы, которую она держала, был нацелен прямо в сердце синего рыцаря. Вспышка света промчалась к верхушке оружия, разряд электромагнитного тока не только выбил трубу из рук девушки, но и заставил онеметь всё её тело. «Положен на лопатки женщиной! Пусть это станет тебе уроком!» Серьёзно проговорил чёрный рыцарь. Синий свет исходил из кончика его вытянутого пальца электрический разряд. «Проклятье! Обманщики!» застанала Елена. Было удивительно, что она не упала с мотоцикла или не опрокинулась вместе с ним. И, невзирая на мучительное удушье, блеск в её глазах говорил, что бой продолжится. «Не зачем тебе в это вмешиваться!» Сказал Синий рыцарь, поднявшись на ноги. Елена не испугалась. Подав газу на мотоцикль, онемевшую рукой, она постаралась сохранить свою готовность к драке. Она, безусловно, была упряма. «Ладно, девица, сыграем!» «Скажешь им там на небесах, что заслужила похвалу Синего рыцаря!» Рыцари с удовольствием наблюдали, как их соратник, пятясь назад со своим копьём, в блестящем мареве со всей силой швыряют его Эленя в грудь. С мелодичным звоном копьё отскочило вверх, а после полностью изменило направление и возвратилось в грудь Синего рыцаря. Естественно, он смог поймать его голыми руками, но импульс пошатнул его, и он вновь плюхнулся задом на землю. Три рыцаря восхищенно уставились на крепкую фигуру в чёрном плаще, стоявшую перед Эленой. Была ли их реакция искренним откликом на приятную внешность юноши, или это была эйфория, которую они испытывали, будучи воинами в предвкушении боя с таким человеком. «Решился сделать это?» устало спросил красный рыцарь. «Мы должны были знать, что ты никогда не сможешь жить под одной крышей с нами. Прежде чем принцесса проснётся, мы возьмём дело в свои руки». Застыл не только воздух, но казалось даже цветущие столь торжественны цветы. Три рыцаря рассредоточились, не издав ни звука. Против них стоял Ди-1, греясь в лунном свете с отбившим копьё клинком в одной руке. Охотника украшали синие, красные, черные и белые розы. Его облик заворожил не только троих противников, но и пленил страдающую Елену. Красный рыцарь перенёс весь свой вес на пальцы одной ноги. Так или иначе, жизнь и смерть находились в миге от столкновения в снопе искр. И в этот самый момент голос, отчётливый, как благоухающая роза, в тихой подстатье ночи воскликнул. «Прекратите!» Глава третья Желание, сокрытое во тьме Часть первая На реакцию трёх рыцарей было едва ли не смешно смотреть. При звуке раздавшегося голоса каждый из них припал на одно колено. Поскольку голос донёсся позади троицы, только Ди и Елена смогли увидеть говорившего, у девушки, продолжавшей прислоняться к рулю своего мотоцикла, вырвался вздох изумления. Лунный свет дождём проливался на женщину, расплавляясь в её белом платье, когда касался плеч, груди, юбки. Каждая точка заискрилась на мгновение, точно коллекция крошечных драгоценных камней, но этим зрелищем нельзя было насладиться дольше мига, прежде чем по поверхности платья пробежалась рябь и блёска исчез. Её брови, глаза, нос и губы, всякая дивная черта была так изящно устроена, что лишило бы любого поэта способности когда-либо ещё взяться за перо. Пока молодая особа своим кристально ясным взглядом изучала Ди, она поднесла ко рту розу, которую держала в руке. Губы её были так красны, что казалось, окрасят лепестки. Итак, мы наконец-то встретились в моём мире, Ди, и кто бы ты ни была. Начала она. Лунный свет придавал губам женщины переломутровый блёск, хотя, учитывая юный облик, вернее, было бы называть её девушкой. Наступила ночь. А раз уж ты приложил столько усилий, чтобы добраться сюда, не присоединишься ли ко мне за чашечкой чая? Если ты не против компании, конечно. «Принцесса!» подали голосы красные и синьё рыцари. «Молчите!» прикрикнула она на них, будто те были двумя зарвавшимися детьми. Роза хлестнула, нарисовав в воздухе белую полосу. «Вид этой, увязавшейся с морожками, не не прельщает, но наверняка ты ни за что не согласишься, если она не сможет пойти с тобой. Вы оба следуете за мной!» сказала принцесса, словно отдавая приказы своим слугам, перекатывая то и дело цветок между кончиками пальцев. Однако молодая хозяйка сразу же остановилась, выражение лица напряглось, но она быстро изобразила улыбку и проговорила. «Не сюда!» «Так вы по делу?» «Ты, пожалуй, чересчур доверчив, хотя я уверена, что ты так же и упрям». Тут молодая женщина склонила голову чуть на бок. «Слушай-ка, у меня есть идея. Не поучаствуешь со мной в небольшом соревновании?» «Не иди», а напротив троица рыцарей застыла на месте. Однако было примечательно, что воители ни на секунду не спускали глаз с охотника. «Ау!» хохотнула принцесса. «Тебе уже надо привыкать к моим причудам. Не устраивай таких сцен перед своим врагом. Понимаешь ли, я сказала небольшое соревнование, но и не склонна участвовать в чем-либо столь же неподобающем, как долгая драка на мечах. Давай исполним что-нибудь легкое и приятное. Я буду стоять прямо перед тобой, а ты нападешь на меня любым способом, которым пожелаешь. Но только один раз», сказала она. «Если ранишь меня, я проиграла. А если по какой-то случайности я останусь невредимой, проиграешь ты. В этом случае вы двое должны будете присоединиться ко мне за чаем. Что ты думаешь?» Все взгляды были прикованы к Ди. Как ни странно, в устремленных на него глазах трех рыцарей был не только гнев или угроза, сколько мощный оттенок уверенности. Это касалось и взгляда черного рыцаря. «Сделаем так», — отозвался Ди. Принцесса, что удивительно, прищелкнула пальцами. «Великолепно! Просто обожаю решительных мужчин!» Тело ее, казалось, проплыло по воздуху, и она встала рядом с Ди, едва колыхнув подолом платья. «Принцесса!» — закричал синий рыцарь, готовый ринуться ей на помощь. «По-моему, я говорила вам замолчать, разве нет?» Голос ее пролетел ледяным копьем, чтобы накрепко пригвозить к месту своего синего стража. «Теперь никто не помешает», — обратилась принцесса к охотнику. «Ну, начнем?» — спросила она тоном совершенно невинным, даже когда провоцировала его клинок на удар. Она была уже сформировавшейся женщиной и красивой, к тому же. А разница между тем, как она выглядела, и тем, как звучал ее голос, была не столько странной, сколько завораживающей. И даже у другой женщины, Елены, в горле с толком. Столкнувшись с таким очарованием, даже самый решительный охотник вдруг обнаружил бы, что не способен напасть на нее, лишенный не только злобы, но и всякой враждебности. Любой, но не Ди, конечно. Вспышка белого света обрушилась прямо на голову принцессы. Беспощадный удар меча Ди. Елена забыла о всяком оцепенении, охватившем все ее тело. Обворожительная принцесса явно была рассечена пополам от макушки до паха и тем не менее улыбалась. «Кто из нас победил?» Спросила она. «Кто бы мог представить, что ощутивший лезвие меча Ди выживет, чтобы задать такой вопрос?» Принцесса крутила белую розу прямо перед носом. «Ты победила!» Ответил Ди, вкладывая клинок в ножны и не говоря больше ни слова. «О, я так рада, что ты убрал свой меч. Я так понимаю, ты доверял мне, когда я сказала, что эти трое не тронут тебя. Ты нравишься мне все больше с каждой минутой. И я угощу тебе по-настоящему восхитительным чаем». Охотник и мотоциклистка последовали за принцессой через дверь в главное здание. Рыцари с ними не пошли, поскольку принцесса приказала им оставаться здесь. К тому же она сказала, чтобы они ничего не делали с мотоциклом девушки и трое повиновались. В интерьере поместья имелись возможные роскошества, и Лена могла лишь и бескурожно смотреть на то, как щедро знать использовала хрусталь и драгоценные камни, золото и легендарные драгоценные металлы, которые синтезировал их род. Отцепенение прошло, когда ее коснулась левая рука Ди. «Невероятно! Значит, вот как выглядят дома аристократов!» Ошеломленно пробормотала она, когда они проходили у основания хрустальной статуи, которая на вид была более шестидесяти футов высотой. Она действительно так подумала. За ними неотрывно следовал туман и, извиваясь вокруг их тел, принимал форму эффектных мужчин и женщин. Когда Элина отмахнулась от них рукой, те исчезли, оставив лишь улыбку, которая, собственно, улыбкой не являлась. «Как видите, в моем поместье ничего не изменилось. Днем тут может и не на что посмотреть. Но все возвращается к своему величию, когда настает мое время. Нравится?» Бесхитростно поинтересовалась принцесса. Ди ответил, «Аристократы грезили о дневном времени. Теперь они мечтают о ночах тоже?» «Ну что ты, разве можно такое говорить? Знаешь, что я жива как никогда. Точно так же, как ты, мой дорогой дампир». Еле не показалось, что сердце ее сейчас выпрахнет изо рта. «А тебя это удивляет, деточка? Ты знаешь его дольше, чем я. Как же ты могла не заметить? Наверное, вы, люди, все-таки действительно неприходимо тупы, а? Как ты узнала, кто он такой?» Спросила Елена, вновь набравшись храбрости. Страх, который аристократы вселили в людей, подавлял и психически эмоционально. Голос ей был скрипотцой и переходил на шепот. С притворным сочувствием принцесса сказала, «Думаешь, какой-нибудь смертный мужчина мог быть настолько красив? Пяти минут в его обществе должно быть достаточно, чтобы сказать тебе, что он совершенно из другого мира. И вот почему он охотник на вампиров». Размышляя над страшным смыслом слов, которые принцесса произнесла с таким значением, Елена ощутила головокружение. Как мог кто-то с такой легкостью собираться и избавиться от аристократии, будучи сам наполовину вампиром? «Мы на месте», вымолвила принцесса, двери перед ней распахнулись при звуке ее голоса. Трое ступили в богато обставленную комнату. Как только они расселись по своим местам вокруг мраморного стола, бесшумно подошли полупрозрачные стюарды и наполнили вином кубки, сделанные из чистого серебра. «Я думала о чае», сказала принцесса, «но у этого более зрелый вкус. Оно все же может быть излишне выдержано для нашей юной мисс». «Что? Вот это дрянь?» фыркнула Елена и готова была осушить чашу, когда Ди положил свою руку поверх нее. «Послушаем, что ты скажешь, прежде чем кто-нибудь что-нибудь выпьет». «Ты хочешь сказать, что битва начнется, как только мы допьем?» «Что ж, этот счет не волнуйся, я охотно доставлю тебе это удовольствие». «Неужели ты не способен всерьез принять простое приглашение на чай?» «Да». «Весьма прискорбно, что тебе досталось такое скудное воспитание». Заметила принцесса, подмигнув Елене, но мотоциклистка раздраженно отвернулась. Небрежно отпив у своей чаши, прелестная принцесса печально вздохнула и проговорила. «Есть кое-что, что я бы хотела попросить тебя для меня сделать». Ее слова были адресованы Ди. «Это касается моих четырех стражей, хотя ты пока видел только троих из них. Впрочем, будешь ли ты настолько любезен, чтобы избавиться от них?» Повисла тишина. Продолжая подносить чашу к губам, Елена до предела округлила глаза. Ее стало ужасно неловко. Она родилась и выросла в деревне, и хорошо узнала четырех рыцарей и их отношение к принцессе. Если принцесса была луной, то рыцари были тьмой, которая позволяла ее сиянию достичь земли. По ее приказу, рыцари громоподобным галопом помчались бы на своих боевых конях, чтобы растоптать всех тех, кто воспротивится ей. По иронии судьбы, это означало также, что рыцари порой защищали деревню в Сакре. Сама Елена знала о более чем дюжине раз, когда всяческие монстры или банды хорошо вооруженных разбойников нападали, позарившись на их богатые запасы зерна. Говорят, что и в прошлом совершились бесчетные набеги, поджог, грабеж и убийство были знаменем, под которым собирались эти гнусные злоумышленники, но их всегда отбрасывали малой таликой, а затем, благодаря четырем рыцарям, действующим по приказам принцессы, они становились жертвами собственного девиза. И это четыре рыцаря бесстрашно прогремели по равнинам, чтобы бросить вызов гигантскому пожирателю земли, который мог проглотить за ночь целый холм, и в итоге убили зверя в жестоком и кровавом сражении. А когда земляное цунами, неминуемо крушащее все на своем пути и подбрасывающее обломки высоко в воздух обрушилось на деревню, это рыцари явились подобно четырехцветному ветру и воспользовались строительным оборудованием аристократов и передовой технологией, чтобы на время спрятать все поселения глубоко под землей, дабы сохранить его. Умелым охотникам, приехавшим, чтобы избавиться от прекрасной принцессы, обитающей в этом уединенном краю, никогда не удавалось сокрушить дверь в ее крепость, смерть среди свистящих ударов мечей и копию защитников. Странно, но Елена прежде никогда не видела принцессу воочию и ни мэра, ни любой другой деревенский старожила. Когда они родились, леди поместья уже стала частью легенды. Единственная причина, по которой она болью была высечена на сердцах людей, заключалась в том, что рыцари, изредка наведывающиеся в деревню, часто упоминали принцессу и доставляли ее приказы. Сколько же лет было этой женщине, которую они называли своей принцессой? Кем были рыцари, которые могли ходить под светом солнца? Эти вопросы всегда вертелись на языках у людей, но в конечном счете, оставшись без ответа, отступали в темные уголки их разума. Бесполезно было выяснить ее возраст, ведь она жила в поместье намного более старом, чем деревня. Вероятно, под этой неизменной броней сражались несколько поколений рыцарей. В конце концов, вполне разумно, что аристократке понадобится кто-то с человеческой кровью, чтобы охранять ее гроб днем. Естественно, знать являлось объектом для страха и ненависти, и принцесса не стала исключением. Было время, когда из деревни каждую ночь пропадали молодые леди и даже дети, независимо от пола. Они возвращались с отметинами от зубов на шеях, бледные не совсем людьми. У всех дыхание имело аромат роз, а карманы были полны розовых лепестков, поэтому хозяйку поместья стали называть принцессой роз. И все же крайне мало людей когда-либо давали ей отпор. Помимо того факта, что ее защищили рыцари, у человеческого населения этого региона страх перед аристократами укоренился глубже, чем у людей в других секторах фронтира. Матери могли лишь рыдать, когда их детей запирали на окраине города, а мужья топили свои гнев в вине, вбивая колья в сердца жен, обнаживших свои клыки. Когда-то давным-давно храбрый мятежник мог бы отправиться к поместью, но многих из них никогда больше не видели. Как будто тьма поглотила. А по большей части обезображенные трупы оставались украшать обочины дороги из города. Первые признаки перемен проявились несколько лет назад. Молодежь родилась без врожденного страха перед знатью, который, как многие считали, сливался с самим генетическим кодом. А когда они повзрослели, то засекретили свои планы о сопротивлении принцессе и ее стражам. Одной из таких людей была Елена опасное ядро собственной банды мотоциклистов. «Какого черта ты задумала?» Поинтересовалась она у принцессы, в голосе ее мешались напряжение и тревога и предвкушение. «А не помеха. Все они», ответила прекрасная принцесса, но слова ее, как всегда, были обречены к Ди. «Дело в том, что я, наконец, устала от этих земель. Хоть я и выгляжу молодо, на самом деле я живу здесь уже довольно долгое время, и недавно мне очень захотелось посмотреть, в конце концов, на мир. Но когда я уйду, мне бы хотелось расправить крылья и лететь в одиночестве. И вот где они становятся проблемой?» Елена тоже смотрела на Ди, ее мучил вопрос, что тот думает об ошеломительной информации, которую только что выдала принцесса. Облегчение и волнение наполнили сердце мотоциклистки, но выражение лица Ди не поменялось ничуть. Неважно, что было на уме у аристократов, охотник, несомненно, останется спокойным, когда сведет нанятых планы. Красивый и бесстрастный. «Они, конечно же, настоят на том, чтобы сопровождать меня?» Продолжала принцесса. «Ведь они живут лишь, чтобы защищать меня и мою крепость. Звучит совершенно уныло, да? Меня всегда отвращали ты на зойливую любовь и чувство преданности». «Почему тогда ты терпела это так долго?» Спросил Ди. Принцесса позволила кривой улыбкой промелькнуть на губах, когда отвечала. «А, причин сколько угодно. Связь с традициями моих предков и так далее. Наконец, они мои слуги. Пожалуй, будет нехорошо оставлять их без дела, верно? Ведь у них нет способности ни к чему, кроме этой работы». «Но ты бы бросила их теперь, когда тебе наскучило». «Не выставляй это такой низостью. Каждый имеет право поставить свое счастье на первое место, правильно? И у меня такое чувство, что в этом отношении люди-аристократы нисколько не отличаются». Ответу не последовало. «Вот и все, что я хотела сказать. Если ты будешь так добра и устранишь их, то я перейду в другую область. И деревня будет освобождена, так ведь? Таким образом, все разрешится хорошо и аккуратно. А ты сможешь закончить здесь дела, даже без необходимости уничтожать меня». «Я выслушал, что ты хотела сказать». «Мягко проговорил Ди». «Держи-ка это при себе». Вежливо предостерегла принцесса-охотника. Жуткая аура, начинающая пронизывать пространство, лишила Елен удара речи. «Погоди минутку», продолжила принцесса. «Я же сказала тебе, что готова покинуть эти земли. Нет никакой нужды пытаться убить меня, разве нет? Неужели ты одержимый маньяк? Я охотник», ответил Ди. Возможно, даже этот краткий ответ был дан только из вежливости. Мелькнувшая серебряная вспышка моментально раскрыла надовая прекрасную принцессу, разрубив заодно и стол пополам. «Хорошо сработано», сказала леди, поднимаясь абсолютно невредимой. Яркий свет изрешетил ее корсаж. В своем белом платье она стекла в центр комнаты словно туман. «Я знала, что ты твердолобый. Если ты намереваешься выполнить свой контракт на мое убийство, то мне, похоже, придется прибегнуть к тому, чтобы твой наниматель передумал. Но сначала взгляни на это». Принцесса подняла одну руку. В воздухе внезапно сформировалось не что иное, как изображение деревни Сакри издали. Сверкающий в небе серебряный диск заслонили трепещущие черные крылья. «Летучие мыши!» вскрикнула Елена. Как будто по сигналу крика мотоциклистки несчетные крылатые млекопитающие спикировали прямо на деревню. Изображение поменялось. Взгляд Елены был прикован к нему, поскольку крошечные снижающиеся существа обратились в розы, которые невозможно было сосчитать. Цветы четырех оттенков витиевата вздымались над улицами и аллеями, и перед глазами, охваченной благоговейным страхом Елены, картинка исчезла. «Это не сон», отвечаю тебе. «Все произошло на самом деле». «Разве тебе совсем не любопытно, что случится с деревней, которую я одарила своими цветами?» «Что ты наделала? Что, черт возьми, было этими цветами?» закричала Елена. «Ты увидишь, когда вернешься туда, девочка», ответила принцесса. Губы ее остались приоткрытыми для неслышного смеха. «Я собиралась убить тебя здесь, но теперь ты можешь возвращаться в деревню. Однако ты поймешь, что бывают случаи, когда больнее жить, чем умереть. Вперед, иди, сама поймешь». «Узнай в точности, что я имею в виду». Когда принцесса развернулась и бросилась к двери в противоположной стороне зала, суровая игла пронзила ее спину. Смех не оборвался, фигуру в белом поглотил туман, прежде чем она достигла двери. Одновременно та самая дверь, в которую они зашли, раскрылась позади двух гостей. Несомненно, так принцесса приказывала ему идти. «Давай вернемся, Ди!» принялась обиждать Илена охотника. Но Ди шел туда, где исчезла принцесса. «Куда ты собрался?» «Если ты не отправишься домой одна, идем со мной. Или останься здесь, если хочешь». Елена выкатила глаза, но лишь миг понадобился ее удивлению, чтобы перерасти в злость. Указав на дверь, она сказала, «Ты же видел те розы? Что-то по-настоящему страшное происходит в деревне? Единственное, что может спасти кого-то от нападения аристократа, это другой аристократ. А ты наполовину такой, верно?» кричала Елена, но как только слова эти вылетели изо рта, она поняла, что наговорила. Прикусив колок, она пробормотала, «Мне так жаль!» Ди уже поглотил туман. Признав, что бесподобные мужчины и женщины действительно были существами совершенной иного мира, ее охватило терзающее душу одиночества. Часть вторая Елена не могла даже вспомнить, как выбралась из поместья. Следующее, что она заметила, это раскинувшиеся перед нею похожие на сновидение розарий и рыцаря, сидящего на черной лошади. Лонный свет подсказал ей, что броня, в которой он был облачен, была того же самого оттенка, что и его конь. Когда девушка замерла на месте, черный рыцарь указал на спину своей лошади и сказал ей, «Садись!» Елена словно язык проглотила. «Бояться нечего. От принцессы был приказ, чтобы я доставил тебя невредимой обратно в деревню, но только в том случае, если ты выйдешь без охотника». «Почему?» Удивилась девушка, пытаясь приложить некоторые усилия, но голос ее дрогнул. «Она приказала мне во что бы то ни стало позволить тебе увидеть деревню, и кое-что очень опасное, что появляются ночью в этих краях». Звучит так, будто не все находятся под ее контролем. «Люди, это единственное, что она не может освободить». Черный рыцарь улыбнулся, не сказав ни слова. Отметив, что ухмылка его не была тревожной, Елена вновь взяла себя в руки, сглотнув слюну, она сказала, «Я поеду обратно на своем коне. Прочь с дороги!» «Тогда ты найдешь его вон там!» Черный рыцарь мотнул подбородком вправо, не обратив внимания на грубость, с которой она отклонила его предложение. Поблескивая на лунном свете, мотоцикл выглядел новеньким. «Я подрегулировал его, пока вы были внутри», обратился к ней рыцарь. «Тоже по поручению принцессы, но даже если ты поедешь обратно, я буду тебя сопровождать. Делай как знаешь». Рассеянно бросила Елена, подходя к своему мотоциклу. Он был как будто совершенно другим. Живой отклик газа и тормоза, ощущение рессорной подвески, урчание двигателя, все поднялось на новый уровень. Елена умерила свое любопытство по поводу того, как же он управился с таким количеством улучшений за такое короткое время. Но вопрос более всего терзающий ум Елены состоял в том, имел ли этот человек или его соратники по квартету, а один из которых все еще должен был показать себе, какое-то представление об изменениях, произошедших с их благородной госпожой. Принцесса, конечно, была взбалмошной, но неужели она думала, что мотоциклистка не расскажет рыцарям о том, что знала? «Какая хорошая у вас хозяйка», сарказмом заметила девушка, как только они закончили спускаться с холма. Вдруг она остановилась, пронзенная с фрепым взглядом, заметным даже в темноте ночи, и прикусила язык. На мгновение она потеряла всякое желание обнародовать тайну. Скоро, вновь повернувшись вперед, черный рыцарь проговорил мрачным голосом. «Никогда больше не упоминай принцессу!» Елена подумала, что она собирается закончить какой-то угрозой, но рыцарь молча продолжал ехать на своем коне. «Тебя с твоими друзьями скоро прикончат!» Усмехнулась неугомонная Елена, хотя и понимала, что это было опрометчиво. «Уверен, он всех вас поубивает! Вы можете все разом наброситься на него, и это ничего не изменит!» «Вероятно, ты права!» Рыцарь уступил с такой легкостью, что Елене стало не по себе. Мотоцикл полз вперед со скоростью угла двух миль в час. Честно признаться, причина, по которой девушка просто не сорвалась с места, была в том, что она боялась. Хотя этот рыцарь в черном по своим эмоциям был самым человечным из четырех, я все же до костей пробирала холодом при мысли, что он находится рядом с ней. И не от ужаса она леденела, а скорее от физической холодности сверхъестественной ауры, исходящей от всех, кто был заодно с аристократами. «Тогда почему бы вам всем не убраться отсюда как можно скорее? И прихватите с собой свою хозяйку!» «По-моему, я только что говорил тебе, что не позволю дальнейшее обсуждение принцессы», сказал черный рыцарь тоном, от которого у Елена застыла кровь. «Вы так нас ненавидите?» В его голосе ощущался отголосок смеха. «Конечно! Как думаешь, сколько людей насадили на коля за эти годы? Это всегда делалось пример тем, кто будет вредить принцессе. Это неизбежно!» Елена охватила гнев. «Неизбежно!» Взвизгнула она. «Поставь себя на место тех, кого вы убили! Конечно, вы же все уже полумертвые! Значит, и возржиг бы, наверное, не стали, да?» Показалось, что черный рыцарь тихо хохотнул. «Очень хорошо! Ты абсолютно права!» Что касается следующего вопроса, даже сама Елена не знала, почему сдала его. Все-таки она заговорила. «Вы были когда-то людьми?» «А ты что думаешь?» «Я не знаю. Потому и спрашиваю. Если окажешься поблизости, когда я умру, сними мой шлем, тогда узнаешь». «Хорошо!» «Жду не дождусь!» Мотоциклистка радовалась своему нахальному ответу, когда черный рыцарь проехал сбоку от нее. Преодолев примерно пятнадцать футов, он спросил. «Можешь ускориться!» «Всего лишь полсекунды и готово!» Двое приближались к дороге, бегущей прямиком в деревню. Черные стволы тянулись к небу по обеим ее сторонам. Вдруг одно из стоящих деревьев будто бы изогнулось. Отчего Элена моргнула? Если подумать, она ездила этой дорогой сотни раз. Никогда прежде здесь не было такого дерева. Девушка собралась с духом, чтобы сказать что-то, когда другое дерево попало в поле ее зрения, оно не повалилось. Оно склонилось и потянулось прямо к голове черного рыцаря. Елена заметила полосу света. Она хлынула со спины рыцаря, чтобы обмотаться вокруг чудовищного дерева, лавиной обрушившегося на него. А затем на землю упало странное существо, разрезанное пополам там, где его коснулась полоса света. «Уходи!» взревел черный рыцарь. Над его головой замаячило еще одно дерево. И на сей раз оно раскололось в верхушке, чтобы в атаке продемонстрировать белоснежные клыки. Елене потребовалось полсекунды, чтобы разогнаться до сорока миль в час. Спустя секунду она разогналась до шестидесяти, и девушка и ее мотоцикл оба с ревом двигались вперед. В миг, когда Елена обогнала черного рыцаря, она вновь уголком глаза уловила полосу света, но умчалась, даже не обернувшись назад. Так и не оглянувшись, она всю дорогу до деревни гадала об исходе битвы. Деревенские ворота по-прежнему стояли открытыми, когда приветствовали Елену, хотя прошел уже час, как их нужно было запереть. Что-то здесь было не так. Борясь с холодом, бегущим по коже, Елена повела свой мотоцикл в деревню. В тех областях, где обитали аристократы, люди прятались в свои дома, как только садилось солнце. На улицах никого не было, что выглядело естественно, но аромат рос, наполняющий ночной воздух, заставил Елену напрячься. Аня вольно потерла противоположную грудь, пытаясь ослабить мрачное предчувствие. Девушка заглянула в караулку в стороне от ворот, никого не было. Сторож не пошел бы домой после закрытия ворот, ведь путешественники, как известно, появляются внезапно, а время от времени прибывали и срочные курьеры из столицы. Отсутствие сторожа служило довольно убедительным доказательством, что нечто шло неправильно. Елена снова посмотрела вперед, прямо перед ней предстало чье-то лицо. Сдержав крик, она выпалила. Миксен? Так звали одного из членов ее банды. У него было растерянное выражение лица, которого она никогда прежде не видела, отчего он стал похожим на призрак. Что за чертовщина происходит? И где сталь? Не знаю. Порошамкал коренастый мужчина. Слина побежала вместе со словами, когда он качнул головой из стороны в сторону. О, да. Он помог похоронить всех. Прямо сейчас он роет яму. Яму? Ты что несешь? Очнись! Ухватив мужчину за внушительные плечи, Елена встряхнула его. Голова на обычай шее с легкостью болталась взад и вперед, но Миксин нисколько не сопротивлялся. Левая рука девушки соскользнула с плеча Миксина и двинулась вниз по его спине. Елена сразу же поняла, что под ее перебирающими пальцами было мягким на ощупь. Она со всей своей силой развернула Миксина. Какого? Пробормотала она. На широкой мужской спине, прямо над седьмым позвонком, во всем своим алом величии цвел символ царства ночи. Девушка пыталась выдернуть его, но в руке остались лишь лепестки, тогда как стебель укоренился в середине спины. Где все, Миксин? Скажи мне! Закричала она. И тут до ее слуха донесся цокот копыт. Где? Вскрикнула она, ее догадка, учитывая обстоятельства, была вполне очевидна. «Вижу, ты добралась невредимой!» Сказал черный рыцарь за воротами, броня его отливала белым старанием лунного света. «Уж ты-то точно должен знать, что здесь произошло. Я права?» В полголоса спросила Елена, убирая руки от Миксина. «Рассказывай, что нам надо сделать, чтобы всех спасти. Как нам вытащить эти цветы из них? Рассказывай, чтоб тебя!» Упрошивая его, девушка будто сплевывала кровью, но черный рыцарь просто сидел грудой холодной стали и слушал. «Моя работа выполнена!» Вот и все, что он сказал, поварочевая лошадь. «Погоди, подожди секунду!» Закричала Елена, и в этот миг каким-то чудом в ее голове вспыхнула идея. Бросив Миксина позади, девушка выскочила за ворота. «Теперь я не в деревне! Я не в безопасности внутри! Ты еще не выполнил свою обязанность!» «Довольно детских игр!» Черный рыцарь продолжал уезжать. «Я останусь снаружи, пока ты не сделаешь что-нибудь! Через минуту-другую чудище уловит мой запах и придут за мной! А если я умру за пределами деревни, это будет значить, что ты наплевал на приказы своей принцессы, так ведь?» Елена была полностью уверена в последнем замечании. Действительно, она попала в точку. Конечно же, это случилось впервые, когда кто-либо заставил черного рыцаря развернуть свое коне не однажды, а дважды. Подъехав к Елене, он отметил. «Неумелая, но действенная уловка!» А рыцарь произносил слова ровно, но одна только его манера говорила красноречиве всяких слов о победе Елены. «Но я не собираюсь ничего делать!» Добавил он. «То, что случилось с деревней, соответствует желанию принцессы!» «Что бы ты выбрал?» Спросила Елена, отчаянно пытаясь сохранить преимущество. «Быть наказанным за мою смерть или быть отруганным, предотвратив некие козни принцессы, к которым ты не имеешь отношения. На твоем месте я бы выполнил свою работу!» «Я не сдвинусь с места!» Повторил черный рыцарь. «Но пробуду здесь всю ночь, чтобы убить все, что попытается напасть на тебя! Стоя тут, сколько вздумается!» Елена поняла, что он полностью изменил ситуацию. С отчаянием и яростью, клокочущей во всем ее теле, мотоциклистка топнула ногой и прокричала. «Если ты разгуливаешь при свете дня, то не можешь быть аристократом! Кто ты? Искусственный человек? Да и без разницы кто! Даже если ты хоть на чуточку человечный, ты не можешь просто бросить деревню на произвол судьбы! Если ты веришь в подчинение приказам, то должен быть способен уважать других! Значит, можешь понять их страдания!» Речь Елены была слегка натянутой, но в данный момент ни о чем другом она думать не могла. Сказать по правде, она не верила, что это произведет хоть какой-то эффект. Как и следовало ожидать, черный рыцарь не сдвинулся ни на дюйм, он превратился в сидящую на лошади статую, лишенную не только эмоций, но и самой жизни. «Бессердечное чудовище! Прекрасно! Больше я ни о чем тебя не попрошу! Проваливай уже!» Девушка развернулась и собралась идти обратно через ворота. «Постой!» Раздался голос позади нее. Еще одна перемена, но Елена не смогла насладиться своим успехом при этом повороте событий, потому что заметила множество фигур, направляющихся к ней из деревни. Часть третья Это был не Мексин, но окончительно она убедилась в этом только когда заметила пять или шесть селян, также привлекших внимание черного рыцаря. «Глянь-ка, это ведь Елена?» Явно обрадовалась тощая, как иссохшая палка старуха. «Верно, это Елена!» отозвался кто-то. «Сы лехонька! Мы поделимся с тобой! Присоединяйся к нам!» Беслик с повязанным мясницким фартуком и старуха, управляющая универмагом, точно плывя цеплялись за воздух, приближаясь к ней. Елена могла поклясться, что слышала, как вся кровь волной отхлынула из ее тела. Она смотрела на слишком хорошо знакомые ей предметы, что держались на лицах. Она заполучила их. С ужасом подумала девушка. Но что-то было неправильно. «Как-то беспорядочно! Вплоть до сих пор наохотилась только на молодых людей!» «Посторонюсь!» Гаркнул кто-то, но Елене с трудом верилось, что это был Черный Рыцарь. Разве существа у нее перед глазами не были такими же, как принцесса? Елена отступила на три шага, в то время как Черный Рыцарь проехал три шага вперед. Из недовольного любопытства, касающегося оружия мужчины, Елена взглянула на его спину и увидела железные ножны примерно два фута длиной. Или вернее там висели двое ножен для двух полошей, и похоже, одни лежали поверх других. Прикинув размер и форму, оружие казалось совсем неподходящим для этого гиганта. Слегка удивило, что трое селен отпрянули, пройдя через ворота, но они, должно быть, увидели в Рыцаре-союзника, потому как тут же вытянули руки и стали подходить к Елене. Горизонтальная вспышка света полоснула по их шеям у затылка. Елена вспомнила, как из-за внутреннего давления выстреливают пробки от шампанского, только вместо забродившего фруктового сока и газа эти три шеи выпроснули в воздух гейзера черноватой крови. Сверхжестокую, сверхотвратительную сцену кто-то, возможно, назвало бы даже восхитительной, однако это полностью лишило Елену сил, и даже услышав, как клинки входят в ножны, она не обернулась к войну. Несомненно, черный рыцарь воспользовался оружием со спины. Но как? Он сидел на лошади, не шевельнув и пальцем, и даже если бы он вытянул руку, то его оружие никак бы не дотянулось до ближайшего горожанина, не говоря уже обо всех троих. Видимо, удар был настолько мастерским, что трое даже не поняли, что их ранили, и прежде чем безжизненно рухнуть, они сделали еще два-три уверенных шага. Вид падающих тел наконец привела Лена обратно в чувство. «Какого черта ты творишь?» возмутилась мотоциклистка, сверляв взглядом «Черного рыцаря». «Они преследовали тебя», ответил тот, в голосе его была насмешка, но разъяренная Лена не заметила этого. «Ты не должен был их убивать. Я имею в виду, должен же быть какой-то способ спасти их». «Когда они такие, существует всего лишь один способ спасти их, как ты выразилась». Грудь Елена сдавила при ответе черного рыцаря. Все было так, как он сказал. Единственным спасением для человека, которого превратили в слугу аристократа, было то, что упомянул черный рыцарь. «Но почему? Они принадлежали твоей госпоже». «Никогда». «Что?» Елена распахнула глаза. «Принцесса никогда бы такого не сделала. Сама мысль о поднятии вас, людей, до ее уровня, даже в качестве слуг, это какая-то ошибка». «О, это не ошибка. Попомни мои». Остальная часть слов Елены была прервана движением черной фигуры. Ощущая такое давление, как будто двигалась гора, Елена отступила в сторону. «Я обязан исправить эту ошибку», прежде чем пройти через ворота, сказал черный рыцарь. «Стой!» Елена выскочила перед его лошадью. «С дороги! Сейчас ты в деревне, и не моя теперь забота, жива ты или мертва!» «Ты собираешься всех здесь убить? Я не могу позволить тебе сделать это!» «И намереваешься меня остановить?» Черный рыцарь понизил голос. «Уверена, что остановлю!» Ответила Елена с расстояния в 10 футов. Взвал ветер. Ловкость, которую продемонстрировала девушка, когда отпрыгивала в сторону, высвобождая от цепи, раскручивая ее, была поистине впечатляющей. Но настоящий вопрос состоял в том, насколько хорошо ее оружие будет против тяжело бронированного черного рыцаря, и мотоциклы поблизости не оказалось. При резком стуке от шлема черного рыцаря полетели искры, груз на цепи угодил точно в цель, затем последовала череда быстрых ударов. Эта простушка выбрала ту единственную длину цепи, с которой при одном умелом движении руки та стала походить на дюжину орудий. И когда верхняя часть туловища рыцаря покачнулась, Елена пустила в ход левую руку. Вторая цепь, охватив передние ноги снизу, опрокинула лошадь. Громоздкая фигура рыцаря поднялась. Законы физики должны были швырнуть его тело вперед. Или, возможно, ему бы больше подошло приземлиться на ноги позади Елены легким словно перышко. Но сноровка воительницы проследила, чтобы цепи закрутились на обоих его запястьях. Более того, когда девушка вскинула руки, грузы на другом конце цепей взмыли в воздух, обернувшись вокруг тяжелых ветвей громадных деревьев, возвышающихся по обе стороны от рыцаря и лишающих его свободы. «Стой так и веди себя смирно!» сказала Елена, бросившись к своему мотоциклу. Позади нее раздался тихий голос. «Что будешь делать теперь?» Пропустив вопрос, она вскочила на мотоцикл и завела двигатель. Единственное, что поддержало ее хладнокровие, это намек на издевку в голосе черного рыцаря, когда он обратился к ней. Девушка не была уверена, окажется ли лазерный генератор в фаре эффективным или нет, но никаких других вариантов у Елены не было. «Смотри, девица!» воскликнул черный рыцарь. Елена увидела, как он дернул своими полностью вытянутыми руками, ветки затрещали и малиновый луч прорезал темноту, пометив черного рыцаря. Ветви дерева дождем посыпались с обеих сторон, чтобы создать препятствие лазеру. Ветер и дрожь земли заставили Елену отлететь вместе с мотоциклом, но не из-за веток. Скорее всего, ее подбросил в воздух шквал от упавших стволов гигантских деревьев, черный рыцарь вырвал их с корнем с виртуозной непринужденностью. Деревья покоились между рядами домов по обеим сторонам, их стволы образовывали двойную изгородь, позади нее раздался невозмутимый голос. Ну что ж, вот и я. Иду исправлять все ошибки. Тебе следовало бы поблагодарить эти деревья, что спасли твою жизнь. Погоди! Елена уже почти завела мотоцикл, но вдруг испытала потрясение. Казалось, что два ствола были нарочно размещены в расчете навсегда удержите мотоцикл между ними. Пропади все пропадам! Выруглась Елена, хлопнув кулаком по ладони, однако быстро определилась с планом действий. Освободив цепь от ветки ближайшего дерева, после она плотно намотала ее вокруг ствола, затянула покрепче, а петлю закрепила на железном колышке, уходящем глубоко в землю. Такой колышек имелся у нее в отделении для хранения на мотоцикле. Отступив к воротам, Елена уселась на корточке возле руля с выражением лица полным нетерпения и уверенности. Выхлопные трубы изрыгнули огонь, управляемый с поразительным мастерством мотоцикл несся по тонкой линии, которую она протянула от дерева до земли и взмыл высоко в воздух, чтобы легко избавиться от двух стволов и приземлиться на темную улицу по ту сторону. Совершив жесткую посадку при возвращении на землю, Елена и ее мотоцикл теперь, когда последнее препятствие было преодолено, растекали ветер и спустя несколько секунд выскочили на площадь. Неожиданное зрелище приветствовало воительницу, в центре площади располагался колодец, а рядом с ним стоял черный рыцарь вместе с маленькой тщедушной фигурой. «Мама кепш!» со значением скрикнула Елена. Осознав, что деревня находится в большой опасности, произнесенное ее имя было единственной причиной, даже намеком на утешение сохранившимся в ее сердце. «Добро пожаловать обратно!» ответила седоволосая старуха, не взглянув на Елену. Галининый горшок раскачивался под ее левой рукой, правая рука была погружена в его широкое горошко до локтя. Переведя взгляд в том направлении, куда смотрели двое других, у Елены перехватило дыхание. В лунном свете казалось, что жители деревни лежат на земле, сваленные в кучу, никто из них не двигался. Хуже того, некоторые копошились в развернутых ямах, изрешетивших землю, и при их виде Елена покрылась гусиной кожей. «Так об этом», говорил Миксин, «Посмотрев вверх на черного рыцаря, мама Кипш произнесла «Ну так что?» «Ладно, как и обещано, я выжду три дня, и за это время ты ведь знаешь, что нужно делать?» «Без проблем, я тоже выполню свою часть сделки». Елена вдруг ощутила, что ее смертельное сражение с рыцарем случилось давным-давно. Молча поднявшись на своего вороного коня, черный рыцарь произнес «Ну, я отбываю». «И люди действительно не заслуживают такой замечательной знахарки». С этими словами он развернул лошадь кругом. Когда рыцарь и его конь прошли перед самым ее носом, Елена, будто завороженная, могла лишь стоять и смотреть. Лошадь остановилась, черный рыцарь на ее спине чуть повернул голову, чтобы взглянуть на Елену. Белесый лонный свет сверкнул на его шлеме и на плечниках, делая рыцаря похожим на скульптуру из другого измерения. «Мы еще встретимся, боец!» сказал он ей. Лошадь взрыла копытами землю, когда рыцарь поскакал по улице, когда рука опустилась на плечо Елены. Мотоциклистка пришла в чувство и встретилась со скорбью на лице мамы Кипш. Прежде чем девушка вымолвила хоть слово, пожилая знахарка, которая только что проводила убийцу, сказала, «Ты ведь поборола его?» «Да, славный бой должно быть». «Откуда вы знаете?» спросила девушка. «Слышала, как он сказал, боец? Кажется, он расположен к тебе». «Да бросьте, мама Кипш, какого все-таки черта это было?» начала говорить Елена, но когда она обвела взглядом всю площадь, у нее вырвался ордосный вздох. Из нескольких соседних домов стали появляться люди. «Кое-кого цветы не настигли, но ручаюсь, это меньше, чем одна десятая населения». «А все остальные присоединились к знати?» Мама Кипш кивнула, и на мгновение у Елены голова пошла кругом. Единственное, что удержало ее от обморока, было следующее замечание старой женщины. «Но это вовсе не означает, что они обратились полностью. Их ведь не кусали. Нам нужно что-то для них сделать». В виде печальной лица старухи Елене пришлось проглотить то, что она собиралась сказать. «Всего за три дня?» Ди был в тумане. Прошел уже час с тех пор, как он начал преследовать принцессу. Елена с ним не пошла, но это, казалось, совершенно его не интересовало. Ди решительно не знал, где находится, каким бы удивительным это ни казалось. Хотя прекрасный охотник являлся отчасти вампиром, его умение ориентироваться было поставлено в абсолютный тупик. Но что по-настоящему пугало в этом молодом человеке, то, как он, похоже, вовсе на это умение не полагался. И он не пробирался сквозь завесу кромешной темноты, в тумане стоял аромат розы. Вне сомнений, он принадлежал восхитительной принцессе, запахи других роз тоже кружили в тумане, и всё же в поста пяти была только уверенность. «Ты хоть знаешь, где мы?» беспокойно поинтересовалась левая рука. Что же могло так напугать руку? Ди не ответил, что, вероятно, прибавило беспокойство левой руке, поскольку голос продолжил. «Теперь я уверен, что у тебя нет зацепки, но...» «Мы в шестистах футах под землей», сказал Ди. «Тьфу!» фыркнула в ответ рука. «Хочешь сказать, что не знаешь, куда мы идём? Но всё-таки в курсе, насколько мы глубоко? Какой ты странный?» «Ну-ка, что у нас тут?» Ди уже заметил, туман рассеивался, белая масса улетучилась, превратившись в тонкую ленту, которая спутывалась и распутывалась, исчезая, как нити паутины. За туманом проявилась бездонная тьма. «А смердет-то здесь как?» заявила левая рука. Растеряв розовое благоухание, воздух и темнота теперь душили тошнотворной вонью разложения. «Это не комната, я бы сказал, больше похож на подвал. Что до размеров, то он тянется где-то на шесть миль в ширину и имеет приблизительно сто пятьдесят футов в высоту. Здесь, похоже, живут дикие звери, хотя тут пугающе тихо, не ощущая абсолютно...» Прежде чем рука смогла договорить «ничего», звук скрипящих механизмов разнёсся по темноте, раскинувшиеся перед ними подобно небесам. Когда Ди скинул глаза, то уловил нечто, а когда его холодные и чёрные зрачки остановились на определённой точке на полу, раздалось хлюпанье. Что-то упало с потолка, и комната над потолком очевидно была скрыта темнотой. Ди двинулся сквозь черноту без малейшей тревоги, но не туда, где что-то упало. Он следовал за ароматом цветов, который сохранился, несмотря на гнилостную вонь. Очаровательная принцесса должна быть уничтожена, ничто более не интересовало Ди. Только было ли это простым совпадением, что тонкая нить аромата привела его прямо туда, где на полу лежал увесистый мешок? «Внутри сырое мясо», подсказала левая рука. «Аж целая тонна». Из прорехи в сумке доносилась зловония. «Уверен, ты уже знаешь, но я также чувствую запах чего-то ещё». «И это...» Голос начал говорить, слова потянулись вправо. Когда Ди пошевелился, две частички тьмы выступили по обеим сторонам от него и пересеклись перед его носом. На месте, где они приземлились, раздались пронзительные крики. Было неясно, принадлежал ли этот звук человеку или животному, но глаза Ди подтвердили присутствие крошечных существ, вооружённых такими же миниатюрными клинками, приблизительно в десяти футах от него по обеим сторонам. Их маленькие когатки, похожие на рыболовный крючок, и крошечные крылья, как у летучей мыши, выглядели скорее мило, чем угрожающе. Но возможности твари становились очевидными благодаря прядям тёмных волос, которые продолжили падать с албади. Засветились алые точки огоньков, это были глаза карликов. Мордочки, покрытые наростами, лучились злобным кровавым светом. Тусклые блики полетели в Ди со всех сторон, короткие копья целились в него, хотя они были настолько мизерными, что их с трудом можно было рассматривать как копья. Край плаща охотников взметнулся, чтобы отразить снаряды, но через секунду одежда была изорвана в форме буквы «Х», крохотный убийца, который налетел на него с копьями, проворно изрезал плащ своим клинком. Уже готовясь предпринять новую атаку, вторая волна твари сжалась для удара, когда их алые глаза полезли из орбит. Как только два карлика из авангарда приземлились, их разрубили вдоль на две части. Но вдруг они остановились, как укопанные. С обнажённым клинком в одной руке Ди медленно повернулся всем телом, чтобы посмотреть в направлении, которым он пришёл. Что-то окутало его целиком, а левая рука задохнулась от изумления. Из глубин темноты поднимались жуткие миазмы, вдохнув которые, можно было умереть или покалечиться. В них была мощь абсолютно не похожа на тех трёх рыцарей, которых охотник повстречал на поверхности, но всё же было и странное сходство. Это был четвёртый, последний из тех, кого люди называли «четыре рыцари» Дианы Роулс. Источник жутких запахов переместился. Он направился в глубину бескрайней темноты. Несколько секунд спустя обнаруженное присутствие превратилось в стук копыт. Возможно, из-за странной атмосферы этого места эхо взрехляемой почвы искажалось до вёлых протёжных звуков. Дианни шелохнулся. С мечом в правой руке он мрачно ожидал своего противника. Звук остановился. Пятнадцать футов оставалось между ним и Ди. «Что у нас здесь?» Странный шепелявый голос отозвался с высоты коня. «Я пришёл в поисках своей еды и соперников, но принцесса сыграла со мной злую шутку. Кто ж знал, что в мире ещё существуют мужчины подобной красоты?» Теперь Ди пристально глядел на рыцаря в белой броне, который восседал перед ним на белой лошади. Или, может, лучше было бы сказать, что глаза охотника смотрели точно вперёд, и просто так получилось, что лошадь и всадник заполнили его поле зрения. Хотя даже левая рука была окутана жуткой аурой, красивая фигура не выказывала и намёк на напряжение. «Я в восторге!» – пришепётывал рыцарь, полуторанный меч на его левом бедре слегка вздрогнул. «Давно это было, чтобы моё сердце так колотилось! В груди моей огонь я слышу биение, которое затихло, кажется, более пяти веков назад! О, да, да!» Его меч отозвался снова, верхняя часть тела белого рыцаря трепетала от наслаждения. Слова сходили с губ, как будто он не мог проговаривать их достаточно быстро. «Хочешь сокрушить его, убийца? Хочешь вонзиться в этого потрясающего человека? Я знаю, но подожди, прибережём удовольствие на потом. Сначала мы обязаны провести нашу ежедневную чистку». Белый рыцарь протянул левую руку и стал подзывать карликов лениво, нежно, словно чахлый обитатель загробного мира, подзывающий живых. «Идите», говорил он, «идите, враги, которых принцесса даровала мне. О, кажется, сегодня у нас будет весёленькая компания». Полоса света пронзила белое тело, швырнув копьё, крохотные убийцы набросились на него со всех сторон. Их вместе со смертельным оружием накрыло белой волной, движение волны напоминало подзывающую их руку. Когда она снова раскрылась, короткие копья лежали на земле, а четыре карлика были разрезаны пополам горизонтально, как будто в ответ на первый вертикальный удар Ди. «Идите», подзывал он своих следующих противников, единственных, кто остался. Три фигурки ринулись на тело верхом на коне, хотя они двигались с разной скоростью и летели на разной высоте, вспышка белого света подкосила их туловище, изничтожив всех троих сразу. «Моя накидка не порезана», буркнул белый рыцарь. Только после того, как он договорил, шесть кусков нашинкованной плоти упали на землю, но ещё ужаснее, чем их вид, был звук, с которым они ударились из землю. «Нехорошо, совсем нехорошо. Я разделался с ними намного быстрее, чем мне хотелось бы». Пропыхтил слова белый рыцарь, правая рука вернула полуторный меч на бедро, и он продолжил. «Это всё твоя вина. Ты такой необыкновенный, такой сильный. О, ты злой человек. Теперь я должен представить тебя, убийца». Тихий металлический лязг донёсся от бедра рыцаря. Звук был настолько неприятным, что если бы его услышал кто-то ещё, то он бы свернулся калачиком и заткнул уши. Мечи, ножны, тёрлись друг от друга. Клинок сам по себе выскальзывал из ножен, затем возвращался, только чтобы повторить весь процесс снова и снова. Как будто он совершил недостаточно убийств или пролил мало крови. Как будто ему было слишком рано возвращаться в свои ножны. А Дився по-прежнему был там. Итак, этот меч — убийца. Глава четвёртая В лесу смерти Часть первая На протяжении нескольких секунд воины стояли лицом к лицу в темноте, слышно было только лязг убийцы в ножнах. В это время жажда убийства, которую эти двое ощущали как никто, продолжала усиливаться. Когда они скрестят обнажённую сталь, кто докажет превосходство? Плач Ди был разодран атаками злобных, шустрых, мелких карликов, а накидка белого рыцаря оставалась невредимой, к тому же казалось, что сам меч был пропитан некой магией. Тишину нарушил белый рыцарь, сказав «Пора пустить в ход тебя, убийца!» Клинок затанцевал. Движение было настолько плавным и выглядело так, словно меч сам прыгнул в руку рыцаря вместо того, чтобы ждать, когда его достанут. Ди наоборот к действиям не готовился, он не расслаблял, но и не напрягал тело, а руки вылежали по швам. «Ты хорош!» отметил белый рыцарь. «Когда просто стоишь там, этого почти достаточно, чтобы заставить мою кровь застыть. Сомневаюсь, что когда-нибудь снова столкнусь с таким противником в борьбе не на жизнь, а на смерть». Рыцарь внезапно развернул свою лошадь и, не оглядывая, стал уезжать. Сокот копыт был слышен все тише и тише. Хотя действия противника озадачивали, Ди не двинулся с места. Чего он ждал? Удаляющийся стук зазвучал громче и сильней. Всадник возвращался. Поступ приближающегося коня эхом отражало слабое, но все же непоколебимое намерение убить. Он продолжал приближаться. Сто пятьдесят футов, сто двадцать пять, сто. Ди был неподвижен. Клинок всадника настигнет, обрушиваясь приливной волной. Но что случится, когда его встретит другой меч, взвившись от земли порывом снега и льда. Тридцать футов, пятнадцать, десять. Статную фигуру заслонило массивное тело и бешеный стук копыт. А потом раздался самый прекрасный на свете звон, и белая вспышка промчалась подобно метеору. Кто бы подумал, что клинок Ди с треском налетит на Ефес. Искры посыпались из-под копыт лошади, когда она резко вздармозила, а белый рыцарь обернулся и рассмеялся. «Ни один меч не может противостоять убийце!» заявил он. «Теперь с тобой покончено!» И что же сделал Ди? Он остался на прежнем месте, в то время как зачарованный клинок вновь охнул в воздухе, на сей раз целясь в череп охотника. Брызнули кровавые капли. «О!» удивленно воскликнул рыцарь, когда почувствовал, что его меч проделал нечто иное, нежели проник в плоть. Лезвие убийцы было зажато между ладонями Ди, которые он захлопнул над головой. Однако из этих же самых рук хлистала темная жидкость, собственная свежая кровь охотника дождем лила Симона лоб, скатываясь ручьем возле носа. Убийца вонзился чуть глубже. «Сдохни! Будь ты проклят! Сдохни! Все, кто вступил в бой лаза его налились красным от бешенства? Действительно ли силой равнялся рыцарь с Ди? Или же эта магия меча давала ему преимущество? Лезвие медленно скользило между ладонями Ди, при том пуская кровавый душ на охотника. Визжа как взбесившийся хищник, белый рыцарь позволил своему крику вложить усилие в клинок опуская его ниже. Налитые кровью глаза отразили цвет линии затекало в его губы. Ди крутанулся. Ох! Выдохнул рыцарь, возглас протянулся от спины коня, на котором он сидел, до места на расстоянии пятнадцати футов, где он бухнулся на землю. Когда Ди собрался последовать за упавшим рыцарем, громадная белая фигура выскочила перед ним конь белого рыцаря. Он встал неподвижно загораживая путь. Грандиозно! С явным а его лошадь стремглав бросилась к нему. Окровавленный клинок безвольно болтался в руке. Белый рыцарь ухватился за свесившиеся рядом с ним поводья и, наконец, сумел подняться. Резко тряхнув головой, он сказал, «Селён ты, зверь! Кажется, я мог сломать пару костей. Не может такого быть, чтобы ты происходил от той же крови, что и наша принцесса. Ты охотник на вампиров, о котором я слышал, верно? Насколько же ты прав?» Раздался голос из темноты. Разумеется, он принадлежал принцессе. Она как будто кокетничала. Однако её присутствие не обнаружил ни белый рыцарь, да и сам Дин не заметил. «О, моя принцесса!» Рыцарь запнулся. Его госпожа очевидно заслуживала особого обращения, даже у столь помешанного, каким казался он. Вернув убийцу на бедро, рыцарь преклонил колено, его голова уже была склонена. Поступок демонстрировал истинную преданность, не являя ни следа безумия или насмешки. Танцующим движением бледная и прекрасная принцесса появилась приблизительно в пятнадцати футах слева от охотника. «Но, полагаю, у тебя был интересный опыт, не так ли, мой белый рыцарь?» спросила принцесса. «Сияло ли её ли лицо когда-нибудь так, как сейчас?» «Да, миледи», кратко ответил рыцарь, представляясь совершенным мальчишкой. «Живут же в мире люди подобные силы. Интересно, что, если бы твой убийца совладал с ним?» Белый шлем скинулся. «Прошу прощения, но я думал, что вы найдёте...» Принцесса в сердцах замахала руками. «Не говори ни слова, я ошибалась, и, пожалуйста, забудь, что я упоминала об этом. Это решится как-нибудь в другой раз. Ди, это касается и тебя тоже. Теперь, когда ты потерял свой меч, ты никак не можешь продолжать», сказала она. Но когда её взгляд пробежался по профилю Ди, в нём обнаружился страх. Глаза Ди пылали от крови. Оставаясь с пустыми глазами, он двинулся вперёд. «Не подходи ко мне с таким ужасным лицом! Убирайся прочь!» Принцесса отступила. «Почему бы тебе не вернуться в деревню? Разбросанные мною цветы должны вызвать там настоящий переполох!» Свист расколол воздух. «Принцесса!» воскликнул белый рыцарь, ловко выхватывая клинок и разрубая грубую деревянную иглу. Однако причина, по которой принцесса застонала, надавив на левую сторону грудной клетки, была в том, что другая игла ускользнула от её рыцаря и вонзилась, но не в её грудь, а в тыльную сторону руки. «Вот это да!» усмехнулась она, несомненно высоко оценившая то, как охотника удалось метнуть один из своих снарядов мимо убийцы. Хотя умение очаровательной принцессы точно остановить голыми руками иглу, которую Ди только что бросил, вероятно впечатлило его в ответ. Тем не менее, спустя секунду великолепный охотник, взметнув краем плаща, помчался к восхитительной принцессе вампиру. Белый рыцарь готов был встретить его. В этот миг земля загудела, на глубине шестисот футов полутые потайные комнаты накрыло чудовищным земляным потоком, мечущимся к тому же словно гигантская змея. Тело Ди подлетело в воздух, и прежде чем коснуться пола, поглотилось тьмой. Снова стало светло. Ди стоял окружённый морем звёзд. «Кажется, мы в порядке», можно было описать как будничный. Не ответив, Ди осмотрел окрестности. Темнота приходилась юноше почти роднёй. Он находился сверху огромного округлого камня. Вниз спускался длинный ряд похожих камней, их поверхности сверкали, напоминая полумесяца, а огни, что мерцали вдалеке, должно быть, принадлежали какому-нибудь поселению. «Мы на вершине горы», скептически заметила левая рука. «Судя по силе ветров и направлению, в котором они дуют, мы находимся на высоте аж двух миль. Похоже, наша подружка умеет телепортировать предметы, но врасплохо на нас застало это уж точно». Ди глядел на звёзды, но вскоре вновь опустил глаза и беззвучно принялся спускаться вниз по камням. Когда он прыгал с одного булыжника на другой, то походил на мастера танцев. Сориентировавшись по положению звёзд, охотник вероятно пребывал у северных границ владения принцессы. Возвращение в сакре могло занять целый день и ночь упорной скачки. Это любопытная деталь. Старая женщина подбросила целый пучок трав в грязно-бурую жижу, кипящие вые котли. Они расположились в помещении для приготовления лекарств, под которые она оборудовала заднюю комнату своего дома. Ни один из деревенских мэров никогда не видел его внутреннюю часть, и Елена, стоя там подле старухи и рассказывая ей всё о том, что случилось в замке, фактически стала первым за пятьдесят лет посетителем, которого видела эта комната. Дневной полуденный свет пронизал закопчённые кружевные занавески. Подумать только, принцесса просит охотника избавиться от её четырёх рыцарей. Ну, такой-то симпатичный как он, наверное, справится наоборот. Елена попыталась вернуть её в прежнее русло, сказав, «Я-то думала, что вы больше удивитесь, мама Кипш, ведь принцесса попросила его убить её рыцаря как-никак. Какого чёрта она может замышлять?» «Ничего она не замышляет», решительно заверила пожилая знахарка, зачерпнув из стеклянной баночки три столовых ложки красного порошка и добавив его в кастрюлю. «Она, похоже, говорит правду. Хотите сказать, она всерьёз желает их смерти? Почему? По той самой причине, которую ты называла. Думаю, теперь она хочет быть свободной. Знать отказывающиеся от одного из своих замков?» Протянула Елена и пожав плечами продолжила. «Никогда о таком не слышала. Они же привёзаны к своим крепостям как свет к тени. Один не может существовать без другого. Не поэтому ли нас провели через ад?» «Никакого ада нет», проворчала мама Кипш. Голос её вновь посерьёзнил. «Мы люди, вырастили тех ещё сумасбродов. Вроде тебя или моего внука. Ничего странного в том нет, если предположить, что то же самое относится и к знати. В конце концов, их взгляды во многом схожи с нашими». «Значит, эта дрянь действительно могла думать об этом?» Процедила её Елена. Мама Кипш была для деревни огромным кладезем мудрости, и её слова в итоге заставили девушку оценить всю серьёзность сказанного принцессой. «Только слушай, ты никому не должна говорить об этом?» Предостерегла знахарка, её настоятельность стряхнула Елену. «Почему это?» «Потому что в этой деревне есть те, кто будет не слишком-то рад таким новостям». По лицу Елену сколизнул ужас. «Похоже, вы правы. Но хватит об этом. Помоги-ка мне придумать, как решить приключившуюся неприятность. Чтобы закончить приготовление этого лекарства, мне не хватает всего-навсего синего мхаяки». Мама Кипш всплеснула руками. «Синий мох, вы говорите о том, о чем я думаю? Из леса Шамбала? О, забудь, что я говорила про это». Спохватилась старуха. «Уверена я найду, что использовать взамен». Елену как будто осенило, и она сказала, «Ничего другого тут не используешь, и вы это знаете. Врать вам всегда плохо удавалось». «Ладно, я схожу за ним». «Нет, уже полдень. Даже на твоем мотоцикле до леса добираться два часа и еще час искать мох. В лучшем случае ты вернешься к пяти часам вечера. И лес слишком опасен». «Черт, что за бред? Я же поеду не одна, возьму с собой своих парней». К счастью, они заливали глотки на товарном складе у окраины города, так что кое-кто из них не получил крещение вампирской розой. «Вы напрасно расстанетесь со своими жизнями», сказала мама Кипш девушке. «Мы никогда не узнаем, если не попробуем. Ваш собственный внук отдал жизнь, делая то, во что верил. И даже не из-за своей девушки, опустив глаза в пол, старуха затем положила руку на плечо Елены и поблагодарила ее. «Хорошо, значит, да будешь немного мха для меня?» спросила она. «Конечно, я хочу сделать все, что смогу, чтобы насолить тем слезнякам». И с этими словами Елена стиснула зубы, как будто проверяя на твердость свое решение. Часть вторая Выйдя на улицу, Елена направилась к площади, менее чем в трех минутах ходьбы от дома Момо Кипш, над местом, где похоронили себя столько жителей деревни, раскинулся наспех сооруженный навес. Нет нужды говорить, что он отражал солнечные лучи. Для людей, которых обратили в аристократов, имелось здание, расположенное на южной окраине деревни, только оно не могло разместить их всех. Навес принял у селян остававшихся незараженными в течение целых пяти часов, чтобы укрыться после восхода солнца, и он все равно был недостаточно большим, а одна треть укрытия была сделана из одеяла ткани. Когда девушка приблизилась к тенту, на барабанные перепонки начали давить необычные крики. Она не собиралась ничего предпринимать и не хотела затыкать уши, только лишь хмурилась. Она должна была слушать, чтобы подпитывать гнев, который ощущала к подонкам, виновным во всех этих стонах. Один из жителей, что стоял у входа под навес, заметил Элену, и его лицо посуровело, он перехватил копье в правой руке, это был фермер по имени Гарри. Я ведь не аристократ? Елена кое-как изобразила улыбку. Почему это происходит с нами? Спросил Гарри, выражение его лица не изменилось. Я не знаю. Приезжает тот паренек, и в тот же день случается все это дерьмо. Вас двоих видели поднимающимися по дороге к замку. Но мы повернули назад, прежде чем добрались туда, ответила девушка. У нас в городишке мало таких красавцев, как он. Вот я и подумала назначить ему свиданица. Тьфу, вшевая потаскуха! Мужчина сплюнул с отвращением, отвернувшись. Никто в поселке, по правде говоря, не понимал распущенного поведения команды Елены. Уж извини. Она не позволила выражению на своем лице измениться, но только лишь скользнув за отворот входа, с размаха ударила правой ногой. Как всегда, ее инстинкты были на высоте. Верно, даже мужланистый фермер никогда прежде не получал удар промеж ног сквозь слои брезента, можно было слышать, как от земли снаружи доносятся болезненные стоны. «Научись с дамой разговаривать, хер обвисший!» буркнула Елена, и хотя этот удар должен был приподнять и настроение, голос звучал мрачно. Стенания под навесом стали оглушительными, еле не стоило больших усилий только чтобы удержаться и не закрыть глаза. Наполовину зарытые в почву или присыпанные грязью жители деревни корчились на земле. На их спинах, шеях и лбах неожиданно раскрылись розы четырех разных оттенков, даже если бы незараженные селени вытащили их, то розы снова проросли бы сквозь растерзанную плоть, чтобы расцвести в красочном представлении красного, синего, черного и белого. Видимо, этот необычный способ заражения не делал их истинными слугами знати, поскольку они не спали днем, а только корчились в муках, когда лучи солнца проникали сквозь укрывающих плотный непромокаемый брезент. А вот почему их защищают вместо того, чтобы пробить сердце окольями, сказала себе Елена, если бы эти люди получили поцелуй аристократа, их давно бы казнили. Таков закон фронтира. Елена! Всхлипнул голос у нее под ногами. Ничего не говоря, Елена просто продолжила смотреть прямо перед собой. Помоги! Это я! Докой! Я! Сэрон! Так жарко! Боль! Мое тело горит! Что-то схватило ее за лодыжку, холодная рука, Елена не шевельнулась. Просто подождите еще немножко, я уверена, что мы приведем вас в норму. Но пока девушка говорила, тело ее било дрожь. От хватки ее друга по лодыжке в нее вонзался страшный неописуемый холод, кожа начала облезать, и этот голос. «Елена! Проклятый уродец!» Рявкнула девушка, слова сорвались таким голосом, которого она у себя даже представить не могла. Правая рука скользнула к бедру и взялась за отрезок утяжеленной цепи, Елена отступила с ней назад, а затем хлестнула нарочно силой. Раздался противный звук, и неприятно теплые брызги полетели ей в лицо. Но девушка продолжала обрушивать груз на конце цепи, снова и снова она замахивалась им, а между ударами голос продолжал еле-еле произносить ее имя, точно нараспев проклиная. Возможно, именно для этого груз на цепи предназначался, добивать до конца. Позади нее выкрикнул другой голос. «Елена! Что ты творишь?» Ручища грубо обхватила ее туловище, отдернув назад. «Пусти меня, страшилище! Я тебя убью!» надрывалась она. Последняя фраза эхом повисла в солнечном свете. «Угомонись, дура!» Пощечина зазвенела на щеке. Освобожденная теперь от того, что ее удерживала, Елена стояла в стороне от площади. Гарри по-прежнему крючился на земле перед тентом, а из-за спины девушки вышел один из байкеров и встал к ней лицом. Единственная прядь волос, напоминающая эклер, тянулась вниз из середины его лысины. Это был Сталь, ее помощник в банде. Потирая щеку, Елена тихо проговорила. «Больно вообще-то! В следующий раз постарайся быть нежней!» «Извини!» ответил Сталь, обнажив свои жемчужные зубы в улыбке. Его глаза говорили ей, «Это на тебя больше похоже!» «Сколько наших осталось?» спросила его Елена. «Семерых подкосила эта гадость! Все, кто остался, это я от Анны Никол!» «Считай, меня будет четверо! Этого достаточно!» «Достаточно для чего?» «Чтобы пойти в лес Шамбала и найти синий мох!» Елена поглядела в полностью противоположном от поместья аристократке направлении. Ее слова заставили глаза Сталя полезть на лоб. «То есть сейчас?» «Уже ночь настанет, когда мы закончим!» «Я хочу рискнуть!» «Соваться туда под вечер это оформленное самоубийство!» «Недоумевал Сталь!» «Нам можно попрощаться с жизнями!» «Да чего же хочется узнать, почему все только про это и твердят!» «Если ты настолько дорожишь своей жизнью, когда дело запахло жареным, может, ты не годишься для того, чтобы изображить из себя крутого парня даже в такой захуделой деревушке?» «Беги домой и спрячься под одеялами!» «Я просто говорю!» «У меня кровь из ушей пойдет, если я услышу еще хоть одну отговорку!» заявила ему девушка. «Прекрасно! Я еду одна!» «Если ты достанешь мох, что случится потом?» «Потом все поправятся!» «Возможно!» «Все зависит от мамы Кипш!» Сталь затруднялся с ответом. Повернувшись спиной к продолжавшему молчать товарищу, Елена направилась к домам. Единственное, о чем она думала, где бы ей раздобыть необходимое оружие. Об этом и еще об одном силуэт юноши в черном, чье одеяние отрепетало в лунном свете, кружило Еленой перед глазами. Но она задвинула эту картинку на задворке разума силой воли и, возможно, с легкой грустью. Проехав два часа со скоростью чуть менее 100 миль в час, она смогла, наконец, увидеть расплывчатое пятно черноты за красноглиняными равнинами. Как только она собралась поддать газу для скорости, то услышала позади себя приближающийся тихий вой двигателя. Елена ехала, не обращая внимания, но спустя пару секунд еще три мотоцикла вырулили рядом с ней так, что их байки выстроились в идеальную линию. «С возвращением, тюфяк!» сказала она, по-прежнему глядя вперед. Справа от нее Сталь почесал в затылке и буркнул. «Эй, не говори так! Я ведь здесь, верно? Можешь мне еще и медаль тебе вручить?» «Да отвяжись-то от него уже, Елена!» Подмигнул ей круглолицо Никоу на мотоцикле слева. Как и его лицо, тело мужчины было пухлым и округлым. «Почему ты раньше за нами не пришла? Мы с Таном хорошенько бы ему шею намылили!» «Сталь просто беспокоится за всех нас!» Растягивая губы в улыбке, сказал Танн по другую сторону от Никоу. Они были закадычными друзьями, но физически являлись полными противоположностями. Танн был горой мускулов. «Ну, наверное, вы не хотите, да и не нуждаетесь в том, чтобы я беспокоился о каждом из вас. Но я не думаю, что мы настолько пали духом, чтобы позволить нашему командиру в одиночку отправиться собирать эту дребедень!» Проговорил Сталь, застенчиво теребя свою единственную оставшуюся прядь волос. Елена лишь скорчила рожицу и сказала ему, «В этом мы пока сходимся. Может оказаться, это единственный шанс, который нам представится, чтобы сделать что-то для кого-то. Ваша жизнь теперь в моих руках!» Единственным ответом ей от собратьев стал рёв их мотоциклов. Спустя десять минут четверо добрались до опушки леса, где массивные чёрные стволы тянули ветки с листьями цвета тьмы. Найти тонкую нить тропы, ведущую в лесную чищебу, было довольно просто. «Выбора у нас нет. Придётся оставить мотоцикл здесь», сказала Елена, встав с сиденья. «Ты хоть знаешь, где тот синий мок растёт?» Поинтересовался Сталь, перекидывая винтовку, больше похожую на пушку, и патронтаж за спину. Таан выгрузился в своего мотоцикла увесистый трёхфутовый цилиндр с наконечником, а Некоу непринуждённо прогуливался, усердно вращая обоими запястьями. Вокруг них сплетались длинные тонкие блики света. «Пошагали!» После команды Елены блики в каждой из рук Некоу превратились в три метательных ножа. В лесном пологе, черной тучей, нависшим над группой, имелись щели, и сквозь них просачивались вытянутые тусклые солнечные столбы. Хоть узоры дневного цвета и являлись плодами природы, они обладали таким причудливым геометрическим порядком, что многие странствующие художники, как говорят, приезжали полюбоваться ими. Насколько Елена помнила, синий мох рос на груди камней в западной части леса. Осторожно пробираясь вглубь, группа обнаружила, что всё поле их зрения заполняют разнообразные растения, зовущие этот лес домом. «Жарища, гляньте-ка на все эти заросли и гари, редкую зелень и вытянутый бамбук. Если б мы только смогли собрать их и продать в столице, то полгода как сыр в масле катались бы. От непруха. Что поделать? Уверена, что мы не можем остановиться и пособирать немного». Пробормотал Тан. «Каждая секунда на счету», ответила ему Елена. «Вот, вот этот благородный лес явит свою уродливую сторону». Но даже упрекнув товарища, она не могла не разделить его чувств. Какое это расточительство оставлять такие сокровища? Пестрые растения, названные Таном и многие другие, в изобилии росли между деревьями или среди их корней, за ними жопностью охотились столичные торговцы для своих медицинских целей. Несмотря на то, что в соседней деревне не было достаточных площадей земли для культивирования, она была довольно богата благодаря щедрости леса. Кроме того, из-за особых свойств зона, выделяемого деревьями в лесу и уникального состава почвы в нём, там всегда было предостаточно растений независимо от того, сколько их собирали. Тропа, по которой следовала группу, фактически была протоптана людьми, собирающими различные экземпляры. «Заметил что-нибудь, сталь?» Небрежно бросила Елена, когда они прошли примерно минуту три. «Да!» Ответил он, едва качнув своей почти лысой головой. «За нами уже какое-то время хвост. Но трамчу, это может представлять реальную угрозу. Не спорю. Думаешь, это лесной житель? Будь я проклят, если знаю, но оно и не приближается, не отступает. Видать, смышлёное, судя по всему». Хотя Тан и Нико могли слушать каждое сказанное этими двумя слова, они не выглядели хоть сколько-нибудь заинтересованными. В конце концов, эти парни не просто выросли во фронтире, они вели разгульную жизнь в своей банде. Потребуется нечто большее, чтобы смутить их. «Поздороваемся?» «А как же?» Согласилась Елена и, говоря, дважды щёлкнула пальцами. Реакция не последовала. Тропа впереди изгибалась и исчезала за деревьями. Сделав первый шаг за поворот, Елена и её банда продемонстрировали свою слаженность. Слегка развернув туловище вправо, Никоу позволил чёрной полоске выпорхнуть из своей правой руки. Метательный нож, который он швырнул, можно сказать, с нечеловеческой скоростью, затерялся среди деревьев. Спустя всего несколько секунд дуло винтовки стали и наконечник цилиндра Тана были направлены в одну и ту же сторону. А ещё через пару секунд Сталь хмыкнул. «Остановился!» Говорил он не о метательном ноже, а скорее о том, что, как они ощущали, преследуют их. Сверкая глазами, Елена сказала, «Твой нож исчез. Промазал?» «Не, мы бы услышали, если бы его блокировали, или раздался бы звук, когда он наткнулся в дерево, если бы от него уклонились. Но я не думаю, что нечто смогло поймать мой глинок. Тогда что произошло?» Удивилась Елена, нисколько не сомневаясь относительно способностей своего друга. «Ну, возможно!» Начал Никол, и тут с неба беззвучно обрушилась чёрная фигура. «Головорез!» Закричал он, когда волосатая рука обхватила его за шею, и он был поднят высоко в воздух. Прежде чем оружие стали смогло изрыгнуть пламя, Елена послала свою жужжащую цепь с грузом на конце вслед существу. Раздался хруст костей, и чуть ли не животный крик боли, а следом на землю рухнул Никол. Шорох веток не стих, и что-то похожее на туман росило группу, затем воцарилась тишина. Солнце по-прежнему стояло в небе, но всё же в лесу не было слышно ни стрекотания насекомого, ни пения птицы. — Дерьмо! Клятая кровь! — выргался сталь, обнаружив на пальцах жидкость, что упала на его лысую макушку. — Две сотни на то, что этот гадостный головорез в конец спятил, если Елена смогла отхватить от него кусок своей цепью! — проворчал он. — Эй, это что значит? Елена испепелила сталь взглядом, затем продолжила. — Что ж, раз я не убила его, тогда он, вероятно, вернётся. Следов того, что нас по-прежнему преследует нечто нет, поэтому возьмём себя в руки из-за дела. Двинувшись вперёд, их командир была полна решимости, и трое мужчин не могли не ухмыльнуться. Едва они начали идти, как Никол заговорил с Таном. — Приметил сейчас кое-что у этого головореза, то, как он нелепо одет. — Не, я ж был прям под тобой, мне не удалось хорошенько его рассмотреть. Хочешь сказать, он был во что-то одет? — Ну, я видел, — ответил Никол. На нём была зелёная рубашка и полосатые штаны. Так всегда любил наряжаться дед Джепп. Тан притих. Год назад девяностолетний Джепп отправился в лес на поиски растения под названием молодильная трава, которая, как говаривали, возвращала утраченную юность. Но больше о нём ничего не слышали, Никол жил рядом с домом старика. — Значит, головорез действительно в конце концов добрался до старика Джеппа, — сказал Тан наконец. Непрестанно потирая шею, Нико ответил. — Я видел так же и кое-что ещё. На руке, которую он охватил меня за горло, она вся была ужасно волосатой, но на сгибе локтя был шрам. В точности похоже на тот, что Джепп получил, когда колол трава. Мне было тогда года четыре, а может лет пять. — То есть эта хрень это я с дед Джепп? — пискнул Тан тонким, как ниточка, голоском. Никоу покачал головой, возразив. — Не может быть, рожа у него была, ну, вылитая обезьяна. Это никак не мог быть, Джепп? — Хватит вам трепаться про всякие страшилки. А вдруг перебил сталь, но двое мотоциклистов не смутились его замечания. Скорее, их выражение наталкивали на мысль, что он предостерёг их от чего-то, поскольку те умолкли. Стена деревьев закончилась так же резко, как удар ножа, и их взорами вдруг овладела причудливой формы груды булыжников. Но даже больше, чем холом из гладких кубовидных камней, выглядящих так, словно они были буквально отполированы с механической точностью, глаза групп поприковала площадка вокруг него. Это была цель их путешествия. — Эй, его здесь нет! — отозвался сталь спереди. Все дружно посмотрели в том же направлении и не нашли вокруг скал ни синего мха, ни чего-либо ещё, кроме чёрной земли. — Как вам это нравится? Должно быть, вымер! — брякнул Тан. Бросив взгляд на кучу камней, Елена проговорила. — Быть такого не может. Я видела его лишь в прошлом году. Вон там! Её палец указал на верхушку каменной груды приблизительно шестьдесят футов высотой, где синий кулачок, который легко можно было пропустить, цеплялся за поверхность. Обернувшись, Таль спросил. — Кто же полезет за ним? — Я! — ответила Елена. — Это рехнуться как опасно! — присвистнул Никоу. — А для остальных было бы безопасней? Продолжая растирать шею, тот пожал плечами. — Головорез может вернуться. Смотрите в оба! И с этим оставив их, Елена ухватилась за ближайший скальный выступ. Когда она проворно взбиралась, какая-то тёмная дымка прицепилась к её телу, надвигался угрюмый вечер. Держа своё оружие наготове, Сталь с тревогой смотрел округу. — Ветер поднимается! — заметил он. — Чёрт! Ветер стал бы наименьший из наших забот! — ответил Тан и, взглянув на Никоу, спросил. — Похоже, у тебя уже нет жара. Ты в порядке? Всё, потеряя свою шею, другой рукой Никоу смахнул солбопот. — Знаешь, я как-то слыхал одну историю от Мамы Кипш. — заговорил Тан, перехватив металлический наконечник своего оружия. — Давным-давно, кажется, аристократы использовали эту груду камней для неких экспериментов. Вот почему она выглядит абсолютно аккуратной и неестественной. — Каких экспериментов? — спросил Никоу. — Но для того, чтобы наделать страшилищ, которых они расселяют по всему фронтиру, им сначала нужно было собрать обычных животных. Племенной скот в каком-то роде. Эта каменная хреновина предположительно служила управляющей башней. Говорят, так были созданы новые виды типа головорезов, беззубых ртососов и прочей дряни. — Да уж, закручивали они нам гайки. — Ай, тебе, похоже, полегчало, Никол? — Да, наконец-то! — улыбнулся тот своему приятелю, но так и не убрал руку от шеи. Сложив ладонь чашечкой возле рта, Сталь прокричал в небо. — Как у тебя, Елена? — конечно, он посмотрел, убедившись, что у неё есть надёжная опора, прежде чем заговорить. — Я в порядке. Ещё чуть выше. Успокоившись ответом, её помощник едва обернулся к лесу, как до него донёсся резкий вопль. Сталь, стремительно развернувшись, каякнул в испуге, а глазам его открылся вид на то, как тело Елены оплетает множество усиков, которые, вероятно, могли быть лозами или верёвками. Сползая вниз с вершины горы, они явно демонстрировали движение по собственной воле. Но кто был действительно удивлён, так это Елена. Как только она добралась до крепившегося на нижней стороне уступа мха, что-то устремилось сверху вниз и опутало её. Естественно, она пришла в смятение и едва не упала, но мир по-прежнему полнился иронией, и эти же самые странные усики уберегли девушку от падения. И в ту секунду, когда они оплели её, Елена отметила удивительнейшую вещь. На ощупь они были холодными и твёрдыми, металл. Это были неживые существа. «Ребята, не стреляйте!» крикнула она своей банде, рассматривая извивающиеся щупальца, в то время как правая рука скользнула к цилиндру, висящему на поясе. Это была зажигательная граната, что её покойный отец приобрёл в полнейшей секретности у торговца из столицы. Как только она выдернет чеку и швырнет гранату, то за пять секунд испепелит всё в радиусе 150 футов жаром в 10 тысяч градусов. Или в данном случае расплавит. Хотя, вероятно, было бы сумасшествием с её стороны воспользоваться гранатой в данной ситуации, но выбора не было. Елена зубами ухватила чеку, вдруг остальная часть гранаты ускользнула от неё. Сжимая серебристый цилиндр, щупальца такого же оттенка металась прямо у девушки над головой. Звук горящего запала терзал слух. Четыре секунды до взрыва. «Пошевеливайся и подависи ты треклятой штукой!» выкрикнула девушка. Поразительно, что она вообще могла говорить спокойно и в ситуации, в которой разгоняла кровь. Ещё более удивляло то, что она не просила своих друзей внизу о помощи. Правда, даже если бы она позвала их, возникал вопрос, были бы эти трое мужчин в состоянии помочь ей. В эту минуту трио остолбенело при виде выходящего из леса причудливого создания. Туловище оно имело, как у мужчины, абсолютно голое и мускулистое, но ниже, сзади подёргивался длинный хвост. Его конец, даже при том, что пятнадцать футов уже торчало из леса, всё ещё прятался за деревьями. Нижнюю половину, которая закручивалась змейкой, покрывали бирюзовые чешуйки, отражающие вечернюю зарю. В сущности, ты был змей. Подбираясь к тройке, существо смотрело пустым взглядом, но стоило ему остановиться и неспешно оценить мужчин. Его глаза стали сверкать фосфорицирующим зелёным. «От вас воняет кровью головореза, но вы станете моей едой, не его!» Заявило оно. Его шипящий голос был похож на воздух, спускаемый из проколотой шины. И с этим воплем оно вдруг попыталось ухватить стали. Огромная чёрная дыра открылась на его лице, прямо в середине лба. Стремясь выпустить всю свою энергию в маск существа, три с четверти дюймовая свинцовая пуля из винтовки стали прошла сквозь лоб змея-человека, вырвавшись из его затылка вместе с огромным количеством серого вещества. Но менее чем через секунду входное и выходное отверстия раны закрылись, и змея-человек ухмыльнулся дородному мотоциклисту. Он был потанком существ, которых создала аристократия, и его способность к регенерации повреждения ошеломляла. Выражение на его лице больше не было человеческим, скорее это было лицо демона. Когда рот его распахнулся, выскользнула тонкая лента языка, конец которого был раздвоен. Оранжевый сгусток ударил в лицо созданию пламя. Оно вырывалось из наконечника, который держал тан, бак, пристегнутый к его спине, был заполнен маслянистым веществом, воспламеняющимся при высоких температурах, и когда оно освобождалось жатым воздухом, жидкость загоралась от трения с воздухом. Другими словами, это был огнемет. Очевидно, это сверхъестественное существо, казавшееся настолько приученным к тому, чтобы быть побитым или порезанным, или даже застреленным, не могло восстановить повреждения от ожогов, поскольку, когда огонь охватил его, кожа тут же спеклась и облезла, а змееподобная форма начала дикий танец предсмертной агонии. «Достало!» обрадовалась Елена, но Сталь был единственным, кто мог бросить на нее взгляд. Девушка стала спускаться вниз, а предмет, зажатый у нее подмышкой, определенно был большим куском синего мха. Глаза ее говорили наслаждение этим успехом, пламенем мигавшим в их глубине. Когда девушка пыхтя попыталась скатиться, из каменной вершины неистово вырвался огонь, и весь холм загремел. «Торопись! Эта куча сейчас развалится!» — крикнул ей Сталь. «Знаю! Приготовься ловить!» И только Елена это сказала, как бросила вниз, не мог, что следовало ожидать, а сама прыгнула в воздух. Не совсем подготовленный Сталь умудрился поймать ее точеную фигурку, но больно плюхнулся на свой зад. «Проколятие болит!» — простонал он, в то время как Елена быстро вскочила на ноги. Глаза девушки округлились при виде странного змеевидного существа, корчащегося перед нею. Его хвост был около тридцати футов в длину, и в своем бешеном метане непрестанно било землю. Каждый раз при этом грохот, казалось, доносился до самых небес. Внезапно на хвост существу приземлился кусок скалы. Расплющив его, валун подскочил на земле еще раз или два. Все это время, отчаянно стараясь сохранить равновесие, Елена ринулась к лесу. Позади нее гора, или скорее каменная пирамида, стала рассыпаться точно костяшки домино. «Черт побери, что происходит?» — недоумевал Сталь, когда они, сломя голову, понеслись к заведшей их сюда тропе. То дурацкое щупальце выхватило у меня зажигательную гранату с горящим запалом и потащило обратно в камни. «Наверное, это какой-то ловец животных или что-то такое. Интересно, что же там за этими камнями?» «О, так ты жаждешь поближе разглядеть машину аристократов, а? Шутишь, что ли?» — загрызнулась Елена, а потом услышала позади себя отчетливый цокот копыт. Но почему женщина-фронтира представила себе не аристократа, а охотника в черном? Обернувшись, чтобы посмотреть, Елена оторопела. Казалось, что лошадь бежит не спеша, только чтобы идти в ногу с удирающими друзьями, на ней восседал черный рыцарь. Девушка видела его прежде много раз, и хотя она находила мощь предводителя четырех рыцарей столь же устрашающей, как и всегда, у нее не хватало времени на такие эмоции, когда он был на хвосте. Он представлял собой воплощение ангела смерти, только что бы ему делать здесь? «Срань!» — выругал Сатан, он тоже замер на месте, но она провела наконечник своего оружия на четвертого рыцаря, а она выпрямила огненный шар. Даже не пытаясь уклониться от него, черный рыцарь поехал прямо на взрыв, а затем сквозь него. Огонь лизнул его броню и накидку, а после исчез. Полоса света метнулась от земли к небу, Тан едва вскрикнул от боли, как его разрезало пополам. Подкованные железом копыта затоптали тело, разделив храбреца на две отдельные части, прежде чем он повалился в подлецок. Елена остановилась, оглянувшись, она уставилась на преследующего ее рыцаря. Сталин и Коу последовали ее примеру, одновременно остановился и черный рыцарь. А вот и ты, наконец, шел за нами по пятам, как только мы ступили в лес, да? Требовательно спросила Елена после того, как дрожжа в груди утихла. Конечно, да, ответил он. Его голос звучал, словно гул из земных глубин. Какого рожда ты преследовал нас? Ответ же очевиден. Я не мог позволить вам привезти этот мак в деревню, поскольку тогда я был бы не в состоянии избавиться от всей той мерзости. Но так они поправятся, скричала Елена. Они больше не будут похожи на вас? Они отбросы! Выстрелил луч света, раскрошив земли прямо перед Еленой. Но даже когда на нее посыпалась почва, девушка не отшатнулась. Погоди минуту! Выпалила она, раскрывая рот как можно шире. Возможно, ее гневный порыв сработал, так как черный рыцарь замер. Действуй или умри! С новой решительностью Елена заговорила. Я тебе выдам один секрет. Кое-что касающееся ненаглядной принцессы, которой ты присягнул. Кое-что о принцессе. Недоверчиво фрыкнул черный рыцарь. В его голосе прозвучал смешок. Нет сомнений, он был убежден, что это какая-то выдумка с ее стороны, чтобы потянуть время. Правильно, я говорю об этой стерве. Твоя драгоценная принцесса одобряет то, что ты делаешь. Черный рыцарь ничего не сказал. Так я и думала. Честность, это знаешь ли достоинства. Ты так строишь из себя всего этакого преданного, и все же шныряешь тут, нарушая приказы у нее за спиной. Уж не поэтому Лена собирается вышвырнуть тебя как мусор? Как мусор? Меня? Удивился черный рыцарь. Его голос, естественно, был подозрительным. Таких слов никто, возможно, не воображал услышать от этого человека. Нет, не только тебя. Вас всех! Понимая, что превосходство теперь у нее, Елена вложила в свой голос силу, сказав, Я рассказываю тебе это в качестве особой любезности. Ваша дрожайшая принцесса на самом деле попросила меня иди избавиться от всех вас. Выпалив эти слова, Елена испугалась ответа, который мог за ними последовать. Наступила тишина, и биение сердца девушки отдавалось у нее в голове словно гонг. Плечи черного рыцаря дрогнули, низкий гул послушался откуда-то из-под его брони. Елена спросила себя, не плачет ли он, даже стали никого переглянулись, но вдруг девушка поняла, что ошиблась. Сумерки разогнал раскатистый хохот. Никогда бы не подумал, что ты такое скажешь. В жизни не слышал ничего и в половину более уморительного. Так принцесса поручила вам двоим избавиться от нас, да? Это правда! Вспыхнула Елена, понимая, что спорить с ним бессмысленно. Черный вестник смерти наверняка бы распростер свои смертоносные крылья у нее над головой. И действительно, черный рыцарь пришел в движение. Не торопясь, медленно, будто тяжелая гора. С того боя, что ты дала мне вчера вечером, я считал, что ты подаешь надежды, несмотря на свою человечность. Но раз ты прибегаешь к подобным фокусам, я крайне в тебе разочарован. К тому же, твоя маленькая хитрость просто не может быть более дерзкой. Это непростительно! Кто бы говорил, ты крылся за нами, почему ты просто не показался с самого начала? Я хотел посмотреть, что вы будете делать прежде всего, ответил черный рыцарь. Надо иметь неслыханный запас решимости и силы, чтобы заехать в этот лес, зная, сколько времени это займет. И я подумал, что было бы неплохо лицозреть эти качества воочию. К тому же, мне было любопытно, что вы будете искать. Когда ты начал преследовать нас? Спросила Елена, подбирая вопрос. На самом деле, сейчас она пыталась выиграть немного времени. Даже если это сохранит ей всего несколько минут жизни, она не могла упустить возможность увеличить свои шансы доставить и не мог. Когда ты с остальными покинула деревню? Гад ползучий! Все время шпионил за нами, а? Все на благо принцессы! Сказал черный рыцарь. Его фигура выросла в секунду. Елена наконец заметила, что он постепенно приближается к ней. Беги, Елена! Выкрикнул Сталь, вдруг прыгнув между ними. Гром и огонь вылетели из его винтовки, тяжелый глухой удар разнесся далеко, и верхняя часть тела черного рыцаря слегка качнулась. На лбу в его шлеме осталась мелкая зазубрина, вокруг нее быстро образовывались другие вмятины, когда пули и искры отскакивали от рыцаря. «Прости!» шепнула Елена, отталкиваясь от земли со вторым выстрелом. Хлопок оружия Сталь был словно нож ей в сердце. Она подумала о лавировании между деревьями, чтобы вывести из игры лошадь черного рыцаря, но Елена знала, что если он доберется до мотоциклов, прежде чем она, ее в любом случае прикончат. Она бежала так быстро, как только ноги могли нести. Тогда девушка услышала стук копыт, чувство, как будто вся кровь отлила от тела. «Сталь!» Имя легко сорвалось с губ. Сок от подкованных копыт раздался в трех футах от нее, и горячее дыхание лошади обожгло ей затылок. «Значит, это конец?» на секунду подумала она, а затем справа раздался рев, что сотряс бы с нами небеса. Глава пятая Танец рос Часть первая Крик этот Елена уже слышала прежде, но самого существа она не видела никогда. Оно, попросту известное как лесной житель, по рассказам откусывало головы огненным драконом, а в качестве зубочисток использовало крупные деревья. И хотя мотоциклистка не придавала таким рассказням особого значения, громадные кости, которые порой находили возле леса, давали понять, что существо представляло опасность, с которой она ни за что не хотела бы сталкиваться. Фигура, внезапно налетевшая на черного рыцаря ростом, была примерно футов десять, покрытая волосами и округлой формы. Руки и ноги были вдвое толще, чем человек мог бы обхватить, однако ничто не намекало на пальцы. И если Елена думала, что этот запах крови головореза на ней привлек сюда существо, фактически оно было стражем, посланным с неба. Едва она собралась удирать, как услышала тяжелый удар, и за спиной заржала лошадь, девушка невольно обернулась, чтобы посмотреть. Черный рыцарь вместе с конем был сбит с ног, лесной житель воздел одну руку и обрушил ее на брюхо лошади. Броня вмялась, и животное спустило страдальческий крик, затем Елена увидела, как полоса света наполовину погрузилась в мохнатое плечо существа. Черная струя брызнула на ветви и листья, окрашивая сумерки, лесной житель размахнулся другой рукой. Раздался приглашенный стук, когда рыцарь отбросила назад поразительным хуком. Он твой! Воскликнула Елена, посылая твари воздушный поцелуй, прежде чем ноги ее впились в землю. Надежда вновь пробудилась в ней, а выход маячил прямо перед глазами. Она ощущала, будто может слышать звук, с которым расширяется поле ее зрения. Елену трясло. Мотоцикл стоял точно там, где она его оставила, и в том же самом виде. Взобравшись на него, она нажала кнопку стартера, двигатель зарычал. «Елена!» Девушка подумала, будто ей кажется, что кто-то зовет ее по имени, но потом услышала голос снова, совсем рядом с собой. Прежде чем она смогла определить его точное местоположение, ей навстречу выбежала фигура. «Никоу!» «Я улезнул!» «Сталь сказал не позаботиться о тебе!» «Он?» «Да, его грохнули!» сказал Никоу, держась за шею. Чувствуя, как подкатывают слезы, Елена отвернулась. «Залезай! Едем!» Произнесла она. «Нет, пока еще нет!» «А?» Лицо Никоу страшно покоробилось. «Глянь-ка, Елена!» Сказал он. Поместив руки по обе стороны от своей головы, он запросто снял ее. Она оторвалась настолько легко, что Елена удивилась даже меньше, чем следовало ожидать. «Никоу!» Земля гулко охнула, когда объект, выскочивший из леса, опустился приблизительно в пятнадцати футах от них. Это определенно был головорез с руками и ногами, покрытыми черной щетиной. Елена даже не слишком удивилась, видев, что он носит рубашку и штаны. Пока девушка разглядывала густо красную кровь, хлещущую из Никоу, ее рука инстинктивно потянулась к цепи Наталии. Существо как-то по обезьяне чуть склонилось вперед, по-видимому, именно этим животным оно и было в начале. Прокладывая себе путь через траву, головорез остановился позади Никоу, вытянул обе руки и схватил голову, которую держал обезглавленный байкер. Затем он небрежно отбросил ее. Головорез потянулся к собственной голове. «Да ты шутишь!» буркнула Елена, ее тело одеревенело в жутком предчувствии. Отделив собственную голову, тварь водрузила ее на шею Никоу, продолжавшего извергать кровь. Голова смотрела не в ту сторону, но с нездоровым хрустом прокрутилась, чтобы встретиться лицом с Еленой. В этот же момент тело головореза рухнуло наземь, огромное обезьянье морда со скошенным лобом и странно выпирающей челюстью обнажило на девушку свои клыки. Меняя головы, существо практически пересаживало мозг. Таким способом головорез мог заменять свое стареющее тело и буквально жить вечно. Рот тварей хищно распахнулся, все до единого зуба, усеивающие вверх и низ красной глотки, были остры, как иглы. Тело Никоу подскочило в воздух, как только оно готово было обрушиться на нее, Елена инстинктивно дернулась, а ее мотоцикл уже мчался. Похоже, он врезался в нижнюю половину существа, перековыркнувшись через голову Елены, а оно рухнуло в кустарник. Исполнив быстрый разворот, девушка высветила фарой тела Никоу, чтобы заслонить глаза, его руки вскинулись точно так, как это сделал бы головорез. «В отместку за Никоу!» закричала Елена. Лазер прорезал темноту, обжигая ладони головореза. Веже он хватался за воздух, но там не было ни ветвей, ни стволов, за которые можно было бы уцепиться. Если она позволит этой твари жить, та потребует новых жертв. Девушка рванула в то место, где головорез приземлился. Противник припал к земле. Елена врезалась в него на скорости 90 миль в час. «В яблочко!» подумала она, но едва напряжение покинуло её тело, как мотоцикл завалился вперёд. Он вешно задёргался, прежде чем упасть с завывающим двигателем. Тогда-то головорез выпрямился снова. Он швырнул в мотоцикл колесо, что держал в правой руке. Елена распласталась рядом, колесо приземлилось около её ног, затем упало. Это было переднее колесо мотоцикла. Хотя оно надёжно крепилось стальными болтами, головорез умудрился оторвать его рывком одной руки. Был ли рвотный звук, который издало существо просто его дыханием или же его смехом, сказать было невозможно. Когда он неуклюже подобрался к девушке, выражение на его лице носило следы злобы, голода и нескрываемой похоти, Елена опрокинулась на спину, а от борьбы перед её рубахи разорвался, выставив бледную грудь наполовину обнажённой, в то время как на правой бедре штанин изъел тянущийся вниз диагональный разрез, демонстрируя ещё больше её сладкой зрелой плоти. Зыркнув вниз на оголившиеся участки, заметив аккуратное очертание груди, головорез облизнул губы, обеими руками он сквозь рубашку ухватился за неё. Елена не шелохнулась. Конечно, тварь с человеческим телом омела кое-что на уме, когда взобралась на Елену. Сцена теперь представляла развратный акт при лунном свете. Безобразный рот существа собрался сомкнуться на полуоткрытых губах Елены, когда раздался нечеловеческий вопль и верхняя часть тела головореза прогнулась назад. Существо напрягло свои ноги в попытке бежать, но рука, обхватившая его за туловище, не позволила этого. Какая жалость! Я падала с мотоцикла всю свою жизнь, так что привыкла к этому. Оскалилась Елена, её левая рука сомкнулась на туловище противника, в то время как правая рука долбила его обок оружием. Этот маленький метательный нож принадлежал никому, которого ты убил. Давным-давно он отдал мне его в качестве сувенира, так что считай это ударом от него. После того, как она трижды погрузила оружие в твёрдое извивающееся туловище, оно прекратило биться. Елена больше не держала тело, и оно медленно село назад, позволив девушке быстро встать на ноги. Каждый её дюйм ныл, неважно, насколько привычной к падениям она была, свалиться с мотоцикла на скорости 90 миль в час всё ещё заставляло её тело изнывать в дюжине мест. Едва Элена обернулась, чтобы вернуться туда, где стали остальные оставили свои мотоциклы, как осознала один важный момент, который упустила. Не далее, как в десяти футах от неё стоял Чёрный Рыцарь. «Сколько ты уже смотришь?» спросила она, проверив мок, что затолкала в карман рубахи, ноги её почти готовы были расплавиться. «Ты была превосходна!» Спокойным голосом отозвался Чёрный Рыцарь. Но Елена находилась не в том положении, чтобы воспринимать это в качестве комплимента. «Нет больше низости, чем человек, который просто стоит и смотрит, как женщина надрывается!» «Катись к чертям!» Елена прикинула расстояние до оставшихся мотоциклов двенадцать футов, совсем недалеко. Чёрный Рыцарь просто остался там, в темноте, а потом заговорил. Елена не смогла разобрать. «Что он сказал?» «Идём со мной?» «Эй!» Воскликнула девушка, когда конец её цепи вылетел из правой руки. В удар была вложена вся сила, но Чёрный Рыцарь без труда прижал её вниз левой рукой. Ладони девушки не имели отрезкости этого действия. Елена выронила цепь. «Похоже, это конец!» Подумалось ей. Тима золокла глаза. Последним, что она увидела, был приближающийся к ней Чёрный Рыцарь. «Простите меня, Сталь, Тан, Никол. Кажется, это Жомру». Девушка пришла в себя. Судя по тому, что очнулась она так скоро, прошло не очень много времени с момента её обморока, лежала она в каких-то кустах. Пока Элена поднималась, каждый волосок её вставал дыбом, невыразимая жажда убийства витала в тёмном пространстве. Стояла луна. Под ней лицом к лицу предстали две фигуры, справа стоял Чёрный Рыцарь, ночные ветра, что покачивали траву на равнинах, заставляли плащ фигуры слева изящно трепетать. «Ди», Елена говорила скорее изумлённо, чем взволнована. Чёрный Рыцарь внезапно отступил, сказав, «Кажется, я задержался здесь». «Не думаю», ответил Ди, указав на Елену Чёрный Рыцарь проговорил, «Чтобы одолеть меня, даже тебе понадобится время, а между тем эта девочка вероятно умрёт. Разумеется, если вы с ней никак не связаны, это особого значения не имеет, только женщина с её качествами заслуживает большего, нежели жалко погибнуть в глуше». Не дожидаясь ответа Ди, Рыцарь направился к лесу. Чёрный боевой конь ждал его, как видно он пережил нападение лесного жителя. Ди подошёл к женщине. Отвернувшись, Елена сказала, «Прости, я взяла и помешала тебе. Если бы со мной ничего не случилось, ты бы убил его сейчас». Левая рука Ди опустилась на её лоб, Елена невольно обернулась и посмотрела на охотника. Боль вдруг отступила, их глаза встретились, чувствуя, будто прозрачная глубина его глаз может поглотить её. Елена перепугалась и изо всех сил постаралась прикрыть веки. Ди отошёл от неё. Он не говорил ей вставать и не спросил, может ли она стоять. Он даже не предложил ей помощь. Елена поднялась самостоятельно. «Что ты здесь делаешь?» Спросила она, гадая, скажет ли он, что волновался и приехал проведать её. Меня телепортировали из замка к самой границе. Я как раз возвращался обратно. «Вот как, коротко и ясно, как только он может». Подумала она. Совсем как он сам. Они вдвоём направились к его лошади и её мотоциклу. «Ну и ты даже не спросишь меня, что я здесь делаю?» Елена выплеснула всю досаду, которая наполнила сердце. Естественно, ответа не последовало. Хоть девушка и попыталась держаться, но вздох у неё вырвался. «Тебе и вправду начихать на меня, да? В конце концов, я ведь сама решила забраться в замок. Но чтоб ты знал, мы сражались на одной стороне и было бы неплохо, если б ты, по крайней мере, спросил у меня всё ли со мной в порядке или сказал мне, что я хорошо поработала или что-то в таком духе». Высказалась она не вслух, но в глубине своей души. Ди оседлал коня. Лошадь киборга он приобрёл на обратном пути у фермера, как иметь, что теперь носил. Елена уселась на мотоцикл стали. Когда она завела двигатель, Ди повернулся к ней и спросил. «Твои друзья убиты?» «Да. И я тот, кто позвал их сюда». Закрыв глаза, ответила Елена, как и рассказать их семьям. Мгновение она была уверена, что он скажет что-нибудь, чтобы утешить её, но Ди скакал прочь в порывах ветра, словно бросая теперь девушку наедине с её горечью. Часть вторая Ворота в деревню стояли запертыми, а внутри раздавались крики. Возгласы принадлежали как мужчинам, так и женщинам, и казалось, что разгневанные вопли преобладали над криками боли. «Откройте!» прокричала девушка, но ответа не было. Что-то происходило. Довольно легко было вообразить, что это могло быть, но Елена постаралась, чтобы такие мысли не наводняли её сознание. На сердце страшно похолодело. Ворота возвышались более чем на десять футов, девушка беспомощно стояла перед ними, как вдруг словно стальная рука обхватила её за талию, однако удивлённый возглас был вызван не объятием, а тем, что вскоре она перелетела высоко над воротами, даже их приземление осталось тихим. «Площадь в той стороне, верно?» спросил Ди. Для тех, кто не знал силы, таящиеся в крови дампира, прыжок его был немыслим. «Верно!» выпалила Елена, голова у неё раскалывалась, она гудела от волнения, которое всегда выплёскивалось надеждой. По пути в деревню девушка рассказала охотнику о том, что выяснилось накануне ночью. Хотя его неестественное спокойствие её не заботило, она задумалась и произвёл ли её рассказ-эффект. На улицах не было ни души, но как только пара подошла к площади, крики стали громче. Повернув за угол, у Елена перехватила дух. Навес пылал, от пламени у неё стал резать в глазах, вокруг огня тянулись толпы селян с розами четырёх оттенков, разлетающимися из тел. Рядом с ними промчался силуэт рыцаря, и длинное прямое копьё под углом пронзило грудные клетки людей. Мгновенно убитых он легко приподнял их на копье одной рукой, прежде чем бросить тела в огонь. «Синий рыцарь!» проричала Елена, чувствуя, как закипает каждая капля крови в её теле. Она даже совсем забыла про Ди. Около навеса, продолжающей топтаться на месте, люди числом превосходили тех, что были неподвижно свалены в кучу на земле один на одного. Время от времени слышались челчки выстрелов, и синий рыцарь вздрагивал, когда искры принимались плясать на его груди или животе. Затем его боевой конь с невероятной скоростью мчался к стрелку, а преступник испускал предсмертные вопли на острие рыцарского копья. Кто-то кричал ему остановиться, было слышно, как ребёнок зовёт отца. «Гнусный убийца!» процедила Елена, и уже готова была ринуться вперёд, но тут чёрная фигура обогнала её. Когда человек в длинном плаще двигался по направлению к пожару, он был похож на некую вычурного идола бога войны, украшенного алыми цветками лотоса. Синий рыцарь, поглощённый бойней примерно в сорока футах впереди юноши, крутанулся на своём коне, как будто в него попал невидимый разряд молнии. «Где ты был?» радостно поинтересовался он, завидев Ди. «Я приехал сюда, потому что чёрный рыцарь приказал мне избавиться от этой мрази, но сердцем я по-настоящему желал сразиться с тобой. Я уже убил сорок или пятьдесят из них. Попробуешь остановить меня, Ди?» «Это моя работа», ответил охотник, когда его клинок с жужжанием выскочил из ножа на спине. Синий рыцарь крепче перехватил копьё. И цвета, и треск бушующего пламени казалось, и леденели от смертоносного желания, хлынувшего между этими двумя мужчинами. Ди побежал, меч его пронёс, а вслед за ним, когда клинок прочертил серебристую дугу, нацеленную в ноги лошади, синий кони-всадник прыгнули к луне. Копьё рыцаря направлялась поочерёдно в грудь Ди и в его спину. Держал он всего одно оружие, но выглядело это так, словно и вправду имел два. Блокируя обе атаки, Ди подскочил и в воздухе остановил второй удар. Несомненно, даже синий рыцарь никак не мог вообразить, что какой-то человек может налететь на него сверху, пока он скачет верхом на лошади. Когда остриё клинка Ди снизилось, то внезапно изменило направление. Меч в парирующем ударе утонулся вправо и был настигнут горизонтальной чернеющей дугой. Синий рыцарь пустил в ход второе копьё, притороченное к боку лошади. Меч не сломался, и охотника подбросило вверх. Посреди языков пламени его плач закружился, как кошмарные окутывающие крылья. Мгновение лежало между жизнью и смертью, пока Елена наблюдала за летящим охотником, разум её сгорал от ощущения, которое было среди восторгу. Именно этого момента дожидался «Синий рыцарь», в воздухе ни одна цель не будет в состоянии уклониться от его копья. По крайней мере, если это человек. У синего рыцаря было предостаточно времени, чтобы прицелиться, и он метнул своё оружие. Цель была настигнута, пройдя насквозь от живота до спины. Дик кубарем покатился по земле. Натянув поводья, чтобы остановить коня, Синий рыцарь крепче ухватил оставшееся копьё, в тридцати футах от него охотник опустился на одно колено. «Вот и конец! Жди меня на том свете, Ди!» Под грохотом окованных железом копыт непоколебимый рыцарь атаковал. Однако, прежде чем всадник пустит в дело копьё, Ди непременно будет растоптан под конскими копытами. Развернув своё орудие, Синий рыцарь ни на секунду не сводил глаз с цели. Но он не мог поверить тому, что увидел. По-прежнему наколотый на другое копьё юноша в чёрном постепённо поднялся на ноги. Восклицание рыцаря прозвучало даже громче, чем гул бьющих землю копыт, однако был ли это крик удивления или же возглас твёрдой решимости? Однако был ли это крик удивления или же возглас твёрдой решимости? Как только наездник встретился с охотником, раздался резкий звук и копье полетело в воздух. Развернув коня кругом с навыком опытного кавалериста перед одним из местных домов, Синий рыцарь готов был предпринять очередную атаку и оцепенел. В руках у него копья не было, в ту секунду, когда он заметил это перед ним, словно некий демонический страж, возник Ди с тем же самым копьём в правой руке, что раньше проколола его. Оружие обожгло воздух, пробив и броню рыцаря и его грудь. «Ты сделал это, Ди! Вправду сделал!» вскричала Елена. На её ликовании оборвалось соконом копыт, невероятно на лошадь поскакала, всё ещё неся синего рыцаря, которого, очевидно, проткнули прямо в сердце. «Держите эту тварь!» прокричал кто-то. «Не позволяйте ей вернуться в замок!» орал другой горожанин, который, вероятно, видел, что случилось и боялся возмездия принцессы. С кольями и лопатами они набросились на животное, но лошадь увернулась от ударов и помчалась городским воротам. «Ди!» воскликнула Елена, в сердечном порыве кинувшись к нему. Охотник на вампиров просто поправил край своей дорожной шляпы, так, словно ничего не случилось. «Тебя ранили! Тебе больно?» Видя его перепачканный кровью живот, Елена впервые вздрогнула от мысли, кем был этот блестательный молодой человек. «Кажется, у нас в городе завелся дьявол!» проскрепил женский голос. «Мама кипш!» «В первый раз, как только я увидела тебя, то подумала, что ты слишком красив!» продолжила она. «А теперь, когда я вижу, как быстро ты лечишься, я бы сказала, что ты дампир, не так ли?» «Так», — ответил охотник, Елена смолчала. «Ни один обычный воин и помыслить не мог бы никогда о том, чтобы подменить копье противника своим сломанным мечом. И видя, где ты позволил себе проткнуть, чтобы провернуть такое, я так же не думаю, что ты обыкновенный дампир. Ты говорил, что твое имя Ди, правильно?» Старуха уставилась на него блестящими глазами. «Правильно», — снова мягко ответил охотник. Отведя от него свой взгляд, мама Кипш повернулась к навесу, где почти обуздали огонь, и увидела завалившую площадь трупы. «С самого начала эти изверги ни за что не позволили бы всем нам справиться с этим. Вот как. Воспользовавшись мхом, который торчит у тебя из кармана, мы всех поставим на ноги через два-три дня. Елена, тебе сегодня вечером лучше вернуться ко мне». «Помогу, чем смогу, мама Кипш». Я говорила не совсем об этом. Старуха печально сощурила свои мудрые старческие глаза. «А видишь ли, о чём нам действительно следует побеспокоиться, что предпримут люди, прошедшие через всё это?» Повернувшись к Диана, сказала, «Уверена, тебе всё известно». Неспешный кивок охотник оказалось удовлетворил старуху. «В таком случае лучше держись поближе к этой девочке», — посоветовала она ему. «Настоящая проблема начнётся, и два солнца вновь прольёт на нас свою благодать». Предсказание мамы Кипш сбылось. На следующий день все жители, кто избежал превращения аристократа, пулей прилетели к дому знахарки, чтобы отыскать девушку. Как только Элена прознала об этом, она собралась выйти и обругать их. Мама Кипша остановила ее и попыталась сама поговорить с ними, однако успеха не добилась, а толпа продолжала настаивать, чтобы она выгнала Элену, пока мотоциклистка наконец не появилась в дверях. «Это твоя вина! Всё это!» — кричал предводитель группы, «Гарри, охранник навеса». «Да, всё из-за тебя этого мальчишки! Выгоните его тоже! Он не здесь!» Огрызнулась Елена, а в сердце разлилась боль. Динни обратил на неё внимание и вернулся на окраину деревни. «Но разве вы ещё не поняли? Он единственный к тому, что уничтожит этих паразитов! Его сила освободит нас от гнёта аристократии!» «Да кто его вообще просил это делать?» — воскликнула одна из женщин. Это вот вопрос у Елены и страшилось. «Мы до сих пор держимся, так? Нам всегда как-то удавалось сосуществовать с принцессой из замка и её рыцарями, да? Конечно, бывало искверно, но если мы стеснем зубы, вновь воцарится спокойствие, верно? В мире, в котором мы живём, мерзости пруд пруди! Нам повезло, что не придётся столкнуться с большинством из них! Конечно, пока мы соблюдаем все их правила!» — резко возразила Елена. «Сейчас мы не можем покидать деревню. Они похищают мужей и жён, детей и любовников, и мы ничего не можем сказать на это. Что твою мать за везение в жизни, когда всех наших любимых могут отнять по одной их прихоти? Но люди постоянно умирают от голода или пожаров!» — выкрикнул ещё кто-то. «Они точно как стихийное бедствие, с которым мы, смертные, не можем ничего поделать. Будь что будет, у нас выбора нет, только держать головы склонёнными, а голоса тихими, верно? Когда ты думаешь об этом, говоришь как гнусный раб!» Во всё горло взвыла Елена, когда просвистел утяжелённый конец её цепи. Хотя со своего места она не сумела бы хорошо разглядеть его, но человек, что отвернулся назад с криком боли, был именно тем, кто только что говорил. Его нос оказался сломан. Толпа отпрянула, очистив полукруглую площадку перед самой дверью. Когда Елена подтянула свою цепь обратно для следующего удара, мама Кипш схватила её за руку. «Прекрати!» шепнула ей старуха. «Не делай больше ничего, чтобы отогнать их!» «Я знал, что эта двинутая стерва себя покажет!» заверещал охранник на весыгаре. «Пока нас это касается, мы в гораздо больше опасности из-за тебя здесь, в деревне, чем из-за аристократки из замка! Эй, полюбуйся-ка на это!» Толпа в середине раступилась, оставив единственную фигуру между Еленой и остальными. Увидев немощного человека, ползающего по земле, Елена воскликнула. «Маккей!» Это был один из её товарищей. «Хорошенько погляди на него!» «Он стал одним из выживших прошлой ночью!» С отвращением выплюнул Гарри. «Но его правое плечо сломано, левое ухо оторвано, а левый глаз выбит! И я думаю, ты знаешь, кто всё это сделал!» Елена стояла ошеломлённая, словно поражена молнией. Корчась на земле, её проклятый розой друг держал одну руку поднятой, чтобы заслоняться от солнечного света, а все его пальцы загнулись под невозможными углами. «Ты это сделала! Тогда под навесом ты избила одного из своих! Да, язык-то у тебя подвешен, но если кто-то оказывается одним из знати, ты друга от кучи мусора не отличишь! Есть и другие, кто протянул эту ночь, но их всех забили к чёртовой матери благодаря тебе! Так что прежде, чем начнёшь выставлять себя какой-то особенной, хорошенько и внимательно посмотри на то, что ты наделала! И он не единственный, кто прошёл сквозь ад! Как же ты, этот юнец, собираетесь отвечать за сорок мёртвых человек!» Секунды позже добивающий удар на стик ошарашенную и онемевшую Елену. «Верни мне моего Йохана!» Взмолился голос почтенной матери. Он принадлежал миссис Кайзер, женщине, которая часто давала Елене молоко, когда она была маленькой. «Вчера они убили его! Ты раньше укачивала моего сына на коленях! Ох, ему было всего восемь лет!» «Я тоже потерял мою Фриду!» Заговорил старый мистер Бэнкс, который держал стадо коров на окраине деревни. Фридо была ровесницей Елены и превосходной швеёй. «Я просто хочу своего шауве! Верни Пэлта!» Елена зажала уши, с ней не было больше ни стали, ни никого, ни тана, Маккей корчился у ног, ей хотелось быть за миллион миль отсюда по лесу и равнинам прошлой ночи накатило на неё. «Задайте ей!» прокричал кто-то, но девушке показалось, будто крик раздался из иного мира. «Бросьте её на отшибе города, а ещё лучше оставьте закованную перед замком на три дня и три ночи!» Все как один горожане одобрительно загудели. В тот миг толпа обратилась в кровожадное сборище. У Элены не хватило бы сил остановить людей с налитыми кровью глазами, которые накатывали сокрушительной волной. Но единственный в сполах молнии сделал это за неё. Он скользнул мимо кончика носа ближайшего из жаждущих мести и воткнулся в чёрную почву. Человек задохнулся от ужаса, а толпа остановила своё наступление. Вспышка молнии оказалась синим копьём, однако причина, по которой люди оставались парализованными, будто ягнёта перед двухголовым волком, была не в том, что они признали в нём оружие синего рыцаря, который он бросил в городе. Скорее они застыли от свиста, когда копьё падало с неба и шума, с которым оно погрузилось в землю. Ни один не отважился повернуться в там направление, откуда оно прилетело. Толпа замерла в загорающемся солнечном свете, услышав приближающийся стук копыт. «Я знала, что он придёт», произнесла мама Кипш. Наконец люди обернулись и увидели прекрасного юношу верхом на лошади. Перед ним в седле сидел мальчик лет пяти, а дородный мужчина с проседью в чёрных волосах стоил рядом с ним. «Бласко! А это на лошади его сан Куско! Что они делаются?» «Они здесь, потому что мне нужен кузнец», сказал Ди. Жители деревни впервые услышали голос охотника, щёки у всех без исключения дам зарделись, в то время как мужчины были потрясены или даже очарованы. Глянув на Ди краем глаза, кузнец заблазко заговорил. «Когда я услышал, что вы все отправились вешать Елену, я собрался прийти сюда и остановить вас, а тут заявился этот парень». Сглотнув, кузнец продолжал. «На моём сцене тоже расцвела одна из этих роз, но выпив лекарство Маммы Кипш, приготовленное вчера ночью на скорую руку, он поправился. Только взгляните на него. Правда, у него пока есть небольшая проблема с солнцем, но нам, по крайней мере, не нужно запирать его в темноте. Я уверен, что кого-то из ваших родственников тоже спасли. Этот парень рассказал мне, что произошло, ведь это Елена пошла и добыла синий мох, чтобы сделать лекарство. Так что не надо творить безумие. Он тебя заставил рассказать это всё! Фыркнул кто-то из толпы, грозя кулаком. Ничего подобного. Он сказал только, что Елена раздобыла мох. Я пришёл сюда по собственной воле. Быть такого не может, чтобы вы всерьёз в глубине души верили, что вариант с аристократкой лучше. Елена просто говорит то, что у всех на уме. А я говорю, что нам и так довольно неприятностей. Нам было бы лучше без Елены или этого малого. Когда наступит ночь, аристократка будет умстить. Что нам, дьявол, раздери тогда делать? Я и он защитим вас. Объявила Елена, указав на Ди. Что это даст вам обоим? Не только нам обоим, сказала девушка. Вы все тоже можете драться? Не смеши меня! Ощерился на неё мужчина в самой яростной вспышке гнева. Уверен, ты в курсе, насколько сильны эти четыре рыцаря. А они даже не аристократия. В замке обитает настоящая ведьма. Если дела пойдут скверно, она кинется на нас. И когда это случится, дрейной деревянный кол не принесёт нам большие пользы. Он вместо нас займётся гадиной из замка. Он профессиональный охотник на вампиров. Если рыцари придут в город, остальным придётся убить их. Тревожный гул, словно ветерок, прокатился по толпе. Прежде чем ропот затих, юноша на лошади проговорил голосом с налетом мрачности. Все трое друзей девушки были убиты. У неё вывихнуто правое плечо, и есть трещина в левой бедренной кости. Она также получила множество легких ушибов. Всё же она заполучила мох и сражалась на обратном пути. Разве этого недостаточно? Собрание притихло. Ди продолжил. Я скоро отправлюсь в замок, и если не справлюсь с делом сегодня, то снова поднимусь туда завтра. Это моя работа. С этими словами охотник медленно стал уезжать, и никто не кричал ему вслед остановиться. Кузнец и его сын ушли с ним. Горожане переглянулись, хотя некоторые из них продолжили бормотать об опасениях, их лишили возможности запретить этот план. Тем не менее, кто-то сказал, «Ладно, мы смиримся с этим на сегодня, но если деревня потеряет хотя бы ещё одного человека, Елена, неприятности не оберёшься, запомни это! Знаю-знаю!» Согласилась Елена, только больше показалось, что слова эти были обречены к ней самой. Люди в толпе вяло развернулись, потратив толику времени, чтобы разбиться на группу поменьше, и разошлись. Осталось только Елена, направившая взгляд в ту же сторону, что и всегда. Этим путём ушёл красивый юноша, оказавшийся сиянием в солнечном свете и вместе с тем ледяной глыбой, что высасывает отовсюду тепло. «Ди!» Тяжело вздохнула мотоциклистка, когда первая за многие годы крупная слеза набухла в её глазу и прочертила блестящую дорожку на щеке. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Изумительный дневной свет лёлся сквозь радужный витраж в просторную комнату. Где располагался вход в эту комнату оставалось загадкой, все четыре стены были из сплошного камня. Помимо фигуры, что стояла в самом центре, комната была лишена и столов и стульев, и чего-либо ещё. Пространство настолько стерильное, что вряд ли даже пылинка лежала здесь. Стоявшая персона, смотрящая прямо перед собой, подобно изваянию храмового стража, с минувшей ночи была полностью погружена в свои мысли, будто безжизненный доспех. В чём дело, сэр Черный Рыцарь? Спросила красная фигура, возникшая из ниоткуда, ведь ни стены, ни пол не проявили признаков открытия. Вы в таком виде уже целых пять часов. Что занимает ваши мысли? Вопрос красного рыцаря остался без ответа. Если это из-за синего рыцаря, то произошло неизбежно. Может, принцесса и сердится, но мы поступили абсолютно правильно. За это он погиб? Я уверен, именно так он и хотел. Нет, это не из-за него, ответила черная скульптура. Каким бы тихим ни был голос, он тем не менее разошёлся эхом по комнате. Что же тогда? Принцесса, вот что занимает меня. О, интересно, как она воспримет смерть синего рыцаря. В самом деле, это на вас совсем не похоже. Живы мы или мертвы, принцессу не интересует, и вы, как никто другой, не нуждаетесь в том, чтобы я напоминал об этом. Мы живём лишь для того, чтобы защищать принцессу и её замок, зачитывать этим низменным червям её указы и следить, чтобы они исполнялись, разве нет? Но действительно ли мы живём? Вздохнул черный рыцарь. От его слов у красного рыцаря перехватило дыхание. Вы случайно не видели взгляд синего рыцаря, который был на его лице в момент смерти? Спросил он. Как раз перед рассветом их соратник в синим вернулся домой на колоте на собственное копьё. Поскольку принцесса уже отдыхала, а появление белого рыцаря только усложнило бы дело, красный рыцарь вызвал слуг из крупиц стеляющегося тумана и приказал им обо всем позаботиться, а черный рыцарь бросил единственный взгляд на останки и быстро вернулся в поместье. За сотни лет он не произнес ни единой похвалы, какое бы событие ни произошло, и это, кажется, подобало закалённому битвами и бывалому воину. Поэтому красный рыцарь не жалел мертвеца и скорее восхищался тем, что сделал черный рыцарь, сейчас он говорил со всевозможным уважением к своему другу. Я снял его шлем, он выглядел так гордо, точь-в-точь лицо человека, который отдал всё и боролся до последнего. Несомненно, сама битва была так же грандиозна. Его противник — это ведь был Ди? Совершенно верно! Кивнул красный рыцарь, мечи на его спине лязнули при столкновении. Удовлетворяющая смерть, не так ли? Пробормотал черный рыцарь, при этом красный рыцарь попытался осмыслить, какими чувствами могло быть вызвано данное замечание, и ему повезло. Как давно ты стал одним из четырёх? Спросил черный рыцарь, лицо его было обречено к потолку, словно в поисках света. Примерно 150 лет назад, сэр. Я прожил в три раза дольше, а прожив так долго, каждый немного устает. Понимаю. Но теперь... Продолжал черный рыцарь. Я действительно чувствую себя полным жизни. Я практически счастлив. Имейте в виду, потому что мы потеряли синего рыцаря? Болуван, по той же причине, что и ты, к примеру. Красный рыцарь хмыкнул под шлемом. Тогда это может быть только Ди. Наконец-то я встретил человека, который в глубине души заставляет меня чувствовать, что он, быть может, слишком хорош, чтобы я с ним справился. Уже так долго, красный рыцарь. Годы и годы я искал именно такого человека. Правда? Это противник, против которого стоит поставить наши жизни. Красный рыцарь рассыпал соперника искренней похвалой, как вдруг на миг прикусил язык. Когда он заговорил снова, то произнес... Но, сэр, черный рыцарь, это звучит почти, как если бы мы выбирали время и место для смерти. Черный рыцарь расхохотался. Такой же громовой смех, как и всегда, что ослабило мрачное предчувствие, наполнившее грудь красного рыцаря. Мы должны защищать принцессу. Хотя поместье может быть разгромлено, до тех пор, пока она жива, наши мечи и копья должны быть готовы поразить ее врагов. Иными словами, мы проследим за тем, что Боди умер наверняка, несмотря ни на что. Красный рыцарь кивнул в знак признания, но не ответил. Битва была святой, и не для его соратника. «Достань свой меч!» скомандовал черный рыцарь. Приказ прозвучил, словно гром среди ясного неба, однако каждая частица тела красного рыцаря налилась энергией. Он отступил на несколько шагов, но даже при этом тяжелая броня, которую он носил, не издала ни звука. Перед тем, как вытащить свой меч, он спросил. «Какая еще причина у вас есть, чтобы быть таким счастливым, сэр, черный рыцарь?» Ничего не ответив, черный рыцарь выступил вперед. Когда красный рыцарь услышал граммкий свист, тело пришло в движение. Клинок, вытянутый в самую последнюю минуту, передал на его руки неимоверный удар, едва он успел атаковать в одну сторону, высекая дугу справа от себя. Руки и ноги заняли идеальную позицию. На мгновение истинная жажда убийства повисла в пространстве между этими двумя. Черный рыцарь находился в той же привычно расслабленной позе. Красный рыцарь приготовился достать левой рукой второй меч со спины, первый, что он достал, лежал на полу. Атмосфера внезапно прояснилась. Раз ты занял свое любимое положение, я теперь ничего не могу с тобой поделать. Покачал головой черный рыцарь. Я мог бы сказать ровно то же самое. Совсем не уверен, что смог бы вовремя встретить ваш второй удар, сэр. Сказал красный рыцарь. Слова шли от самого сердца. Как раз в этот момент словно бы из ниоткуда донесен надменный смешок, в частности, рядом с принцессой. Принцесса! Воскликнули с изумлением рыцари, оба преклонили Коалена в полном единодушии. Свет от ослепительной человеческой фигуры перед ними отпечатал на дальней стени их тени. Столь же мастерски, как и всегда, я вижу. Заметил голос принцессы, но была ли говорившая предположительно дремлющей принцессой, или на самом деле это работа некоего оборудования знати, находившегося за пределом познания даже ее рыцарей. «Прошу простить наше неподобающее представление!» Серьезно заговорил черный рыцарь. «Ты взял его на себя, чтобы сделать что-то весьма интересное, мой черный рыцарь? Прошу прощения!» «Не прикидывайся дурачком!» «Вчерашним вечером ты и синий рыцарь впали в безумие там, в деревне. Разве нет? Как же? Вы ведь попытались уничтожить всех людей, которых я сподобилось осветить своими цветами. Не было ли это слегка самонадеянно с вашей стороны?» У черного рыцаря ответа не нашлось. «Надеюсь, ты готов понести наказание?» «Думаю, да, но...» «Надо же!» «Не предполагала, прежде что кто-нибудь воспользуется этим словом в моем отношении. Что бы это значило?» Вновь не найдя слов, черный рыцарь промолчал. Для него прелестная принцесса, даже будучи иллюзией, спроектированной в свете дня, оставалась абсолютным богоподобным существом. Он не был аристократом. Он не был даже человеком, порабощенным их укусом. Если бы его требовалось как-то описать, то он являлся био-человеком, перестроенным наукой знать ради невероятно долгой жизни. Только это не обязательно ставило его в зависимость от них. Способ, которым аристократы внушили людям своего рода добровольное раболепие, был идеальной темой для психологических исследований. Почему существуют те, кто служат им, даже не будучи укушенными? Хотя к какому-либо решению так и не пришли, самый яркий пример такого поведения в настоящий момент разыгрывался между принцессой и ее черным рыцарем. «Синий рыцарь был убит, теперь ты сам должен испытать этот риск». Мерцающая принцесса склонила лучистую голову. «О, я знаю. Я желаю посмотреть, как ты борешься с белым рыцарем», сказала она. При этом красный рыцарь вскинул на нее взгляд, а затем вновь в отчаянии опустил глаза. Черный рыцарь торжественно ответил. «Понял. Собственно, я уже призвала его. Пожалуйста, выходи». Она как ни в чем не бывало повернулась туда, где словно призрак появилась белая фигура. «Вот твой противник», сказала иллюзия принцессы, указав на черного рыцаря. «Займись им, пока я не прикажу тебе остановиться, и не сдерживайся. Что касается тебя, черный рыцарь, ты не должен использовать оружие, будешь драться с ним голыми руками». «Но это...» начал говорить красный рыцарь, голова его задерглась от изумления. «Молчи!» отрезала принцесса. Ее упрек всколыхнул свет, льющийся сквозь витраж. Глава шестая. Призрачные рыцари. Часть первая. Кузнец бласко напряженно всматривался в синий поблескивающий наконечник копья. Он только что поместил его в корпускулярный спектроскоп для анализа. Это было то самое оружие, что чуть ранее остановило толпу. «Так ты говоришь, что хочешь точно такой же меч, как это, а?» проговорил кузнец. Его боязливость и робость явно читались в голосе и на лице. «Тебе тут понадобится молибден, хромистая сталь, железный полимер, плюс какое-то синтетическое вещество, о котором я не имею понятия. И в нем заключается секрет колющей силы. «Пойдем со мной!» обратился мужчина к Ди. Они вернулись сразу же после спасения Елены, а с момента происшествия стекло менее получаса. Кузнец уже собрался идти, но споткнулся на ровном месте. Доставая копье из спектроскопа, он совершенно забыл о его весе. Причиной такой оплошности стало отчаянное желание, побуждающее избегать точеного профиля Ди, и кузнец лучше бы умер, чем признался в этом. Молча приблизившись, охотник легко поднял копье. От этой штуки просто крышу сносит. Весит фунтов сто, а то и больше. Что-то вроде этого может остановить огненного дракона или даже кракена. Непрестанно потеряя левую руку, кузнец повел Ди в обход на задний двор. Разумеется, Ди попросил бласка выковать меч, который смог бы пробить броню рыцарей. Охотник, конечно, был достаточно искусен, чтобы покончить с каждым из них смертельным ударом и худшего клинка, но его противники тоже были сверхчеловеческими. Вполне возможно, что они могут отбить его удар или заставить его пропустить жизненно важное место. А если его меч будет ломаться каждый раз, как это случается, даже опытный Ди останется бессилен. Что думаешь? С гордостью спросил кузнец, пока они осматривали его сад. Ох ты! Ох ты! Восклицал голос позади него. Кузнец, казавшийся довольным восторженным замечанием, шагнул раз с другой, прежде чем хрипотца в том самом голосе показалась ему странной, и он обернулся. Поспешно качнув головой с недоуменным выражением, после он спокойно прошествовал в центр сада. У Бласка, конечно, имелись все основания гордиться своим двором. Трава и земля были уставлены рядами каменных скульптур и металлических отливок, которые определенно походили на работу аристократии. Античный герой пауки с сотней ног из стратосферы, дико скачущий пан, играющий на флейте, и так далее и тому подобное. Одни статуи были изготовлены в натуральную величину, а другие возвышались более чем на 30 футов. Некоторые из этих колоссальных фигур представляли собой бюсты, и сад кузнеца тогда походил скорее на заколдованную беседку, что оставляло у его гостей чувства, будто они попали в некий авангардистский художественный среди статуй, несомненно были подлинными. Думаю, не имеет особого значения, которым мы воспользуемся. Как насчет попробовать этот? Кузнец указал на черный шар, что лежал в траве. У него одного, казалось, не было абсолютно ничего общего с миром искусства. Шар составлял приблизительно 3 фута в диаметре и не отражал ни единого блика, словно просто всасывал весь солнечный свет, который касался его. Все эти экземпляры я приобрел уторговца специализирующегося на садовых безделушках из руин знати. Не то чтобы я сидел и восхищался ими и все такое, прибавил Бласко. А не видишь ли все здесь за тем, чтобы я мог опробовать на них свои изделия. Теперь, когда он упомянул об этом, каждая статуя оказалась отмечена глубокими выемками, либо маленькими трещинками, а у некоторых даже имелись начисто срезанные части. С вещицами аристократов так просто не справишься, продолжал кузнец. Они в сто раз прочнее той захудалой брони и шлемов, с которыми ты сталкивался. Но все-таки не существует ничего, что мои клинки не смогли бы поразить. Но за исключением вон той сферы, врезал как-то по ней кое-чем из оружия знати, но результат был тот же. Хотел бы я взглянуть, что может сделать острие этого копья. Дашь-ка его сюда на секундочку, попросил он. Как истинный профессионал, Бласко был настолько сосредоточен, что когда брал копье из рук Ди, только слово «блестяще» могло воздать ему должное. Нижняя часть его тела не выказывала сейчас немалейшей опасности прогнуться под ножей. «Получай!» вскричал он, вложив предостаточной решимости в удар по центру сферы. Но копье отскочило, пустив лишь искру, и когда кузнец тяжело повалился на свой зад, орудие со свистом полетело в него. «Твою ж!» охнул Бласко, но наконечник копья остановился аккурат перед его болезненно выпученными глазами. Отведя копье той же левой рукой, что и поймал его, Ди осмотрел шар. «Судя по всему, это бесполезно. Не трудись!» Кузнец небрежно махнул, усаживаясь. Но когда увидел, как легко Ди держит оружие, лицо его побледнело. Точно вовсе не прилагая какого-либо усилия, Ди свободно взмахнул рукой. Кузнец с недоверием уставился на сферу, поскольку копье торчало из ее центра. Взглянув на Ди, он спросил, «Вытащить сможешь?» Когда охотник легко вытянул копье, кузнец едва ли не с любовью провел пальцами по наконечнику. С угрюмым видом он сказал, «Черт, подери! Сомневаюсь, что вообще смогу проделать нечто подобное». «Сколько дней понадобится, чтобы сделать из него меч?» Спросил Ди. «Три, работая день и ночь. Сделай его для меня завтра к вечеру». «Идет!» согласился кузнец. «Не потому, что я помешался на этом оружии, а потому, что не могу сравняться с твоим мастерством. Я изготавливаю его для тебя, и это будет необычный меч. Как тебя зовут, кстати?» «Ди», ответил охотник. Кузнец кивнул, глаза его заблестели. «Это будет счастье. Я сойду в могилу, как кузнец, выковавший меч Ди». Немногим позднее Ди возвратился в свой лагерь в руинах. Елена облокотилась на одну из каменных колонн. Мотоцикл был припаркован рядом. Заметив Ди, она подняла одну руку и крикнула. «Эй, путник!» Другое ее плечо было забинтовано. «Отправляйся домой», коротко бросил Ди. «И не подумаю, там никого нет, да и родня Стелли запросто вломят с туда силой. Когда я зашла к ним, чтобы выразить соболезнование, они ранили меня», сказала девушка, а когда чуть задела бинты, те слегка потемнели от крови. «И не похоже, чтобы кто-то стал счастлив рядом со мной. Но расслабься, я не собираюсь упрашивать остаться с тобой или еще какую-то подобную чушь. Дело в том, что я приехала сюда даже раньше, чем поняла, что делаю. Но я скоро уйду». Привязав по воде лошади, Ди снял со спины животного сверток. «Зачем эти мечи?» спросила девушка. «Наши друзья сегодня ночью объявятся снова. Я не могу сражаться с ними без оружия». Охотник одолжил мечи у кузнеца «Всего их было десять, но все равно ни один не выдержит больше одного удара». «Эй, давай я тоже буду драться? Вместе с тобой?» Уверенно сказала Елена. «Единственная причина, почему ты все еще жива, расположение к тебе черного рыцаря». «Знаю. Вот почему я хочу биться рядом с тобой. В одиночку я смогу лишь поцарапать броню аристократов. Но вместе, я думаю, у нас что-нибудь да получится. Ведь если не они убьют меня, так это, возможно, сделают люди из деревни. Поэтому, если уж меня гонят, я хочу, по крайней мере, помешать этим мерзавцам». «Ты очень настойчивая, не так ли?» Заметил Ди. «Это ты верно сказал. Понимаешь, я должна заплатить им за это». Елена обеими руками схватилась за рубаху и широко ее распахнула. Под ней у девушки ничего не оказалось. Ниже пышного изгиба груди две багровые линии образовывали крест, покрывающий весь живот. Раны, очевидно, были оставлены мечом. «Когда мне было пять, эта стерва напала на мой дом. Именно тогда она заполучила моего отца и мать и братишку с сестрой. Хотя, по сути, они умерли на следующий день, когда мэр загнал Коли во всех четверых. Младшим только исполнилось два и четыре года. При принцессе находился белый рыцарь, и он вырезал это на мне, когда я собралась кинуться к ней. Она посмеялась и сказала, что должна оставить хотя бы одного из нас живых. Даже сейчас я не могу избавиться от звука этого голоса в голове. А когда я выросла, отметины стали только больше. Она хотела, чтобы я запомнила то, что со мной произошло, сказала, что если я присоеднюсь к их балагану, то до конца жизни не буду знать забот. В голосе Елены не было злобы или негодования, слышалась только выдержка старой женщины, но за словами с лепящим огненным шаром пылали эмоции. Как она сумела не сойти в сумму, оцепляясь за них в течение двенадцати лет? Поистине пугающее достижение. Запахнувшись, Елена уставилась в землю. Пустота, что пришла после выплеска эмоций, разъедала её уверенность в себе. Не сказав ни слова, Ди отправился в руины со связкой оружия на плече, оставив Елена одно. Но пока силуэт удалялся, он что-то произнёс. «Идём», — так послышалось Елене. Возможно, он сказал что-то другое, но ей вполне достаточно этого. Восторг пробежал через каждый дюйм её тела. Девушка пошла следом. Сумки, что Ди разгрузил днём раньше, по-прежнему были там. «Скоро ночь», — сказала Елена. «Я приготовлю что-нибудь поесть. Ты не сможешь достойно драться с теми подонками на пустой желудок. Так, где там сковородки?» Начала она вопрос, затем поспешно зажала рт рукой. «Ты ведь обедать совсем не хочешь?» «Совсем. Если хочешь что-то поесть, придётся тебе справляться с самой. У тебя нет даже бекона или хлеба?» «Нет», — ответил Ди. «Похоже, ты никогда не рассчитываешь, что рядом окажется кто-то ещё. Извини, я не имела в виду ничего личного. Пойду достану еду, сковородку и всё такое. Хотя бы кофе попьёшь?» «Разве ты не собиралась скоро уходить?» — спросил охотник. «Поверить не могу, что ты можешь работать охотником на вампиров, при этом так легко верить всему, что тебе говорят». Неся связку мечей, Ди углубился в руины. «Готово будет в два счёта», окликнула его Елена. «Я скоро вернусь», — ответил охотник. Сдержав слово, он возвратился спустя десять минут с пустыми руками. «Что случилось с мечами?» «Я разложил их неподалёку». «Вот как», — заметила Елена, вручая ему чашку дымящегося напитка. «Знаешь», — продолжила она, «мне любопытно, зачем ты приехала в нашу деревню. Ведь я слышала, что обычно, даже если охотник на вампиров обнаружил аристократа, он не возьмётся за дело, пока его не наймут». «Меня наняли». Елена на его ответ изо всех сил выкатила глаза. «Кто?» — выпалила она, тот, кто попросил меня не рассказывать. Если это действительно так, губы молодого человека оставались крепко сомкнутыми, точно каменные. Елена тут же сдалась, всё, что она знала наверняка, он сейчас здесь с нею. Этого должно быть достаточно, рано или поздно он уедет. Девушка проглотила свои печали полные слёз вместе с тёплым напитком. «Думаешь, они придут?» спросила она, обхватив чашку обеими руками. «Да, не знаю, отправятся ли они в деревню, но мной они заняться захотят». «Так эта гадина прежде просила тебя убить её рыцарей». «А ты веришь всему, что говорят тебе аристократы?» «Нет, не передразни вы меня!» вскричала Елена, сделавшись пунцовой. Она не думала, что он действительно смеётся над ней, но не была в этом полностью уверена. Ведь он никогда не улыбался и вечно был таким костным. Трудно сказать наверняка. «Если я собираюсь их убить, я должен с ними драться», сказал Ди. «Учитывая их веский мотив, они будут готовы сражаться насмерть. Кроме того, они будут наказаны за самовольное нападение на жителей деревни». «Я всё равно не пойму, как они могли пойти против принцессы? Я понимаю аристократа, убивающего селян, но зачем это рыцарям? Это какое-то выражение их преданности?» «Возможно». Краткий ответ охотника заставил Лену забыть то, что она собиралась сказать. Повисла тишина, и единственное, что она могла почувствовать, как ветер гладит её по щеке. «Тебе страшно?» спросил Ди. «Да», отозвалась она, испытывая пугающую покорность. «Хотя находясь здесь с тобой, я должна чувствовать себя достаточно уверенно. Не смотри на меня, я дрожу как лист. Я жила сама по себе в течение двенадцати лет, и за всё это время никогда ничего не боялась. Я всегда планировала прикончить аристократку и её рыцарей, даже если это означало бы, что меня убьют в процессе. Меня никогда не волновало, что болтают в деревне, а теперь вот мне страшно. Я чувствую, что меня может побить и ребёнок. Зачем тебя принесло в нашу деревню? И почему ты сделал меня такой трусихой? Настаёт время, когда все, мужчина или женщина, юноша или старик, должны взяться за оружие. Даже трусы. Ты во фронтире. Ответил ей Ди. Невероятная сцена всплыла в памяти Елены. Это были не родители, подвергшиеся нападению блюдной женщины, не она сама, раненная белым рыцарем. Это было само воплощение красоты, восстающее после того, как копьё синего рыцаря проткнуло его живот. Я тут подумала, тебе бывает больно? Спросила девушка. Больно? Прошлой ночью, тот ублюдок воткнул копьё прямо в тебя. Даже дампиру это должно причинить боль, так ведь? Тебя беспокоит эта мысль? Возможно. Ответила Елена, силясь быть уклончивой. Она внезапно ощутила, что не хочет, чтобы он видел в ней слабость. Даже она сама не могла понять, какой оборот принимают её чувства. Боль, которую я испытал, когда она проткнула меня, не отличилась от той, что почувствовал бы обычный человек. Ответил Ди. Елена продолжала пристально вглядываться в него и в течение нескольких секунд не могла вымолвить ни слова. «У него шла кровь, он тоже чувствовал боль. Сколько раз за всю свою жизнь умирал этот красавчик?» Елена вздрогнула. Казалось, она дрожит каждой крупицей энергии, что содержалось в ней. А когда дрожь унилась, страх прошёл. Значимость ответа Ди изменила само лицо девушки. «У нас есть несколько часов до заката. Отдохни». С этими словами Ди поставил свою чашку и встал. Молча наблюдая, как он уходит, Елена медленно досчитала до десяти и последовала за ним. Она, конечно, не думала, что сможет остаться незамеченной или даже сумеет правильно идти по его следу. Она просто должна была удовлетворить своё любопытство. Должно же быть что-то в этих развалинах. Ей казалось, будто Ди с самого начала знал о чём-то и приехал сюда в поисках этого. В центре руины охотник опустился на колени перед одной из каменных колонн и провёл пальцами вокруг её основания. Еле она знала, что там начертаны древние письменные символы. Когда она была ещё ребёнком, ветер и дождь уже стёрли надписи так, что не разобрать, но ей было интересно, сможет ли юноша разгадать прошлое. «Подойди сюда», произнёс Ди. Неожиданный приказ выбил из Елена дух. «Похоже, от тебя не скроешься», сказала она, приблизившись. «Чем это было прежде? Ни за что не поверю, что ты просто так заинтересован в этом месте. Только не говори мне, что она хранит какую-то тайну о знати». «Верно», ответил охотник. «Тогда расскажи. Возможно, этой ночью я буду мертва. Не хочу уходить, ломая над этим голову». «Это развалины крепости». Небрежно бросил Ди. «Крепости? Чай?» «Я не знаю. Из того, что я смог прочитать на сохранившихся надписях, она принадлежала людям. И она довольно древняя. Более двух тысяч лет». «Крепость двух тысяч лет недавности». «В те времена эта местность наверняка была ещё более дикой». «Интересно, может, это колонисты построили её?» «Больше я ничего не знаю». Внезапный вопрос вдруг возник в голове у девушки. Елена приложила отчаянное усилие, чтобы сдержаться, но прежде чем смогла лопнуть его словно мыльный пузырь, вопрос сорвался с губ. «Когда ты приехал в нашу деревню, ты направился прямиком сюда. Ты знал об этом месте заранее, да?» «Да». «Не думаю, что охотник на вампиров проделал весь тот путь, чтобы исследовать какую-то там развалюху. Меня интересует, тебя наняли и для этого тоже?» «Скоро наступят сумерки». Ди посмотрел в небо. Свет солнца ещё хранил синеву, две тени легли на каменный пол, одна была яркой, другая тусклой. «Похож на то». Согласилась Елена, оборачиваясь к замку. Вскоре в одном из окон вспыхнул свет. Это был призыв к оружию. В своём воображении восторженная Елена нарисовала картинку, как она и Ди сражаются бок о бок, промокнув от крови. Через мгновение показалась луна. Часть вторая «Луна взошла», проговорил черный рыцарь. Он стоял в замковой комнате, и лазурь ночного неба проглядывала сквозь отверстие в разрушенном потолке. «Вы твёрдо решили идти? Принцесса не давала нам такого распоряжения». Красный рыцарь расположился позади своего неподвижного соратника и наблюдал за ним какое-то время. «Мне это известно, именно поэтому я и дожидался ночи. Учитывая обстоятельства, принцесса сама может решить выслать нас. Или, возможно, она даст нам приказ сопровождать её, однако, даже если она этого не сделает, я пойду. Ты сам видел, как умер синий рыцарь. Тот, кто убил его, должен заплатить, а те из нас, кто всё ещё живы, должны взыскать плату. Даже если это означает пренебрежение воли принцессы? Да». Ни секунды не колеблясь, ответил черный рыцарь. Взглянув на него с обожанием, красный рыцарь сказал «Я пойду с вами». Теперь была очередь черного рыцаря задать тот же вопрос. «Даже если это значит ослушаться принцессу?» «Да». «Ты понесёшь ту же кару, что и я. Мне всё равно», сказал красный рыцарь, только теперь в голосе его прозвучало нечто такое, что не было ни простым гневом, ни сожалением. Наказание, понесённое в комнате с витражём, отпечаталось перед его взором, а ужасный результат находился перед самыми глазами. правую руку черного рыцаря отсекли до плеча. «Тогда ты выполнишь моё указание», настоял черный рыцарь, повернувшись к красному рыцарю. «Клянусь в этом, подчиняйся приказам принцессы. Я запрещаю тебе не повиноваться ей. Если ты снова когда-нибудь затаишь такие мысли, то будешь заклеймен предателем». На мгновение красный рыцарь остолбенел и спустя секунду начал говорить. «Но я никаких возражений», твёрдо заявил черный рыцарь, истовая серьёзностью вот у нас держала мятежный пыл красного рыцаря. «Поступки принцессы уже не те, что прежде. Возможно, её одолела скука, я так думаю. Но я не аристократ. Не могу представить, что за мысли могли внушить ей такое чувство, и во что это может вылиться. Скорее всего...» Неужто таящиеся в незаконченной части последнего предложения заставило красного рыцаря напрячься. «Это сулит беду всем участвующим? Ты совершенно прав!» При звуке раздавшегося голоса два рыцаря с удивлением огляделись вокруг, а затем развернулись в противоположную сторону. Возле полуразрушенной каменной колонны стояла принцесса, позади неё тима отступила под разрастающийся гущий роз, роз и снова роз, и их сиянием. «Каков упрямец?» заметила принцесса, пришпилев чёрного рыцаря улыбкой, двое преклонили колено. «Однако», продолжала знатная дама, «Нынче ночью вы никуда не пойдёте, вы останетесь здесь». «Позвольте объяснить, принцесса, не утруждайся». Женщина махнула белой розой в руке, оставив за собой полосу света, сияющий цветок утонул в темноте. «Я понимаю, насколько вы должны быть рассержены, но этот охотник соперник грозный. Хотите закончить так же, как синий рыцарь?» «Это будет зависеть от охотника», ответил чёрный рыцарь со всем почтением и покорностью. «Нет, только я пойду навстречу с ним». Оба рыцаря вскинули взгляды на госпожу и впервые начиная с поступления к ней на службу, они осмелились высказать своё возражение, воскликнув «Вы не должны!» Красного рыцаря передёрнуло, когда чёрный рыцарь глянул на него, но принцессу казалось вовсе не возмутила их выходка. «Не бойтесь, у меня будет особый эскорт», сказала она. «Белый рыцарь?» «Нет, группа, которую вы не видели прошедшие два века». Догадка похоже пришла одному только чёрному рыцарю, только он посмотрел «Принцесса, я скажу, что полностью готов понести любые дополнительные наказания, но это единственное, что вы просто не можете сделать». «Почему же?» осведомила сёна. «Как только вы выпустите их наружу, начнётся кровавая баня», ответил чёрный рыцарь. «Я абсолютно уверен, что они смогут убить Дампира, они заодно могут уничтожить жителей деревни. Однако кровожадные твари забудут приказы крови». «Это немыслимо, не так поступила бы наша мудрая принцесса». «О, принцесса, что на вас нашло?» «На меня?» «Снова повторюсь, я готов перенести тысячу смертей». Чёрный рыцарь как будто закашливался кровью вместо слов. Красный рыцарь склонил голову, внимательно прислушиваясь и не говоря ни слова. «Принцесса, вы изменились за последние несколько лет. Не могу описать точно как, простичь ваших мыслей или чувств, миледи». «Не суй нос, мои дела». Фыркнула обвражительная принцесса. «Красный рыцарь, ты разделяешь его мнение?» «Да, миледи», ответил он, но в ту же секунду Чёрная вспышка выстрелила рядом с ним и пригвоздила к полу, прежде чем он смог увернуться. «Как ты смеешь говорить такое? Пожалуйста, не обращайте внимания на его дерзость, миледи». С глубоким принцесса. «Но раз я сказала, что пошлю их, значит пошлю. Что до тебя, Чёрный рыцарь, тебя заключат в тюрьму. Красный рыцарь, запри его». Либо Красный рыцарь оставался в сознании, пригвожденный к полу, либо только приходил в себя, поскольку уставившись на Чёрного рыцаря, с трудом ответил. «Да, миледи». Продолжая держать во рту розу, принцесса спросила. «Ты намерен иметь со мной дело, даже если это означает, что придётся пройти через Красного рыцаря? Или поднимешь против меня свой меч? Нет, ваши приказы будут исполнены», проговорил Чёрный рыцарь, его ответ имел привкус горечи. Тьма всё сгущалась и сгущалась, а в то же время четырёхцветные розы ошеломительно сияли. Ди стоял, положив левую руку на колонну, как вдруг обернулся к замку. Ночной ветер не донёс ни звука, тем не менее рука, прижатая к колонне, спросила его. «Слышал это?» «Они идут». «Они самые. Десятеро, я бы сказал. Верхом. Но то, что я чувствую, это не рыцари. О тех ребятах нельзя сказать, живые они или мёртвые, а эти типы однозначно все мертвы». «Призрачные рыцари», пробормотал «Они идут?» Дип повернулся ко входу в развалины и ответил девушке, сидящей там с электронным фонариком в руке. «Они скоро будут здесь». Елена поднялась без тревоги, колебания или даже страха. «Этого я и ждала», сказала девушка. «Где думаешь мы будем драться с ними? Ты должна остаться здесь». «Что это значит?» воскликнула Елена. Приближаются не рыцари, отряд мертвецов. И тех, кто умер однажды, нельзя убить второй раз. «Ну что ты собираешься тогда делать?» «У меня нету нового выбора, кроме как убить их». Елена нашла это самим воплощением противоречия, но раздумав решила, что умелого обращения этого юноши с оружием вероятно будет достаточно, чтобы убить мертвых еще раз. «Теперь я все равно пойду и буду драться». «Оставайся в руинах, это тоже часть сражения». «Зубы не заговаривай», хмыкнула Елена, разыскивая на мотоцикле вторую утяжеленную цепь. «Скоро увидим, но когда придет время, ты понадобишься мне именно здесь». «Правда?» «Правда», ответил Ди. «Я тебе верю, и не беспокойся за меня в такую минуту». Не сказав «Дул легкий ветерок, зеленая трава покачивалась в лунном свете, и стоял охотник, вот и все, что составляло картину. Любой художник, который перенес бы на холл сокровенные мысли молодого человека, стоявшего здесь между жизнью и смертью, стоявшего здесь между жизнью и смертью, стал бы пленником своего собственного безумия, хотя, конечно же, получившееся полотно было бы навсегда внесено в пять после того, как охотник занял свою позицию на равнине. Руины располагались на расстоянии примерно в пятьдесят ярдов. Всадники, пересекающие поле, казалось, плыли в пугающем подобии замедленного движения, и лошади и наездники были облачены в тускло-серую броню. Не доехав дать около тридцати футов, они остановились. Их движения были настолько тихими, что никто, кроме самых внимательных слушателей, не услышал бы ни звука. «Призрачные рыцари! Я слыхал о них!» Донесся голос левой руки охотника. Никакого ответа не последовало, как будто он обращался к луне. Пепельные серые фигуры зависли под ее светом подобно настоящим призракам, взвизгнул клинок предводителя рыцарей, выскальзывая из ножен на бедре. Одновременно с этим другие девять разом достали свое оружие, у троих имелись мечи, еще у троих луки, а у оставшихся трех копья. Их оружие мало отличалось от того, что носило четверка рыцарей. «Где принцессы остальные?» спросил Ди. Один из всадников скинул голову и рассмеялся, но голоса слышно не было, смех оборвался. Ди находился прямо у него над головой. Тридцатифутовый прыжок охотника несомненно был быстрее, чем глаз призрачного но оно лишь прошло рыцарь насквозь от макушки головы вниз к его животу. Вернувшись на землю, Ди взглянул на своего противника, чувство, что передалось ему от клинка не было обычным сопротивлением. Из трещины на железе вытекало нечто похожее на белый туман, дымка местами поблескивала, словно окаемленное серебром. Как только туман стек с лошади на землю, то принял человеческий облик. Насекомое в поле соприкоснулось с туманоподобным существом и вдруг издохло. Эссенция смерти буркнула левая рука охотника. Некоторые возможно назвали бы это сверхъестественной аурой или жуткими миазмами, но раз оно на глазах одним прикосновением отняло чью-то жизнь, то эссенция смерти казалась самым подходящим названием. Это была истинная форма отряда призрачных всадников. Туманная масса двинулась на охотника. Казалось, что она одновременно и подхватывается ветром и борется с ним. У охотника больше не было меча, но даже если бы он у него все еще имелся, убить эту бесформенную странную дымку невозможно. Что касается Ди, он просто спокойно стоял. Елена не подозревала о смертельной схватке Ди. Темнота уже достаточно сгустилась, и ее глаза не могли видеть дальше 150 футов. Казалось, что неприятный туман клубится вокруг нее, покрывая кожу мурашками. Вздрогнув, Елена потянулась к своему электронному фонарику. Что-то внезапно приглашило свет, одинокая белая роза приземлилась на верхушку светильника, и Елена заметила, что тонкий стебеляк погрузился точно в его металлическую крышку. «Да это же...» начала говорить она, и тут фонарик погас. Здесь, в темноте, где ничто не поддерживало сияние луны, роза пылала точно пожар. «Подарок, чтобы убрать этот твой негодный свет!» Оторвав взгляд от розы, что завладело ее вниманием, девушка обнаружила перед собой прекрасную принцессу и подумала, кто же еще кроме Ди может выглядеть настолько ослепительно, стоя под светом луны. Елене почудилось, что она видит пейзаж позади женщины прямо сквозь ее исключительно бледное лицо. «Ты что, передовой отряд что ли?» хмыкнула мотоциклистка. Она чувствовала странное спокойствие. «Ну, предположим, так и есть. Когда я узнала, что ты находишься здесь, меня подхлестнул интерес. Без сомнения, это проделки Ди. Низменный человек никак не смог бы понять значимость этого места, даже при том, что имена люди его возвели. Две тысячи лет назад, правильно?» Приняв несколько удивленные выражения лица, принцесса вымолвила. «Сведенье любезно предоставлены Ди, я полагаю. Он рано или поздно и меня здесь обязательно обнаружит. Если я прикончить тебе раньше, это уже не будет иметь значения», сказала Елена, когда груз на конце цепи выскользнул из её правой руки. Он был намного тяжелее, чем тот, что она обычно носила. Продолжая неотрывно смотреть на принцессу, Елена принялась раскручивать цепь по кругу, её рычание переросло в свист, а затем цепь завертелась беззвучно. «О, какая ловкая!» воскликнула принцесса, хлопая в ладоши. Елена понимала, что женщина подначивает её, но не могла позволить себе разозлиться. Сознание было сосредоточено исключительно на уничтожении прелёстной принцессы. Не издав ни звука, аристократка переметнулась за каменную колонну, чтобы увернуться от пронзительно свистящего груза на конце цепи, но та устремилась прямо вслед за ней. «Вот это да!» удивилась женщина, её возглас смешался со звуком стали, врезающейся в камень. Неясно было, какой уловкой воспользовалась девушка, однако цепь, преследовавшая принцессу, накрутилась вокруг аристократки и колонны с силой достаточной, чтобы вгрызться и вплоть в камень. «Попалась на кричок, дурында!» вскричала от восторга Елена, рянувшись к принцессе. Ни капли милосердия не было в девушке, правой рукой она держала остро заточенный деревянный кол. Поднимая его высоко над головой, она прокричала. «Вот ваш билет на тот свет, ваше высочество!» Но только Елена опустила оружие, как четыре оттенка света замерцали у нее перед глазами. «Ах!» вырвалась у девушки, когда рука, которая она замахала сквозь светящиеся капли, подсказала ей, что они вовсе не были иллюзией. Они были осязаемы. Красные розы, и синие, и даже черные. Елена снова и снова отбивалась от них, но все больше и больше новых цветов окружала ее, закрывая обзор, и, что еще хуже, образуя ослепительное буйство красок, что овладевало ее рассудком и кружило голову. «Проклятье!» выругалась мотоциклистка. Из-за бешено вихрящихся цветов длинная цепь перекрутилась и обвилась вокруг перекладины, соединяющей две каменные колонны. Когда Елена раскачалась на ней, четырехцветный поток хлынул следом. Стоя наверху, она достала из кармана рубашки пакетик промасленной бумаги и вытряхнула содержащийся в нем белый порошок себе на голову. И стало видно, как каждый цветок, что касался ее, сворачивал лепестки и терял свой цвет перед тем, как упасть на землю. «Особый гербец этот, мамы Кипш! Попробуй-ка!» крикнула Елена и уже собралась высыпать остатки порошка вниз на принцессу, когда вдруг перехватило дыхание. Вторая цепь лежала спутанная на земле, а бледные фигуры и след простыл. «Я здесь! Сюда!» Развернувшись на голос, раздавшийся за спиной, Елена запустила оставшуюся у нее цепь. Намотав ее на правую руку, принцесса тонко улыбнулась. «Убить тебя будет так легко!» Обратилась она к девушке. «Вот как!» Одним рывком руки она без труда выхватила у Елены оружие. «Желаешь, чтобы я тебя задушила? Или предпочтешь, чтобы я отрывала тебе конечности одну за другой?» От ярости на лбу у Елены выступили бисеринки пота. Часть третья Ветер облетел равнину. Ветер, что нес смерть. Влекомая има санкция смерти могла перемещаться куда угодно, и любое живое существо, которого она коснется, погибнет. Теперь же она противостояла Ди. Белый человекоподобный образ расплылся в бесформенное облако и порывом налетел на охотника. Ди отскочил назад, вскинул, будто отбрасывая нападавшего левую руку, и ее окутал туман. Рука покоричневела, но быстро вернулась к своему нормальному цвету. «Проклетающая эссенция смерти!» «Это верно!» Болезненно отозвался голос, не переставая откашливаться. «Эту штуку никак не убить извне! Я бы справился с одним или двумя, но если придется глотать больше, мне крышка!» «Погоди секунду, я проверю пару вещиц!» В этот момент один из всадников шумом кувыркнулся из седла, белая субстанция просочилась сквозь броню и обогнула Диус сзади. Несколько полос света с ошеломляющей скоростью вылетели из левой руки охотника, однако же вонзившись в марево тумана человекообразной формы, они лениво поколыхались еще фото три перед тем, как упасть на землю. Почерневшие деревянные иглы раскрошились, прогнив до самого основания. Судя по всему, любое оружие, будто меч или даже пуля, было бы здесь совершенно бесполезно. Туман рассмеялся, нет, может это виноват просто ветер, слегка встряхнувший верхнюю часть его тела. Однако ночной воздух ясно донес шум, который не был звуком, но походил на смех. Дымка медленно подпылала ближе к охотнику спереди, позади него расположилась вторая. За секунду до того, как она смогла обхватить своими бледными руками тело Ди, охотник взмыл воздух, пока одна часть наступающей на него эссенции смерти продолжала струиться вперед, оставшаяся закружилась со страшной силой, а облако позади охотника также решительно отпрянуло. Приземлевшись, Ди изогнулся всем телом. Удар, которого он едва избежал, рассек полу и воплоща точно копье, воткнувшиеся в землю. За ним быстро последовал другой, третий, и хотя атаки наносились со скоростью, при которой ни один обычный человек или даже профессиональный воин не смог бы уклониться, Ди осторожно и беспрепятственно скользил между ними, углубляясь в самую шеренгу призрачных рыцарей. Два меча взметнулись с металлическим скряжетом, и двух призраков выбили из сёдел. Вряд ли даже призрачные рыцари могли поверить, что это же самое копье, которое Ди теперь держал в руке, только сейчас было нацелено в него. Однако он счёл невозможным уничтожить бесформенную дымку, не чувствительную к любому оружию. Как ему бороться с этим, и как он сможет это убить? Елена поспешно смахнула со лба под левой рукой. Если бы он потёк в глаза, это стало бы её смертью. Принцесса стояла на расстоянии десяти футов, и она отобрала у мотоциклистки одну из цепей. Девушка яростно сверкнула на принцессу глазами, если она позволит аристократке сломить свой дух, она побеждена. Принцесса в свою очередь посмотрела на Елену. Я тебя помню. Она с пониманием кивнула. Твои родители и брат с сестрой закончили свои дни в моём обеденном меню, и кажется, белый рыцарь оставил тебе рану, которую ты проносишь всю жизнь. Как интересно. Её смеющееся лицо было оболестительно, как луна, и столь же невинно, как самая чистая дева. Потому-то Елена так похолодела, словно её окунули в ледяную воду. Теперь, когда я вспомнила об этом, одним твоим убийством ничего не добиться. Возможно, и найду тебе другое применение. О, знаю! Хохотнула она. Я нанесу тебе иную рану. Когда улыбка на губах принцессы сделалась шире и зловещей, Елена машинально отвернулась. Чем красивее улыбался аристократ, тем сильнее человека подстёгивала отвести взгляд. И оттого девушка не заметила белую розу, вылетевшую из правой руки принцессы. Когда она вонзилась в левую сторону груди, Елена почувствовала слабую боль и посмотрела вниз. Но роза уже исчезла. Что ты сделала? Сама посмотри. Взгляни на грудь. Точно одержимая, Елена рванула ворот рубахи. Омерзительный крест исчез. Но взамен нечто меньшее, однако более ужасающее было запечатлено на её левой груди. Татуировка белой розы настолько тонко детализованная, что, казалось, это могла быть исключительно ангельская ручная работа. Отчаяние выкачало силу из каждой её клетки, поскольку в глазах Елены не было ничего более жестокого, чем быть отмеченным этим символом знати. Пошатнувшись, она рухнула с каменной перекладины, рука принцессы поймала её за шиворот. Но даже будучи поднятой обратно, Елена смогла лишь попросить принцессу о смерти. Лицо её походило на труп, но радостный голос зашептал в ухо. «Нет нужды так убиваться. Скоро ты почувствуешь себя намного лучше, а раз ты своей плотью испробовала привилегии одного из моих слуг». И только принцесса закончила говорить, как вдруг опустила взгляд вниз. Лёгкая дрожь передалась ей через почву. «Землетрясение?» Чуть слышно проворчала она, когда тень скользнула по её красивому лицу. «Эта ненавистная крепость до сих пор жива? Невозможно!» Тело её покачнулось вместе с подземным толчком, и сопутствующий грохот сокрушил ночь. «А вот ведь засада!» Оставалось только догадываться, где принцесса выучилась такому выражению. Подхватив Елену под мышки, принцесса соскочила на землю. Сверху на неё дождём посыпались крошечные каменные обломки. «Нет, время не ждать и смотреть, что произойдёт дальше. Липопытно ещё поглядеть, как там справляются Ди и его приятели». Женщина отправилась через поле. Елена ни на секунду не ослабляла свои хватки. Рыцари надвигались на охотника со всех сторон. Тот, что справа нёс копьё, а тот, что слева, полуторный меч. Едва они собрались обрушить своё орудие на Ди, как обменялись ими «правый взял меч, левый копьё». Когда активное оружие менялось, противнику, соответственно, приходилось менить стратегию. Обмен, совершающийся в несколько секунд, мог привести лишь к замешательству со стороны человека, готовящегося защищать себя. В случае совместных атак защитить себя не было ровно никакой возможности. Взметнулись копьё и меч. Удивление не та эмоция, которая овладевает призраками. Тем не менее, вибрации, колыхнувшие воздух в этот момент, представляли собой не что иное, как настоящий шок. Лезвие меча, рубящее справа, было поймано левой рукой Ди, в то время как копьё во второй руке охотника парировало копьё, настигнувшее его слева. Это было бы достаточно странно, если бы охотник стоял к ним лицом, но перед самым наступлением призрачных рыцарей, в ту самую секунду, когда они обменялись оружием, они увидели, как Ди поворачивается к ним спиной. Хоть рыцари догадались, что он раскусил в планах нападения, но не были уверены в том, что сделать дальше. Они уже атаковали его копьём и мечом. Ди прыгнул, как только схватился за клинок, но кто в мире смог бы заскочить на спину скачущей лошади? Ди мог, и он это сделал. Стоя на спине коня, несущего рыцаря-мечника, он спихнул наездника и взялся за поводья. Увидев это, другие рыцари всеми силами ринулись на него. Ди, дай мне о своей крови! Заговорила левая рука. Это только временная мера, но я придумал вещество, которое этим ребятам не понравится. Скорей! Убрав руку с поводьев и удерживая свой меч зубами, Ди поднёс правое запястье к лезвию и резко полоснул. Полившаяся тёплая жидкость попадала в ладонь его левой руки, а то раскрывала рот и глотала свежую кровь. Подставляй меч! Достав меч, который он зажимал между зубов правой рукой, Ди провёл левой вдоль лезвия. Когда алый дымок поднялся над ладонью, обесцвечивая клинок, всадники впереди запустили в него стрелы. Они не были деревянными, даже древкое перенье были из железа, попадя они в человеческое тело, от удара разорвало бы плоть. Ди левой рукой остановил их все до единой, больше было похоже, что он ловит бумажные самолётики. Когда охотник проскакал мимо рыцаря, оцепенявшего и не имевшего возможности пустить вторую стрелу, его меч вспыхнул с поров туловища призрака. Даже не оглянувшись назад, Ди помчался к своему следующему противнику, белый туман надвигался на него спереди, видимо посчитав, что будет просто невыгодно сражаться с ним в доспехе. Натянув по воде, чтобы развернуться вправо, Ди размахнулся клинком. Дымка встрепенулась, та часть, что предположительно была головой, разделилась надвое, а затем начала срастаться вновь, но фрагменты не соединялись вместе. Двигая похожими на руки клочками, фигура потеряла элементы своей формы и превратилась просто в гущу тумана, оседавшего на землю. Две-три судороги сотрясли облако, и ему едва удалось подняться снова. Постоянно покачиваясь, оно двинулось через поле обратно к замку. Всадник, последовавший за ним, вероятно был тем, кому секунды раньше распороло туловище. Враги охотника находились в смятении и тревоге. С самого начала они знали, что он не из тех, кто встретит их обыкновенной тактикой. Все как один отступили. Тогда уцелевшие выпустили стрелы не в Ди, а в небо. Очевидно, снаряды имели некий специальный механизм, поскольку к середине полёта их хвосты начали оставлять за собой горящие следы, прежде чем их окутало слепящим пламенем приблизительно в тридцати футах над землёй. Кроме того, они не поднимались и не снижались, зависнув в небе и прыской искрами, а потом спустя секунду взорвались. Распространилось сияние, достаточно яркое, чтобы выжечь на земле резкую тень Ди, а из его центра на охотника и равнина обрушилось множество огненных полос. Зателось в день, и пламя вмиг слившееся хватило землю, языками перекидываясь на новые участки. Странясь пламени, Ди отступил ко входу в руины. Снова взвелись стрелы, порождая дополнительные огненные стены, ветер усилился, равнины полыхали, а когда пожар расползся, насколько видел глаз, он каким-то образом стал походить на воду, подобно блистающему морю, порстирающемуся к ночному горизонту. Сидя верхом, призрачные рыцари выпустили ещё больше пламенных стрел вдвое длиннее и толще, им предназначалось распространить огонь не только до развалин, но и в саму деревню Сакрия. Именно в этот момент земля зарокотала. Одна за другой лошади скидывали своих седоков, а затем падали и сами. Толчки были сильнее, чем при обычном землетрясении, невидимые волны прокатились по воздуху, и рыцари, подхваченные турбулентностью, в мгновение ока оказались сбиты с ног. Сквозь дыры в серой броне вырывались белые клубы, но когда на них хлынула вторая волна, они скрутились в судорогах и больше не двигались, волны были одинаково беспощадны, атакуя и уже обратившихся в бегство призрачных рыцарей. Этого вполне достаточно. Дипа вернулся на голос и обнаружил принцессу с Еленой. А я-то всё это время думала, что одна знаю тайну этих руин. Тебя не проведёшь, верно? Прекрасная принцесса пожила плечами, взглянув на то, что было, как казалось, лишне к чёмными остатками. Укрепление построила несколько веков назад людская секта, владевшая знанием, которое оставило их на одну ступень со знатью. Оно по-прежнему хранило свои древние возможности. Разумеется, единственной причиной только что пробудившей эту мощь стали собственные сверхъестественные силы Ди. «Верни девушку», сказал охотник. «Это девчонка», ответила принцесса. «Уже такая же, как я». Хотя, по правде сказать, я недавно закончила исполнить роль хозяйки. Постараешься спасти её, Ди? С ней это будет не так легко, как с остальными. Я нанесла ей серьёзный удар, видишь ли. Выражение лица Елены было пустым, даже слёзы не катились из глаз. «Я отдам тебе девушку. Не нужно ничего с ней делать, Ди. Разве твоя работа не в том, чтобы убить меня? Эта бродяжка тут ни при чём. Просто оставь её, пусть бледнеет ночь за ночью, пока не прорежутся клыки, и она, обезумев, не станет пить кровь без разбора. Даже если ты ничего не предпримешь, я уверен, что жители деревни вполне способны отделаться от неё. У тебя хорошо вышло заставить моих призрачных рыцарей отступить, но, очевидно, ты не справился с задачей уничтожить их. О, мой дорогой гость!» Засмеялась она. «Сегодняшняя феерия всего лишь генеральная репетиция. Главное событие произойдёт завтра или на следующий день, или, может, через год». «А разве ты не хотела, чтобы я избавился от твоих рыцарей?» Ледяным тоном поинтересовался Ди. Как будто её только сейчас осенило, очаровательная принцесса воскликнула. «О, верно. Я ведь хотела, да? Значит, я выведу их завтра. Трое против одного будет, пожалуй, слишком рискованно. Так что будем выводить их по одному. Я пошлю их завтра ночью. Тебе остаётся просто ждать и смотреть, которого я решу послать первым». И с надменным смехом принцесса перевернула розу, что держала в руке бутоном вниз. Карапинки, переливающиеся в свете луны, посыпались на землю. «Ладно, на сегодняшний вечер это всё», проговорила она. «О, я буду благодарна, если ты не побежишь за мной с этим жалким старым мечом». Ну, как сказали бы на одном из древних языков, «Зайджан». Китайский. До свидания. Стоило принцессе направиться в свой замок, как Ди поскакал следом. Хотя её лошадь практически летела, его конь была резвее. Однако охотник преследовал женщину лишь несколько ярдов, когда земля вдруг вздулась перед ним. Почва приняла четыре оттенка, это была стена, сделанная из роз. Высокая и широкая она разрослась, как баррикада, преграждая пудди. «Мой розовый вал, можешь преодолеть его?» Издалека усмехнулась принцесса, Ди остановился перед стеной из цветов тридцати футов высотой и длиной в полмили, исчезло даже само присутствие аристократки. «Той женщины нигде не видно», объявила левая рука. «Она всерьёз намерена тебя убить, но в то же время это она и подразумевала, когда просила, чтобы ты убрал её рыцарей. Понятия не имею, что она на самом деле задумала. В любом случае, что собираешься делать с девчонкой? Просто забудешь о ней? Глава седьмая падшая Часть первая Ди отнёс обмякшее тело Елены к жилищу мамы Кипш. Старуха, которая вышла сонно потеряя глаза, осмотрела девушку и сразу обнаружила розу на её груди. «Это посерьёзнее, чем цветы той ночи. Судя по тому, что я сейчас увидела, она, возможно, вошла на всю глубину до самых костей». «Можете её вылечить?» спросил охотник. Взглянув на Ди с явным удивлением, старая женщина проговорила. «Волнуешься за неё? У меня сложилось впечатление, что жизнь и смерть других тебе чужды. Хочешь сказать, наши мольбы всё-таки достигли твоих ушей?» Я просто спросил, сможете ли вы её вылечить. Скинув плечами, мама Кипш ответила. «Ты должен знать об этом намного больше, чем я. Ситуация такова, что для неё ничего нельзя сделать». «Значит, я оставлю её вам», сказал Ди, затем повернулся и направился к двери. «Постой! Ты единственный, кто поможет ей поправиться?» «Я думал, вы сказали, что ничего нельзя сделать». Заметил Ди. «Я говорила о ситуации, которая складывается прямо сейчас. Имея подходящие атрибуты, я бы сумела что-нибудь сделать». Женщина верно ждала какого-то ответа, но не получив его, скривилась и сказала. «У западной границы этого региона есть деревня под названием Замба. В храме внутреннего тела цветёт одна призматическая роза, прямо там, как будто в чьих-то внутренностях. И растёт она последние две тысячи лет. Принеси её сюда. Деревня и храм уже целых три века необитаемы. У тебя на пути встанут только чудовища, злые духи и звери равнин. А для тебя эта годность просто цветочки». «Моя работа состоит в том, чтобы уничтожить хозяйку замка». Категорически отрезал Ди. «Тьфу, я знаю. В моём-то возрасте я бы не стала просить кого-то по доброте душевной шагать в пасть смерти. Я предложу компенсацию». Принеса поместила эту татуировку довольно глубоко в девушку, пытаясь получить тот же результат, что при укусе, но прибегая к этому старинному способу, она выжила много жизней из жертвы. Видишь, какая чёткая татуировка? Что и должно это доказывать? Я бы могла попытаться избавиться от неё, но девушка просто станет инвалидом. Конечно, она будет аристократом-инвалидом, хотя даже я ничего подобного прежде не видела. Тут знахарка покатилась со смеху, но когда Ди не выдавила себе её улыбки, неловко продолжила. Как бы там ни было, неважно, насколько ты хороший охотник, избавиться от больного аристократа должно быть намного проще, чем разобраться со здоровьем. А вот твоя компенсация. Что скажешь? По рукам. Легко ответил Ди. Криво усмехнувшись, мама Кипш сказала. А знаешь, у тебя очень-очень несчастный характер. Так ты и идёшь по жизни с приписанными тебе чёрствостью и жестокостью. Впрочем, я уверена, что тебе, скорее всего, на это плевать. Полагаться только на себя. Из всех людей, кого я когда-либо встречала, только ты, да ещё двое могли честно сказать, что ведут подобный образ жизни. И думаю, вряд ли я увижу другого такого в ближайшее время. Тут женщина встала и положила руку Ди на плечо. Отчего-то он не сделал попытки избежать этого. Знаю, ты, думаю, что совершаешь обыкновенную коммерческую сделку, но я чувствую иначе. Я полагалась на это, когда просила тебя «Сделай для нас, что сможешь». Старуха внезапно поняла, что ничего не осязает кончиками пальцев. Изумительной красоты юноши исчез за дверью во тьме, которая шла ему куда больше. Ди. Невнятно произнесенное имя заставило маму Кипша вернуться. Еле она стояла в дверном проеме смотровой комнаты. Одного взгляда ей в глаза было достаточно, чтобы определить обрывочность ее сознания. В теперешнем состоянии единственное, что могло привести сюда девушку, это молодой человек, имя которого только что сорвалось с бескровных губ. «Пожалуйста, не оставляй меня!» пробормотала Елена, слезы покатились из ее глаз. Занимался рассвет, когда Ди добрался до деревни Замба. Такой путь у курьерских лошадок по обычным почтовым доставкам занял бы около восьми часов, а охотнику понадобилось меньше пяти. За время поездки несколько человек, заметив его, прятались у обочной дороги. Для обыкновенного путешественника охотник в черном, скачущий, стянущимся вслед за ним облаком пыли, должно быть имел устрашающий вид. Как и говорила мама Кипш, это была пустынная земля гор и рек без единой дощечки, указывающая местоположение деревни. Но храм внутреннего тела сохранился до сих пор в холмистной местности у западной границы поселения. Здание было выстроено с применением технологии, позволяющей смешивать камень и железо, однако части с большим содержанием камня разрушились от ветра и дождя, оставив огромные дури зловещей изъять в постройке. Как и предполагало его название, храм имел шестьдесят футов высоту и стофутовое изображение гигантского спящего божества, вырезанное неимоверно давно в сердце одного из холмов. Образованный буквально из его недр со входом в голове, который позволял посетителям пройти внутрь. Но в данном случае у внутреннего тела было также и второе назначение. Фронтирусиевали подобные строения, особенно они были распространены в юго-западных секторах, но суть была в том, что ни одно из них хорошо не сохранилось, и почти все служили логовом потусторонним тварям, либо прибежищем преступникам. Оставив снаружи своего загнанного коня-киборга с включенной системой охлаждения, Ди вошел в тело храм гигантского бога только с мечом на спине. Оружие было одним из клинков, которые он спрятал вокруг развалин в предместях Сакри. Покидая деревню, он заглянул в дом кузнеца, а женщина, бывшая, должна быть его женой, поведала охотнику, что ее муж ушел в особое место, известное ему одному, чтобы поместить душу в меч, который ему поручено было сделать. Он уехал накануне ночью, сказала она, и до сих пор не вернулся. Ди приветствовала странное зрелище. Если бы исключительно талантливый художник или скульптор посетили это место, то полнейшая нелепица присущие его планировки и роскошь отталкивающих образов не в сути кошмара наглядной действительности не могли не довести их до безумия. Человеческое существо не в состоянии постичь на что похоже нутро бога. Желая он это узнать, иного выбора, кроме как прийти сюда, у него не было. Распахнув дверь на макушке головы и стопив внутрь того, что вероятно было мозгом божества, охотник обнаружил там линии складок в чуть прозрачном воскоподобном сплаве. В складках ютились статуи этого бога или иных божеств обильно покрытые патиной, а также талисманы с вырезанными тревожащими пиктограммами. Коридор неожиданно сужался до предполагаемого пищевода, и как только посетитель переходил оттуда в туловище, человеческому чувству ориентирования больше нельзя было доверять. Именно так располагаются внутренние органы бога. Пугающе плоский пол внезапно сменился серией беспорядочных канавок, в какой-то момент Ди фактически шёл по потолку, а коридоры, которые бесспорно существовали, исчезли, лишь он на секунду отвёл от них взгляд. Ничто не выстраивало здесь прямую линию, и при этом кривые вовсе не создавали ощущения изогнутости. Он был уверен, что двигается прямо, но в то же время ему казалось, что бродит кругами. Уже одно то, что он мог чувствовать, как идёт по прямой линии одновременно мечеться по кругу, являлось поистине странным. Ни человеческое тело, ни его разум не были готовы иметь с этим дело. В доказательство из грудных клеток скелетов, разбросанных под ногами Ди, торчали проржавевшие ножи и мечи, либо виднелись раны, которые они нанесли сами себе или друг другу. Остальные кости людей и чудовищ скорее всего оставили существа, блуждающие по этому лабиринту, бросающим вызов евклидовой геометрии и доведённые до истощения и голода. Ди двигался вперёд по безжалостному, сводящему сама пути без малейшего промедления. Что же за существо высекло это всё? Словно превознося величие своей веры, потолок, стены и пол испещряли тайные заклинания, либо покрывали красочные фрески. Наконец, Ди остановился в одной просторной секции. По всей видимости, свет из внешнего мира каким-то образом проводился в эту комнату, поскольку она довольно хорошо освещалась. То, что он увидел, было цветисто раскрашенным возвышением шероховатого, уродливого материала, похожего на остывшую лаву с металлическим алтарём на вершине. Алтарь, в свою очередь, был увенчан прозрачным сосудом в форме призмы, который ограждал одинокую розу, демонстрирующую самые восхитительные тона. Потянувшись рукой к цветку, Ди вдруг замер, словно у него было какое-то предчувствие. Хозяйка Розария, что расцветала, утопая в великолепии лунных ночей, и призматическая роза, которую можно было считать символом самого здешнего божества, «Казалось маловероятным, что эти двое могут сосуществовать в одном отдалённом регионе, не будучи связанными. Должна быть общая нить, где-нибудь их соединяющая». «В алтарь встроена жутко примитивная ловушка. От неё разит машинным маслом», просипел голос. «Мне это известно», ответил Ди, вновь потянувшись к сосуду и коснувшись его. «Должно быть, ещё прежде, чем он подобрал цветок, сработал переключатель и взвыл мотор, вскоре затихший». «Кажется, будет лучше поскорее убраться отсюда». Не выказывая каких-либо возражений на предложение хриплого голоса, Ди, едва оглянувшись, отправился обратно тем же путём, что пришёл. Стены резко исказились, принимая новые формы, создавая разнообразные выступы и трещины, образуя другие коридоры. Очевидно, правило гласило, что ни один незваный гость снова не выйдет. «Ага, кажется, чей бы то ни был одух, построивший эту штуку, и до сих пор остаётся здесь», завопила левая рука охотника. «Позор Богу, позволившему украсть свой символ. Похоже, выбраться будет непросто». Ди обернулся. Участок вокруг алтаря оставался прежним, абсолютно застывшим. Приблизившись к помосту, Ди непринуждённо достал меч. Клинок, который он собирался погрузить во что-то, скрестился с лучом света, устремившимся к алтарю. Рассечённый надвое алтарь рухнул на пол. Повернувшись к стене, оттуда возник свет, произнёс. «Чёрный рыцарь». Это был не вопрос, он по вспышке понял, кто разрубил алтарь. Однако ни следа его противника видно не было. «Странно это место, и тем более для развлечений». В голосе чёрного рыцаря не слышалось удивления от того, что его личность обнаружили. Он с самого начала понимал, что Ди был на это способен. «Два противника, каждый пытается сразить врага, которого не видят, хотя в нашем с тобой случае мы-то видим, даже если не можем. Продолжим?» «Пожалуй», ответил Ди. Это редкость. Юноша предпочитал встречать такие предложения от соперника ударом меча, а не словом. Не сделав ни шагу, Ди ударил в точку на стене, его меч двигался с ошелмляющей скоростью, раздался резкий звон стали, который впивался, казалось, в самый позвоночник слушателя. Ди только что парировал следующую вспышку света, прибывшую с другой стороны. Неясно даже, откуда у него было время вытащить из стены свой меч. Ди побежал вдоль преграды, по пути ведущему в брюхо гигантской фигуры. Она не проявляла больше признаков изменения, лучи света вылетели из стены в двух местах одновременно, обе полосы ударили, и Ди остановился. Левая рука опустилась, красная струйка потекла из рукава по тыльной стороне ладони, это благодаря двум лучам света. Воздух заледенел, он вбирал саму сущность тела Ди, каждая молекула могла сказать, что прекрасный охотник сконцентрировался на своём противнике. Малейший контакт буквально изрезал бы того, кто дотронулся до него сейчас, и кровь хлынула бы из его плоти. Несмотря на то, что чёрный рыцарь находился с обратной стороны стены, он бы сказал, что они видят друг друга. А если это так, пытался ли Ди увидеть что-то новое? Или же он вместо этого стремился посмотреть на вещи иначе? Правая рука охотника описала Дугу, в миг, когда эта самая линия прошлась по стене, тело Ди накренилось влево. В земле открылась дыра, пол не прогнил, скорее это было последним актом сопротивления тому, кто осквернил святое место. Скорее не сосредоточенным на других вещах разумом, даже охотник не смог среагировать мгновенно. Широкий луч света вырвался из-за стены, чтобы глубоко ранить его покачнувшееся тело в затылок. Когда мир вокруг заволокло кроваво-красным, Ди нырнул вперёд в темноту. Часть вторая Бессмысленно было удивляться, могла ли на самом деле существовать нескончаемая дыра внутри этой гигантской фигуры лежащего божества, яма, в которую провалился охотник, казалась поистине бездонной. По крайней мере, его глаза никакого дна не высматривали. «Ты в порядке, а?» — поинтересовался голос тоном, который можно было описать как ленивый и как спешный. Впрочем, скорее последнее. «Я поднимаюсь», — ответил Ди. «Вот восстанавливающие силы дампира во всей красе. Рана уже закрылась, несмотря на рассечённую до половины шею, а всё, что осталось, это белёсая линия. Чтобы остановить падение, он воткнул меч в стену правой рукой, и хотя это могло прозвучать хорошо и замечательно, но дело заключалось в том, что он находился в чрезвычайно непростом, пугающе затруднительном положении. В стену вошло меньше четырёх дюймов лезвия, а меч под весом Ди постепенно прогибался ниже и ниже. Если бы охотник снова упал, вопрос было бы не в том, предпримет ли он вторую попытку, а скорее, сможет ли его меч это выдержать. К тому же, если верить тревоге в голосе из левой руки, охотник сам, похоже, был не в лучшей форме, невзирая на свой всегдашний невозмутимый тон. Хотя рано затянулось, удар чёрного рыцаря нанёс ему повреждение, которое так просто не заживёт. Таким образом, Ди пришлось прижить одну руку краниной шеи, а вторую использовать, чтобы взбираться по стене. Светло-синий огонёк вспыхнул в левой руке охотника, пламя энергии, изливающиеся изо рта карбункула, сформировавшегося на ладони. «Похоже, даже это не сработает», протянуло явно удивлённое лицо, поморщившись, но добавило. «Кажется, что он нанёс тебе чертовски серьёзный порёз. Я бы сказал, что рыцарь совсем нетипичный твой клиент. Но как раз когда лицо на руке задало этот вопрос, тело Ди по ощущениям стало подниматься. Переложив весь свой вес на правую руку, державшую клинок, загнанный в стену, он оттолкнулся от меча, чтобы подтянуть себя. Левая рука вытянулась и ухватилась за крохотный выступ на стене. Вытащив меч, он качнулся вверх на левой руке и снова воткнул меч в стену. С точки зрения людей, такое мог совершить только сверхчеловек. Работая без передышки, охотник в мгновение ока поднялся более чем на 300 футов, как вдруг у него над головой показался круг света. Тень упала на лицо Ди. С бесстрастным выражением он посмотрел на черного рыцаря, стоявшего на краю ямы. Рыцарь протянул руку, сказав, «Не думаю, что тебе это нужно, но предлагаю, однако, в качестве учтивости. Даже если примешь ее, ничего мне должен не будешь». «А чего ты ждешь?» Тихо спросил Ди. Единственное, что его поддерживало, это лезвие меча. В сложившихся обстоятельствах даже ему не предоставлялось возможности ответить на удар черного рыцаря. «Боя!» Удивительно просто ответил тот. «В таком случае», сказал Ди, заскользив по воздуху секунду спустя. Черный рыцарь отступил глубже в коридор, а охотник приземлился на его прежнее место. «Я отплатил тем же». Исполинское черное туловище рыцаря склонилось при словах юноши, он действительно собирался вытащить его из дыры. Касательно Ди, его клинок был наделен откровенным желанием убить, когда охотник выпрыгивал из ямы. Применял он тогда меч, черный рыцарь оказался бы бессилен избежать рассечения надвое, к тому же он вовсе не знал о намерении Ди. Его выбору не атаковать рыцаря, когда был шанс, способствовала плата за руку, предложенную ему в помощь. Однако для красавца-охотника, прошедшего через поля резни и кровавые бури, это по сути было деловой сделкой. Точно так же он выполнял условия любого контракта. «Здесь тесновато. Возможно, будет лучше, если мы уладем все снаружи», предложил черный рыцарь. Ди обнаружил, что голос и тело его соперника целиком укрывало чьё-то нездешняя аура, а рыцарь клял себя за то, что недооценил своего врага. «Здесь недалеко есть выход. Следуй за мной», сказал черный рыцарь, а затем круто повернулся. «Полагал ли, что Ди не кинется на него, пока они не окажутся снаружи? По-прежнему доверял ему? Или тут была иная причина?» Выход из которого появились двое находился в длинном мышечном возвышении на бедре божества. Перед храмом располагалась площадка для моления. Оба они приняли боевую стойку друг напротив друга на этом реликте прошлого, где теперь остался лишь зелёный дёрн. Их разделяли 15 футов. Одному из бойцов пришлось бы выйти вперёд на это расстояние. Чёрный рыцарь оставался стоять с необнажённым оружием, а Ди держал клинок точно на уровне глаз. Острие его меча указывало чуть вниз и не двигалось. Совершенно непринуждённая поза противника не позволила бы ему сделать этого. С другой стороны, Чёрный рыцарь находил, что душа его переполняется восхищением, стоя в достаточно распространённой позиции, сам охотник ещё сизведу, оставив в поле зрения соперника только белый отсвет острия меча. Рыцарь был уверен, что почувствовал, как его клинок входит в противника, когда тот падал в яму. Для обычного человека это стало бы критической раной, и даже Дампюре понадобилось бы около полугода, чтобы вылечить подобные повреждения. Охотник никак не мог быть в лучшей физической форме, но всё же был. Одновременно с благоговейными мыслями рыцаря поле его зрения вдруг расширилось, где опустил свой меч. Чёрный рыцарь выступил вперёд, часть его разума воскликнула «Не следовало этого делать!» И дрожь пробежала по телу. Но в момент, когда он предостерёг самого себя, это стало прямым приглашением, и правая рука метнулась за спину с чудовищной скоростью. Впрочем, чёрный рыцарь не был в точности уверен, что за оружие располагалось у него на спине. Воин знал только, что оно окажется у него в руках, и знал, как его использовать и что от него ожидать. Конечно говоря, по существу он подвергся жестокой тренировки, после которой не только отхаркивал кровь, но и само пламя жизни не единожды угасало внутри него. Тем не менее, он не понимал принципов, по которым работало оружие. Существовала лишь одна вещь, в которой он был уверен, оно собирается убить охотника на вампиров прямо сейчас. За секунду до того, как выпустить из оружия снабсвета, чёрный рыцарь заметил, что руки Ди вытянуты неестественно высоко над головой, в высокое положение. Однако вспышка сначала ударила в охотника горизонтально, разделив луч света пополам, меч Ди продолжил погружаться в шлем чёрного рыцаря, сверкнуло серебро, и с глухим звоном клинок обломился у рукояти. Чёрный рыцарь упал на колени, тонкая трещина расколола его шлем от гребня до лба. В это же время охотник опрокинулся вперёд, нанесённый только что удар потребовало всех физических и мысленных усилий, которые он мог собрать. Прокладывая себе путь через дикие равнины, ветер заполоскал плащ Ди. Под синем небом две чёрные фигуры неподвижно стояли на коленях. Один из них поднялся, точно чёрная гора, это был чёрный рыцарь. Свежая кровь, встекающая из его раны на голове, пачкала доспех, окрашивала траву и просачивалась в землю. «Ты бы, как обычно, одолел меня, однако, похоже на сей раз победу за мной. Прощай, Ди!» Обе руки рыцаря потянулись за пояс. Не было ни одного мыслимого способа, которым стоявший на коленях Ди способен защититься от его следующей атаки. Руки охотника были пусты. Откуда-то чёрному рыцарю послышался голос. Тонкий силуэт полумесяца прорезал небесную истинь над головой юноши. Взрыв, вспышка света рассекла в ветер, прорубаясь сверху прямо к сонной артерии охотника. Раздался неописуемый звук соприкасающейся стали, и свежая кровь брызнула в воздух. Забарабанив по земле точно проливной дождь, кровь хлестала из левой руки чёрного рыцаря. Забыв даже пошатнуться, он стоял уцепеня в глядя на Ди. По-прежнему опустившись на одно колено, охотник на вампиров держал в левой руке чёрные ножны, в то время как меч виднелся справа. Как ни странно, слова, которые вдруг опустили занавес в этом смертельном представлении, произнесла третья персона. «Понравилось?» спросил полный мужчина, появившийся из-за скалы. «Да», ответил Ди. Даже при том, что чёрный рыцарь сразу узнал в человеке деревенского кузнеца, он и представить не мог, что Бласко использует эти руины для своих очистительных обрядов. «Как и обещал, и закончил работу к ночи. Я намеревался быть дома к полудню, но спеша назад увидел тебя. Хорошо, что я побеспокоился заглянуть сюда и обнаружил вас». Со слов кузнеца, он, должно быть, был одним из тех, кто прятался у дороги, когда охотник был на пути сюда. «Я, знаменитый Бласко, никогда ещё не был настолько уверен в том, что когда-либо создавал. Он может пробить тысячу их доспехов, как нечего делать. Ну давай, иди и прикончи его немедля». Услышав позади себя азычный окрик кузнеца, Ди встал на ноги. Хоть кровь и лилась водопадом из-за брюбка руки чёрного рыцаря, он продолжал гордо стоять. «Сделай это!» вымолвил рыцарь, в голове его слышалась сила. «Мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу», сказал Ди. «Я сейчас возвращаюсь в деревню, а после отправлюсь в замок. Скажи принцессе сделать все необходимые приготовления». Не дожидаясь ответа, он повернулся спиной к чёрному рыцарю и направился туда, где привязал свою лошадь. Взглянув на кузнеца, он спросил, «Идёшь со мной?» «Конечно! Думаешь, я буду околачиваться тут с этим жутким типом?» ответил кузнец, побежав к месту за скалами, где он прятал собственную лошадь. Едва охотник оседлал коня, голос из левой руки заметил. «Послание принцессе, а? Какая премилая уловка пришла тебе в голову!» Но Ди не обратил на это внимания, а следовавший за ним кузнец даже не заметил, как что-то сказали. Солнце зашло. В гостиной мамы Кипш Елена отчаянно пыталась овладать с собой. Не из страха, тот ещё с наступлением бескрайних лазурных сумерек. Исключительное удовольствие восторг, зарождающийся внутри неё, наслаждение открытием, насколько замечательна ночь, вот с чем она боролась. После того, как на её груди оставили знак розы, она, естественно, испытала колоссальный эмоциональный шок, да и физически тоже впала в страшную слабость, а температура тела поминутно снижалась. Елена опасалась, что именно так и становится одним из аристократов. Вот деревня сдалась во власть темноты, и её страх пропал. Как сладок вечер, шорох ветерка, казалось, носится по небесам, тьма благоухает ароматами, а луна и мерцающие звёзды, освещающие ночь, которую она так часто молила пройти быстрее, были настолько прекрасны, что вызывали в ней трепет. Более всего проявилась жизненная энергия, затопившая каждый дюйм её существа. Но человеческий здравый рассудок Елены противился этому, по её венам бежала та же кровь, что и у аристократов. «Это нехорошо», думала она. И так на закате началась внутренняя борьба Елены. Чуть раньше мама Кипша шла проведать срочного пациента на краю деревни. Первое, что сделала Елена, заперла все двери и окна в доме, а затем пошла и отыскала в задней комнате два предмета, увесистый арбалет и верёвку. Вернувшись в гостиную, она передвинула низкий шкафчик двери, закрепила сверху него арбалет с помощью части верёвки, а оставшуюся потом использовала, чтобы привязать себя к стулу. Она проделывала это нарочито осторожно, закрепив верёвку на курке арбалета, она расставила вокруг оружия тяжёлые урны и книги и установила его так, чтобы потянув обеими руками, арбалет пустил бы болт прямо ей в сердце. Обвязав верёвку зубами вокруг запястья, Елена почувствовала облегчение. Перед уходом мама Кипш сообщила девушке, что будет дома к полуночи. Всё, что от неё требовалось сделать, удержаться до этого времени от сладостного искушения. И только после заката она по-настоящему поняла, насколько сладким она может быть. Какое чувство высочайшего блаженства. Как легко телу и душе. Ощущал ли кто-нибудь из этих людей, спящих за окном, подобный восторг? Эти тупые! Подумала Елена и вдруг ужаснулась. Вот как работает разум аристократа. И она почувствовала ещё одну вещь. В момент, когда Елена поняла, что это был запорыв, она решила, что должна умереть. Она не колебалась, откидываясь вместе с руками назад. И вместе с её рывком раздался звук распрямляемых пружин. Тетива стреньканьем застанала, болт просвистел в воздухе, и его наконечник вонзился ей в грудь при ударе. Елена приоткрыла глаза. Болт погрузился глубоко в неё, похоже, он всё-таки ударил немного ниже сердца. Кажется, прицел сбился, когда она устанавливала арбалет. А, если бы только Ди или мамаки были здесь, подумала она. Поднеся узел, связывающий руки к рту, девушка обнаружила, что есть намного более простой способ сделать это. Когда она позволила силе прилить к запястьям, верёвки разорвались, после ей нужно было только приложить усилия к остальным частям тела. Дверь в гостиную раскрылась легко. Одного удара руки было достаточно, чтобы отбросить шкафчик и другую мебель прямиком к противоположной стороне комнаты. Стоило Елене ступить за порог, как трепетное чувство, она не могла припомнить, чтобы испытывала его раньше, просочилась внутрь до самых костей, заставив её тут же усесться на корточке. «Что случилось?» спросил кто-то, хотя она не могла сказать, когда он положил руку ей на плечо. «Иди, ничего», ответила девушка. «Чёрт, это ты, Елена?» фыркнул мужчина. Это был никто иной, как Гарри, охранник навеса. «Но мы не обязаны оказывать помощь в заносе для целой деревни. Можешь валяться тут, мучаясь, нам не жалко!» Второй мужчина, патрулирующий вместе с ним, загоготал, и Гарри стал уходить. Что-то влажное полетело прямо в лицо Елены. Плевок. Она ухмыльнулась. «Вот драчьё, как они смеют насмехаться надо мной теперь? Надо их наказать!» Когда девушка мягко поднялась на ноги, улыбка, играющая на её лице, была более раскрепощенной, чем любой из деревенских приятелей когда-либо у неё видел. Елена бесшумно помчалась по улице, догоняя освещаемые фонарями фигуры примерно в сорока или пятидесяти футах от неё. Движения девушки были настолько плавными, что больше походили на катание на коньках, руки и ноги двигались от одной лишь мысли, и вовсе не чувствовалось, что они как-то работают. Она могла пробежать сотню миль или даже тысячу при максимальной скорости. Когда она находилась на расстоянии всего десяти футов от них, мужчины обернулись. С потрясённым выражением лица Гарри прицепил свою винтовку и нажал на курок. Его действия были не только безрассудны, но и откровенно незаконны. Ему следовало лишь сделать ей предупреждение остановиться. Раскалённый комок ворвался в солнечное сплетение девушки, но ощущение это быстро прошло. Эйфория охватила Елену. «Я могу убить!» думала она. «Я убью этого урода! Я сильнее его!» Когда Елена потянулась к горлу Гарри, он отбил её руку стволом винтовки. Больно от удара и совсем не было, и она не почувствовала сотрясения от толчка, но человек от него пошатнулся. Крутанув оружие, он ударил рукояткой девушки в висок. Для неё это было похоже на поцелую ветра. Елена, казалось, вовсе не противилась, следуя своему изначальному намерению, ухватив Гарри за горло одной рукой, а другой вцепившись в его левое плечо. Пальцы погрузились в него так непринуждённо, словно она выжимала губку. Какая-то часть разума кричала ей, что это неправильно. Движимая древним желанием, Елена больше не соображала, отпихивая Гарри в сторону. Его тело пролетело по воздуху добрых тридцать футов, а со стены содралось изрядное количество одежды и плоти, когда он проехался по земле и потерял сознание. Второй человек стоял неподвижно, наблюдая это бесчинство, но осознав, что внимание Елены переключилось на него, пришло в чувство. Со всех сторон деревни послышалась какофония криков и шагов. Елена выступила вперёд, иная страсть, возникшая у неё ранее, вступила в игру, на мгновение ей стало интересно, что за выражение должно быть у неё на лице. «Прочь от меня!» закричал мужчина, забыв про пистолет на бедре. «Без разницы, где я разорву его, кровь прольётся!» Про себя подумала девушка. Человек скрестил руки перед лицом, сделав букву «Х». Не испугавшись, Елена схватила его за плечи. «Не надо!» Выпалила мужчина, когда верхнюю часть его сильно тряхнула. «Х» превертился в крест. Ужас обжёг каждый нерв теле Елены, но она не вскрикнула, она скорчилась, пытаясь побороть боль. «Выстрел раздался отсюда!» «Эй, там кто-то есть!» Приближающиеся голоса показались девушке знакомыми, утяжелённый конец цепи выскользнул из правой руки, обернувшись вокруг громоотвода на крыше дома, а затем тело Елены легко вспорхнуло в воздух. Едва скрывшись на крыше, она пробормотала. «Ди!» Само собой, там не было никого, кто услышал бы его имя, сорвавшееся с её губ. Часть третья Когда Ди вернулся, его встретили исполненные неприязни взгляды людей, собравшихся у въезда в деревню и удручённое лицо мамы Кипш. «Ты не справился вовремя, Ди!» печально произнесла пожилая знахарка, прежде чем разъяснить ситуацию. Она буквально только что вернулась к себе домой. «Чтоб ноги не твоей, не Елены больше не было в деревне!» рявкнул уполномоченный замещающий мэра после смерти того от рук синего рыцаря. «Так решило деревенское собрание! В следующий раз, когда ты покажешь здесь свою физиономию, мы тебя убьём!» «Где Елена?» «В замке, скорее всего!» Он обратился к маме Кипш. «Вы пойдёте со мной?» «Нет, моя работа — защищать деревню. Сегодня запрусь в доме и буду молиться о тебе и Елене!» Сказала старуха. Знахарка не дрогнула даже под устремлёнными на неё злобными взглядами целой деревни. «Будь осторожен там, Ди!» «Пусть Всевышний присмотрит за вами обоими!» Юноша ударил лошадь в бока. «Ди идёт!» объявила принцесса. Она не сидела внутри замка. Принцессу и её спутников окружало роскошное изобилие красок. Они расположились в украшенном розами саду. «Я просто знаю это!» «Итак, что же мне сделать? Может, послать ему в качестве приветствия приливных волн? Или оползней? Молнии? Или, возможно, пространственный разрыв?» «Если считаете, что так лучше!» Ответил голос, который, казалось, просачивался в самую почву. Он донёсся от одной из двух фигур, преклонивших перед ней колени Чёрного Рыцаря. «Что договорите, сэр Чёрный Рыцарь?» Раздался другой изумлённый возглас Красного Рыцаря. «Разве вы не утверждали, что если охотника необходимо будет сразить, нам следует действовать справедливо и не запятнать части четырёх рыцарей Дианы Роулс? Он не какой-то слюнтяй и жадный до кровавых денег. Когда я не мог оказать ему сопротивление, он не убил меня и даже не ранил. К тому же он не попытался открыть дверь, которую я охранял, а лишь ускользнул через световой люк. Он не обычный человек. В данных обстоятельствах предменять что-то ещё, кроме как дать ему бой до последней капли крови, вряд ли проявят наше уважение к принцессе и священному прародителю её рода, не так ли? Или прежде всего наше уважение к самому человеку? «Вот это да!» Однако ты играешь словами. Не хочешь ли ты мне сказать, что внезапно перешёл от чувства враждебности к дружелюбию?» Хихикнула принцесса, словно это завякнул золотой колокольчик. «И что ты скажешь относительно высказанного им мнения?» По-прежнему, опустив лицо в пол, чёрный рыцарь ответил. «В настоящий момент защитой этого замка и нашей принцессы более важное дело, чем гордость. Красный и белый рыцари вместе, возможно, справятся с ним. Нет, они обязаны победить. В случае необходимости я зажму меч между зубами и присоединюсь к ним. Но потеряв в схватке с ним руку, я должен сказать, что моя интуиция говорит мне, вы должны остановиться. «Даже если это только один шанс из тысячи или даже из миллиона, мы не можем позволить ему добраться до вас, принцесса. Прошу принять моё мнение к рассмотрению». «Очень хорошо. Красный рыцарь, займись им». «Да, миляди!» торжественно ответила обогренная фигура, поднявшись, в то время как массивный чёрный субъект позади неё не шелохнулся. Будто какая-то колоссальная невидимая рука прижимала его к земле. «Потам твоя очередь, мой чёрный рыцарь. Раз ты настолько готов пожертвовать жизнью и конечностями ради меня, пойдёшь нади с мечом в зубах, как обещал». «О, я шучу», со смешком сказала принцесса. Если бы чёрный рыцарь взглянул на неё тогда, то от удивления вероятно смутился. Ведь улыбка, окрасившая её подобные рози губы, была весьма сердечной. «Перед твоими внушительными навыками не устоять. Это всё равно, что в теперешнем состоянии бросить тебя на голову волкам. Подойди», велела ему принцесса. «Я дам тебе кое-что взамен твоей потери». Дио остановил лошадь перед висячим мостом. В отьме, озаряемым лишь светом луны, пламенеющий цвет второго всадника ошламлял. Он стоял на дальнем конце моста. «Я второй!» Отозвался красный рыцарь, достав меч. Он несомненно подразумевал, что первым ушёл синий рыцарь. «Теперь я заставлю тебя заплатить за синего рыцаря за руку чёрного, которая тебе, дурак обойдётся. Давай!» Просить не было нужды. В правой руке Ди словно лёд блеснул клинок. В их первую встречу красный рыцарь потерял сознание от тяжёлого удара только из-за приказов принцессы, не позволяющих ему защищать себя. С мечом в руках он мог быть так же хорош, как и охотник. В конце концов, разве чёрный рыцарь не признал их близящийся поединок? А голос, который был не вполне голосом, прошептал охотнику, «С тобой всё будет в порядке!» Тело Ди ещё не полностью оправилось от раны, полученной в сражении с чёрным рыцарём. «Хэй!» С решимостью гаркнул и багровый всадник, когда его скакон взрыл землю, одновременно рассеивая лунный свет, вперёд ринулся юноша в чёрном. Каждый преодолел одинаковое расстояние до середины моста, и вслед за этим пролился бурный дождь искр. Два силуэта подлетели в воздух, будто вытолкнутые ударом от столкновения, вновь скрестив вместе клинки, прежде чем приземлиться в центре моста. Искры посыпались на плечи мужчин, но не задержавшись надолго угасли. Лошади понеслись дальше. Красный рыцарь правой рукой потянулся за вторым мечом. Казалось, что он воспользуется двумя клинками сразу, но он взял другой меч и вогнал его перед собой в дощётое покрытие. Затем верхняя часть тела рыцаря наклонилась. Возможно, именно тот смертельный приём, которого опасался чёрный рыцарь собирался обрушиться на Ди. Только охотник находился в недосягаемости лезвия меча. «Омре!» взревел рыцарь. Его крик решимости был похож на звук разрываемого шёлка или крошащейся стали. Блик, вырвавшийся из ножен, был ярко-красным, он рассёк ветер, с воем врезавшись в Ди. Реакция охотника была почти удивительна. Ещё не до конца уверенный в истинном характере приёма своего соперника, он держал клинок перед собой. Настоящая воина. Что-то ударило меч отлетев к обеим его сторонам и спустя мгновение висящий мост яростно накренился в сторону Ди. Опорные провода по обе стороны от него были аккуратно перерезаны. Восстановив равновесие, просто переставив одну ногу, Ди произнёс «Значит, оно издаёт звук, верно?» Он раскусил атаку противника. Секрет невидимого оружия красного рыцаря состоял в том, что это на самом деле был звук его меча, рассекающего ветер. Его техника включала превращение этого звука в ультразвуковую волну далеко за пределами зоны слышимости, волну, которая могла разрезать даже сталь. Клинок рыцаря вернулся в прежнее состояние, прежде чем он смог послать второй сверхзвуковой порыв, Ди напал на него. Пусть меч охотника и не производил ультразвуковых волн, он засвистел в воздухе с не менее впечатляющим звоном. Едва красному рыцарю удалось принять удар, как он почувствовал оцепенение, стрельнувшее из-за пести к самому плечу и не оставивший ему выбора, кроме как отступить. Ди осадил его серии безжалостных атак, свирепые удары против превосходной защиты, простые тычки, сыплющиеся, как пулемётная очередь, взмахи, бьющие снизу точно настоящие пружины, и всё это было произведением красоты, исполненной в совершенной форме, в то время как на принимающей стороне все позиции красного рыцаря терпели неудачу. «Проклятие!» вырогался красный рыцарь, сделав гигантский и скачок назад. Когда он в воздухе вновь вложил меч в ножны, то увидел прямо перед собой Ди, и рыцарь понял, что клинок охотника настигает его гораздо быстрее, чем когда-либо смог сделать он. «Превосходно!» воскликнул рыцарь, когда чёрная сталь расколола его голову пополам. По-прежнему протягивая одну руку к рукоятке оружия, красный рыцарь рухнул на мост, выпустив кровавый туман, но свет в его руке вспыхнул ещё раз. Звук разрываемого ветра послышался на середине моста, и яркая кровь брызнула из левого запястья охотника. Ди тотчас же ухватил потерянную конечность. Красный рыцарь, испустив последний вздох, лёг неподвижно. На ладони проявилось человеческое лицо и сказала, «Паршивый гад приберёг звук от второго меча!» Клинок, который красный рыцарь вогнал в мост исключительно для этой цели, обречённо подрагивал в свете луны. «И эта чёртова рана, которую он тебе нанёс, никак от меча! Присоединить руку обратно будет нелегко! Будь начеку!» Страдальческое выражение мелькнуло на личике, и после оно вновь втянулось в руку. Положив отсечённую конечность в один из своих карманов, Ди развязал шарф, обмотанный вокруг шеи, и воспользовался им, чтобы перевязать раненые запястья. Затем, сделав лицо, будто ничего не произошло, направился туда, где на дальнем конце моста ждала его лошадь-киборг. Пути боевых коней пересеклись на мосту, каждый двигался в противоположную сторону. Вновь вскочив в седло, Ди оглянулся перед тем, как уехать прочь. Лошадь красного рыцаря стояла возле своего упавшего хозяина, уткнувшись носом в его теперь неподвижное тело. Он, должно быть, любил этого коня. Быстро отвернувшись, Ди помчался навстречу своей следующей битве. Как видно, красный рыцарь также был убит. Заметила прекрасная принцесса, казалось, её улыбка засеяла ещё ярче. Остались только ты и белый рыцарь. Что ж, не воспользоваться ли нам кое-какими ловушками? Как вам угодно, миледи? Хмуро ответил рыцарь, понурив голову. Вокруг него бушевал цветом розарий. Нет, пожалуй, всё-таки не буду. Вредничала принцесса, бросив взгляд на своего преданного слугу. Я и так повозилась, заменяя твою руку, да и тебя ничто так не порадует, как дракосохотникам. Поэтому за меня не беспокойся и дерись с ним на радость сердцу. Со мной всё будет в порядке. Принцесса! Вымолвил черный рыцарь, вскинувшись. От его плеч тянулись новые руки, гораздо крупнее, чем прежние. Поднявшись, он поклонился. Черный рыцарь, разве ты не слышал, о чём я просил, Адзи? Я хотел бы поблагодарить вас, принцесса, сказал черный рыцарь. О, неужели? Что были так добры, дав нам шанс умереть, как истинные воины? Я буду сражаться с охотником на вампиров до самого конца. Как тебе и полагается. Принцесса, похоже, мы живём слишком долго здесь, в этих землях, в этом замке. Наконец, этот день настал. Однако надеюсь, что с вами всегда всё будет хорошо. Спасибо, но вступай. Принцесса поднесла руку к лицу и, сложив пальцы лодочкой, суетливо махнула на прощание. Кажется, чёрный рыцарь улыбнулся этому непосредственному жесту, и принцесса наблюдала, как воин идёт к воротам до тех пор, пока он в конечном итоге не исчез из виду. А ведь и правда прошло много времени. Пробормотала она, точно шепнув кому-то эти слова. Глава восьмая. Розовый сад. Когда Ди приблизился к крутому склону, сверху на него накатил тяжёлый дух вражды. Сидя верхом, он поднял взгляд и обнаружил чёрного рыцаря, парящего над землёй, так что казалось, будто он несёт на спине саму луну. Глаза охотника так же ясно, как днём могли различить похожий на крыль летательный ранец, который чёрный рыцарь держал сзади. «Это конец, Ди!» произнёс рыцарь. Чёрные розы, выступающие с каждого его плеча, раскрыли свои лепестки. Родилась индиговая тьма. Заряд электричества в пять миллионов вольт, высвобожденный двойными разрядниками, ионизировал воздух, накрыв Ди и его коня. Электронной схеме лошади-киборга потребовалось менее секунды, чтобы выйти из строя. Конь завалился на бок, чёрный дым повалил у него из ушей, а деревья вокруг загорелись совсем как от удара молнии. Безжалостные объятия придали охотнику ослепительное свечение, и посреди него Ди остановился всё сильнее и сильнее, переливаясь, как лучистые изваяния. Остановив электрический разряд, чёрный рыцарь задохнулся от удивления, яркость, которую держала в себе эта светящаяся скульптура, быстро сошла с центральной фигуры, и когда темнота сгустилась и заблестела, в ней невозмутимо предстал юноша в чёрном. Синий кулон на его груди безмятежно отражал тьму, чёрный рыцарь понял, что этим ничего не добиться, сохранив миг создания непревзойдённой красоты. Ди, «Сможешь достать меня здесь?» прокричал чёрный рыцарь, его крылья приняли новый угол, такой, что он спикировал вниз к охотнику. Встреченный снопом искр, когда их мечи сошлись, чёрный рыцарь легко взмыл обратно в небо, воспользовавшись махом руки, чтобы остановить полетевшие в него иглы. Когда он мягко опустился на полпути к холму, в руке у него оружия не было. Ди бросился вперёд, склон был так крут, что ходьба сама по себе стала невозможной, и всё же он преодолевал его с той же скоростью, с которой бежал по совершенно ровной земле. Охотник нанёс удар своим мечом как раз в прыжке, но чёрный рыцарь приподнялся на уровень недосягаемости, и оружие Ди в итоге парировало два широких луча света, настигнувших его сверху. «Ты хорош!» раздался голос чёрного рыцаря с крупной ветки одного из многочисленных деревьев, окаемлявших склон. Беглый взгляд подтвердил, что само дерево было высотой более трёхсот футов. «На мае следующий удар будет точным, Ди!» заявил он. Один боец наверху, другой внизу. С точки зрения динамики, первый из них определённо в преимуществе, Ди необходимо было заставить чёрного рыцаря спуститься на землю, но он не должен был тратить сил на что-либо ещё, кроме атаки, которые убьют его соперника. Чёрный рыцарь покинул ветку, куда бы охотник ни попытался бежать, он мог сразить его. Но нет, чёрный рыцарь был убеждён, что Ди встретит его лицом к лицу. И верно, юноша оттолкнулся от земли. Один снижается, другой поднимается, и у чёрного рыцаря есть преимущество как в силе, так и в скорости. Когда Ди достиг пика прыжка, чёрный рыцарь совершил атаку, отклонив её, охотник быстро отпрянул. «Падай!» Чёрный рыцарь уже вознамерился испустить победный крик, когда глаза его округлились. Ди остался в воздухе, если точнее он летел. Его чёрный плащ превратился в крылья, которые помогали ему парить наподобие внушительной загадочной птицы или крупной чёрной летучей мыши. Едва увернувшись от меча охотника, направляющегося прямо ему в лицо, чёрный рыцарь не сумел проделать то же самое, когда клинок поспешно крутнулся для очередного удара, вонзившись ему в грудь и выйдя из спины, истощая силы его тела. «Значит, вот как это закончится!» «Я так и ожидал!» Стойко проговорил чёрный рыцарь. «Я больше не стану просить, чтобы ты пощадил принцессу. Уверен, она бы не хотела, чтобы я это делал. Только вот странно, я много о чем хотел тебя спросить, а теперь не могу сказать ни слова». Ди медленно опускался, просто он не мог слишком долго держаться в воздухе. «Это длилось так долго, Ди. То, чего я ждал, наконец, конец здесь. Я уверен, это верно, и для неё тоже». Снова коснувшись земли, Ди вскинул взгляд в небо. Чёрный рыцарь завис в воздухе, а его голова безжизненно поникла. Взобравшись на склон, охотник выбросил правой рукой единственную иглу, чтобы пробить летательный ранец. Раздался с двух сдвигаемого переключателя, и Чёрный рыцарь начал подниматься. Антигравитационное устройство, похоже, уносило война прочь с планеты. Ещё двое. Пробормотал Ди, обернувшись к поместью, раскинувшемуся под лунным светом. Но когда прекрасный юноша отправил своего грозного соперника в небеса, его голос и вооружение лица сохранили прежнюю строгость, укрепившую его для следующей смертельной битвы. Ворота замка были распахнуты. Внутри Ди окружили изумительные тона и сочные ароматы. Ветер покачивал цветы, и розы, казалось, пели. «Вступай обратно, говорю я. Обратно. Не навреди принцессе. Тебе ведь никогда не удастся убить и я». Искать аристократку не было нужды. У входа в разрушенный Зел Ди лицом к лицу столкнулся с чаровательной принцессой. «Какое чудо, что ты проделал весь этот путь!» Принцесса повела плечами, словно сбрасывая своё изумление. Роза, сжимаемая её алыми губами, была белой. Приложив ладонь к горлу, принцесса спросила. «Так, теперь трое из них?» Затем она горизонтально провела по шее. «Они встретили славный конец». Ответил охотник. «Я рада. Они все беспокоились за тебя», сказал Ди. «Ах, как трогательно! Хотя это вполне естественно, учитывая, что они были моими слугами». «Где Елена?» «Надо же, какой сюрприз!» Воскликнула принцесса. «А я-то полагала, что ты сделан из сплошного льда. А теперь ты хочешь сказать мне, что действительно способен на чувство к кому-то ещё?» Ди шагнул вперёд. Взвизгнув, принцесса отпрянула на целых тридцать футов. Её крик, однако, был слегка наигранным. «Ты убил бы человека одним только желанием. Ох, так не годится!» И принцесса обратилась к кому-то ещё. «Выйдешь на минуточку?» Ди повернулся в том же направлении, что и она, к залу. Особа, которой он искал, вышла, соблазнительно покачиваясь. Сам её образ, казалось, рябил знойным моревом, благодаря мигающим огонькам, что играли на её теле. На груди Ильяны, руках и талии пульсировали драгоценные камни. Лунный свет, устремлённый на неё, темп шагов и изящное покачивание придавали камням дорогое мерцание, принимающее любую мыслимую форму. И одеяние, которое они украшали, безусловно, было белоснёжным шёлком. «Как видишь, девушка в порядке?» отметила принцесса. «Однако она никогда не сможет вернуться к жизни, которую когда-то вела, потому что познала, каково это быть аристократом». «Ди», — заговорила Елена, приоткрыв рот, — «ты пришёл за мной». «У меня есть для тебя лекарства», — сказал Ди, похлопав по нагрудному карману культёй левой руки. «Ага. Похоже, какими бы никудышными ни были мои слуги, они всё-таки прилагали некоторые старания. Мне присоединить её тебе?» — спросила принцесса. «Не суй нас, не в своё дело!» — прохлепел голос. Увидев, как конечность пихается в кармане площади, принцесса выкатила глаза. «Какая нахальная ручонка! Как только я уничтожу твоего владельца, то задам тебе хорошую тряпку!» Съехидничала женщина, но тут воздух рядом с ней опалилась серебристая вспышка. Горизонтальная линия прибежала прямо, полив у её белого платья. Олеющая струйка набухла в считанные секунды, превратившись в капли свежей крови, полившейся дождём. «Сейчас тебе это удалось!» — воскликнула она. Её крик, видимо, послужил сигналом. На поверхности крови, запачкавшей платье и капающей на поло образовались пузырьки, а затем яркие цвета, которые существовали, похоже, единственно для того, чтобы притягивать взгляды, всплыли в воздух. Розы — четыре оттёнка роз. Они сформировали ослепительную вереницу вокруг Ди и после хлынули всё быстрее и быстрее в кружащемся вихре. Новый проблеск света прорезался сквозь поток, облако роз вдруг исчезло из виду, и когда Елена увидела стоявшего там Ди, то прижала руку к губам. В его шее, плече, груди и животе расцвело всего четыре розы, по одной на каждой из четырёх цветов. Юноша пошатнулся, у него страшно закружилась голова, небо и земля поменялись местами, и даже когда он прикрыл глаза, это ощущение осталось. У каждой розы есть шип, а в случае моих роз он будет отравлен. С тонким смешком проговорила принцесса. Очевидно, яд был достаточно сильным, чтобы повредить чувство равновесия даже такого дампира, как Ди. В конечном счёте, чтобы удержаться, ему пришлось опереть меч в пол. Казалось, будто груз лунного света на его спине был больше, чем он мог выдержать, поставив его на колени. «Перед тем, как нанести смертельный удар, я верно должна утолить тобой свою жажду». Принцесса подошла к Ди, не выказывая какого-либо страха, и коснулась розы на его шее. Изначально та была синей, но вдруг будто он стал кроваво-красным. Цветок высосал кровь Ди. Выдернув розу одним плавным движением, принцесса затем вставила её в свою сонную артерию. «Твоя кровь перетекает в меня. Ах, какая сладкая, какая сильная. Я чувствую, как наполняется всё тело». Простонала прелёстная принцесса, извиваясь от наслаждения и восторга. «Что за жуткая трапеза?» «Ах, я вдоволь напьюсь твоей крови, когда оторву тебе голову!» Принцесса небрёжно вскинула руку, блестящая нитка из её манжеты соединила кончики блюдных пальцев. «Эта острая как бритва нить сплетена из жилок моих роз. По сути, броня моих рыцарей изготовлена из того же материала. Какое-то время я надеялась обсудить с тобой путешествие в далёкие земли, но в итоге я остаюсь здесь. «Прощай, Ди». Нить качнулась к охотнику, но лишь она отклонилась в сторону и разбила пятнадцатифутовую секцию каменного пола, как изо рта принцессы полилась яркая кровь. Её шумно стошнило, и она завопила. «Моё тело горит! Это кровь! Ди! Ты!» Принцесса, конечно, испутывала адские муки, и лицо её стало точно у призрака, когда глаза уловили тёмно-красный предмет, упавший к ногам Ди. Лепестки этой увядающей розы пожухли, когда по ним расползлась коричневая гниль. «Видимо, даже моя кровь может быть оружием». Заметил Ди. Луна озаряла красавца светом, вжигая его великолепный силуэт на полу. Когда Ди приблизился к принцессе с клинком в руке, в его лице не было ни капли сострадания. Тут раздался ляск, как будто поднимались цепи. Тело принцессы воспрянуло, и миг спустя провалилось под пол. Какая-то таинственная сила разрушила каменное покрытие снизу, заставив её упасть. «Ди!» Еле накинулась к нему. «Оставайся там». Велел ей охотник, прыгнув в дыру, разверзшуюся в земле, подобно разорванной клыкастой глотке. Плащ его встрепенулся перед тем, как он достиг дна подземной комнаты. Спустившись более чем на тысячу футов вниз, охотник на вампиров беззвучно приземлился на пол. Ди знал наверняка, что это было за место. Гнетущая зловещая аура, ударившая в него с момента приземления, подсказала, что это комната Белого Рыцаря и логово последнего из четырёх рыцарей. Ди сосредоточился на одной области в темноте. «Мы встретились вновь. И на сей раз, похоже, мы сразимся». Начал Белый Рыцарь. «Убийца плачет от радости. Знаешь, он продолжает говорить, что хочет убить тебя». О, и это можно было расслышать. Тонкие металлические скрежет железа остали в недрах темноты. Это изгибался убийца, требуя крови Ди. Когда облачённая в белая фигура выступила из тьмы, у неё в руке уже находился меч. «Долго это длится, моя принцесса!» Стонущий голос телился по земле. Он тоже говорит, что это длится долго. Те долгие годы, в течение которых поместье аристократки процветало, а потом пришло в упадок, отрезок времени, когда они поддерживали свою очаровательную принцессу. «Наконец! Наконец-то! Я дерусь с настоящим противником! За пятьсот лет я сидел здесь, дожидаясь этого дня!» Действительно ли принцесса была там? Или это просто плач одинокой души? Вместе с пением клинка, взвывшего в своих ножнах, белый рыцарь неистово закричал. «Умри, будь ты проклят! Умри! На острие моего убийцы!» Лишь только голос изменился, фигура в белом рванула вперёд, всколыхнув позади себе ветер. А Ди, в свою очередь, помчался навстречу. Чёрные и белые пересеклись, сделав ещё несколько шагов, Ди обернулся. Лезвие меча глубоко погрузилось в его правый бок. Белый рыцарь действительно выпустил убийцу. Клинок Ди оказался бесполезен? Нет. Белый рыцарь рухнул на колени. «Ох, наконец! Время пришло! Остальное я предоставляю тебе, убийца!» Захрипела рыцарь, казалось, выдавливая с горла сами слова, прежде чем упасть на землю, лицом вниз. Из-за своего безумия смертоносный воин был заперт в этом подземелье, но и во время тоже настало. Ди обхватил убийцу и попытался вытащить меч из туловища, но оружие не сдвинулось ни на дюйм. «Это что такое?» Буркнул голос в карамане плаща охотника. Верхняя часть его тела дёрнулась, лезвие меча лишь глубже вошло в плоть. У этого клинка был собственный разум, и зачарованное лезвие провернулось, пытаясь удовлетворить свою неутолимую жажду убийств. «Чёртов наш!» Донёсся хриплый голос из кармана плаща. «Я всё ещё не могу присоединить себя, но я что-нибудь придумаю. Хорошо, Ди?» Ответа не последовало. В тот момент Ди заметил таинственную принцессу, стоявшую в глубокой темноте. Когда он начал подходить к ней, земля у него под ногами исказилась. Вновь его окружили розы. Внутренний двор заливала светом луна. Вне сомнения тот же самый свет сиял, когда в поместье горело каждое окно и женщины в белых платьях, а мужчины в чёрных одеяниях легкими шагами танцевали здесь. Ди пристально поглядел на принцессу перед собой. «Я не буду больше убегать». Она звучала совершенно иначе, когда всматривалась в буйное изобилие цветов. «Но и тебе не позволю уйти. Если бы я так поступила, это было бы просто несправедливо по отношению к тем четверым». Ди ничего не сказал, словно наблюдая, как преображается очаровательная принцесса. «Ты ищешь шанс умереть?» Через некоторое время спросил он. «Злой рок постиг аристократию. Даже я понимала это, как и мои четыре рыцаря. Но видишь ли, их гордость не позволила им смотреть, как мир попадает в руки человека. Зная, что здесь не осталось места для знати, понимая, что их контроль распространяется лишь на самые жалкие отдаленные земли. Им захотелось, чтобы я жила как аристократка и правила людьми, словно какая-то великая императрица тьмы. Какое пустое существование. Жить вечно, осознавая все это время, что твоя жизнь бессмысленна. Уверен, это должен понять. Ты – благородный наследник нашего священного предтечи». Ди вздрогнул. Лезвие убийцы глубже погрузилось в его плоть. «Я выбрала жизнь здесь с ними». И так стала принцессой, которая только и любит, что свои розы, доверив слугам, делать все необходимое для поддержания моего аристократического образа жизни. Это был единственный способ, которым я могла дать моим четырём рыцарям цель и желание жить. Но видишь, Ди, для того, чтобы жить, нужно нечто большее, чем просто наличие жизни. Четыре рыцаря говорили, что они защищают принцессу, но разве это не походило на случай, когда скорее мудрая женщина защищала их? «А потом пришёл ты. Уверена, всего одного взгляда на тебя хватило четырём рыцарям, чтобы понять, что они нашли возможность погибнуть. Я приказал им драться. Как ни парадоксально, ты был смыслом их жизни. Знали ли они, что творилось в глубине моей души, это больше значения не имеет. Я не стану бежать. Ди, подойди и получи меня. «Если ты хотела, чтобы четыре рыцаря сражались со мной, тогда зачем использовала и призрачных рыцарей?» спросил охотник. «Думаешь, кто-то всерьёз полагал, что они смогут тебя убить? Я послал их просто из прихоти. Хотелось посмотреть, смогу ли я заставить слегка попотеть тебя и жителей деревни». Здесь прекрасная принцесса умолкла. В следующий раз, когда раздался её голос, она находилась в воздухе, плывя прямо к охотнику. «Это длится так долго, Ди!» Их силуэты слились, и лезвие меча проросло из её блюдной спины. Гибкие руки задрожали, когда обняли Ди. «Я хотела путешествовать с тобой!» Взглянув поверх плеча шепчущей женщины, Ди уставился на приближающуюся Елену. «Елена, забери убийцу!» закричала принцесса, но её слова превратились в стон. Приблизившись, деревенская девица потянулась к зачарованному мечу со стороны Ди и легко его вытащила, но потом она неожиданно вогнала клинок прямо в спину принцессе. На то, как бритвенно-острый убийца проскользнул в аристократку, было страшно смотреть. Мало того, что лезвие проткнуло её, оно также прошло насквозь и Ди, выступив из его спины. Когда Елена извлекла убийцу, охотник попытался освободиться от аристократки, но его тело сковало неподвижно точно камень хрупкими руками, которые принцесса сцепила вокруг него. Ди бросил взгляд на Елену. «Извини», прямо в полголоса извинилась мотоциклистка. Её глаза полнились опасной решимостью. «Принцесса показала мне, как живет знать, как они думают. Я хочу себе это поместье и его ловушки и его богатства. И до конца их жизни я хочу наводить страх на всех подонков из деревни, которые обращались со мной как с дерьмом. Я хочу быть аристократкой». «В самом деле, ты этого хочешь?» спросил Ди. Кровавая пена выступила в уголках его рта. «Да, смотри сам». Выпустив из рук зачарованный клинок, Елена расстегнула вверх, на её груди не было символа розы. «Как только мы добрались сюда, принцесса убрала его. Теперь это самая Елена, которую ты встретил, впервые оказавшись здесь. Но ты стал мне помехой, Ди!» Почти прокричала слова Елена, отступив на несколько шагов. И убийца, и тело принцессы медленно осели. За ними стоял Ди. В какой-то момент его левая рука снова прикрепилась, но Елена не могла видеть, как перемазанное кровью лицо, образовавшееся на ладони, выдыхало бледно-голубое пламя. «Ты сказала, что хочешь быть аристократкой, верно?» Когда он приблизился, Елена отшатнулась от него. «Это просто...» «Не надо, Ди!» «Ведь я дралась вместе с тобой. Ты спас меня!» «Правда не знаю, что на меня сейчас нашло!» Елена заметила в правой руке охотника вспышку света, погрузившуюся в её грудь. Отчего-то она не хотела смотреть ему в лицо. Вложив меч в ножны, Ди осмотрела внутренний двор. «Значит, она хотела быть аристократкой?» Протянул хриплый голос. Даже не взглянув на два трупа, Ди устало побрел к парадным воротам. Что-то маленькое упало ему под ноги, овятший розовый бутон. Лишённые теперь своей хозяйки цветы поникли головами, как будто почтительно обозначая её смерть. Их краски поблекли, прежде чем они упали на землю. После ухода Ди бесчисленные мёртвые цветы дождём посыпались на тело Елены и пепел, всё, что осталось от принцессы, похоронив их обеих. Спустя несколько дней внук мамы Кипш неожиданно вернулся с вестями о молодом человеке, который, уничтожив леди поместье, однажды ночью внезапно исчез, а также не объяснил, как он был нанят. После покушения на жизнь принцессы за убийство своей безответной любви, её внук бежал при помощи самодельного планёра, пока преследователь не бросил его в горный поток. По счастью, он был спасён охотником на вампиров, который проходил мимо. Неужто? Вот как он узнал всё о нашей деревне и о рыцарях, и обо всём остальном. Задумчиво кивала мама Кипш, глядя из окна поместья. Её внук больше, чем кто-либо был осведомлён о жителях замка и руинах предместей деревни, Динни рассказал ей, что он выжил, беспокоясь о последствиях, которые могли случиться, учитывая месть, обрушившуюся на деревню из-за действий мальчика. После того, как горожане наказали его бабушку, они, вероятно, попытались бы так же выяснить его местонахождение. Даже сейчас по-прежнему оставался шанс, что они захотят поквитаться. Ему, вероятно, следовало покинуть деревню до наступления ночи. Что приключилось с юношей? Осведомилась мама Кипш. После того, как он сказал мне, что закончил работу, он сразу же ушёл. Никогда не видел ничего и в половину стал единокого, как его удаляющийся вид. Нет, пожалуй, не увидишь. Но в самом конце он улыбался. Улыбался? Кивнув её, внук гордо указал на свою крепкую шею. Теперь знак пропал, но когда я был маленьким, то в меня воткнули одну из тех роз, помнишь? И в течение двух или трёх месяцев после этого я был не в себе, пока ты, бабушка, не составила для меня один из своих секретных рецептов. Но теперь, спустя столько лет, я могу тебе рассказать, как сильно хотел пить у всех кровь. Я едва мог сдержаться. Так получилось, что я рассказал ему об этом, когда мы расходились. Потом он вдруг посерьёзнел. Погоди, да он всегда выглядел серьёзным. В любом случае, он спросил меня, тебе хотелось стать аристократом? Я ответил ему, что это нелепо, и будь я проклят, если соберусь пить кровь из своей семьи и друзей. И сказал, это даже при том, что в то время я был ещё ребёнком и был готов умереть первым. А потом, он действительно улыбнулся. Неужели? Прикрыв глаза, отозвалась мама Кипш. Она точно знала, какая это была улыбка. Её внук продолжил довольный. Я могу гордиться этим до конца жизни. Я был тем, кто вызвал такую улыбку на его лице. Я вызвал улыбку на лице человека в тысячу раз сильнее и в десять тысяч раз красивее, чем я. Постскриптум. Прекрасная принцесса, защищающая её отважные рыцари, а также зловещий и сильный враг, намеревающийся отнять жизнь дамы, уверен, такой сюжет и многих средневековых легенд и сказочных рассказов знаком большинству из вас. И на сей раз я захотел попробовать свои силы в этой теме. За исключением того, что здесь всё перевернуто с ног на голову. Прекрасная принцесса-вампир, Ди, её злейший враг. А в качестве секретного ингредиента бессмертия. В известном фильме ужасов невеста Дракулы в студии Хаммер барон-вампир Мейнстер уводит в присутствие доктора Ван Хельсинга милую школьную учительницу Марианну, которую он уже укусил, и говорит, «Красавец, не правда ли? Какая жалость, что такая красота должна убедать, если только мы несохраним её?» В шедевре Дракула от Universal Pictures граф Белла Лугоши произносит довольно сентиментальные и никак неожидаемые от злодея строки. Умереть, быть действительно мёртвым, это должно быть чудесно. И ближе к финалу в последнем появлении Кристофера Ли в серии о Дракуле «Сатанинские обряды Дракулы» главный вампир планирует уничтожить мир бактериями бубонной чумы, но профессор Ван Хельсинг заставляет его вздрогнуть, спрашивая, «Это твой инстинкт смерти?» По всей видимости, вечная жизнь и человеческая юность, о которой всегда мечтают, не обязательно лелеемы вампирами, этим обладающими. В своём коротком рассказе «Здравствуй, прощай» Рэй Брэдбери рисует мрачную картину одиночества человека, который из-за вечно юной внешности в итоге становится объектом подозрения и страха тех, кто его окружает, и вынужден переезжать в другое место. Однако это лишь тёмная сторона бессмертия, видимая людям, которые, несомненно, умрут. Не способны избежать чудовищной абсолютности смерти, они продолжают жаждать вечной жизни, независимо от того, как печально она может быть. Исходя из этого, вы, вероятно, поймёте последние поступки героини этой истории, Елены. Для того, чтобы избежать страха перед смертью, зародились религии и создалось множество утешающих понятий. На западе есть небеса, на востоке реинкарнация, и хотя их существование ещё надо доказать, они не могут не заставить меня восхищаться человеческим разумом. У меня есть новости, которые могут заинтересовать поклонников книг «Ди. Охотник на вампиров» на английском языке. Комикс Хидеюки Кикуте «Ди. Охотник на вампиров», проиллюстрированный Сайка Такаки, планирует выпустить диджитал-манго 25 ноября 2007 года. В дополнение к английской версии одновременно выйдут выпуски на немецком, итальянском и финском языках. Ди расходятся по миру. Счастливо! Хидеюки Кикуте 3 июля 2007-го за просмотром «Хостел» Читал Адреналин. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...